Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Рад вас приветствовать! Напишите, пожалуйста, в чат плюсики, если меня видно. Поставьте плюсики, если сейчас вы меня видите. Задержка может быть идти по связи, поэтому не сразу я увижу ваши плюсики, но вы, пожалуйста, еще ставьте. Так, пока что-то никто не ставит. Дмитрий, пожалуйста, напишите. А, вот пошли, да? Так, сейчас. Для меня, да, уже? Так, здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Рад вас приветствовать! Напишите, пожалуйста, в чат плюсик, если меня видно. Поставьте плюсик, если сейчас вы меня видите. Как? Начинаем. Ага, начинаем. Видно меня, да, уже? Идет почему-то все за... Так, здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Рад вас приветствовать! Напишите, пожалуйста, в чат плюсик, если меня видно. Поставьте плюсики, если сейчас вы меня видите. Так. Действительно у меня есть... Задержка может быть идти по связи, поэтому не сразу я... Дмитрий, пожалуйста, в скайп мне напишите, если меня сейчас видно. Именно сейчас и слышно хорошо. Пожалуйста, в скайп. Потому что у меня синхронизации нет. Видно. Отлично. Все. Я тогда сейчас убрал чат. Я, дорогие друзья, вас еще раз приветствую, чтобы меня это не смущало. У меня секунд в 20 идет задержка, поэтому я просто не хочу и слушать себя со стороны, и, так сказать, с вами ненормально общаться. Значит, давайте пока вводные данные, ну, так сказать, скажу вам общие слова, поскольку все-таки сейчас люди подсоединяются так активно, я так понимаю. Я хотел бы узнать, чтобы вы мне написали, есть ли те, кто меня еще пока не знает. Пожалуйста, напишите, кто первый раз присутствует вообще на моих вебинарах, кто меня просто еще пока не знает. Вот. Если такие есть, напишите, ну, скажем, там, есть или, так сказать, восклицательный знак поставьте, вот, что удобнее. Я просто пойму, что, так сказать, если есть такие люди, то я, может быть, там, сейчас у нас набираются количество слушателей чуть подробнее. Немножко расскажу вам. Давайте сделаем такой на 5 минут маленький анонс о себе. Буквально я, давайте скажу два слова, если я понимаю, что есть такие люди в любом случае, да, немножко. Я сам биолог, эколог, в общем, более 20 лет я занимаюсь живой природой, изучением воды как сложнейшей системы вообще на нашей планете, да. Вода из нее мы состоим, все живые организмы, только благодаря воде происходят все биохимические процессы, как во внешней среде, да, так и во внутренней, в каждой клетке нашего организма. Я проводил уже лекции на тему воды, очень серьезные. Будет желание, потом найдете это, вы посмотрите. Ну, в общем-то, занимался очень серьезно, начиная от, там, не знаю, лечения болезней, сложнейших тропических болезней рыб, которые в мировой литературе описаны неизлечимыми. Естественно, все биологические процессы происходят одинаково во всех высших, у всех высших животных. Собственно говоря, болезни человека, их даже меньше, чем болезни рыб. Ну, потом, поняв очень серьезные, ну, скажем так, взаимосвязи между процессами и явлениями, поскольку, видите ли, у меня через мои руки прошли десятки миллионов рыб, и я ведь более чем в 350 городов России поставлял оптом в аквасалоны, зоомагазины. Это была сумасшедшая работа, то есть миллионы рыб проходили, по 5-6 поставок импортной рыбы, которая всегда больная, да, является носителем тех или иных болезней, причем и вирусных, и грибковых заболеваний и прочих. Так вот, все это приходилось лечить. В мировой литературе многие были описаны как неизлечимые. Мы это все лечили, в общем, пришли к тому. Но потом все стало очень легко, поскольку, скажем, направлений в ИЗО индустрии и связанные с непосредственно человеческими процессами жизнедеятельности, я, скажем, изучал параллельно, практически никогда не отдыхал, то есть по 20 часов в сутки порой буквально, а бывали дни, когда вообще не спал, потому что там, как говорится, не уснешь, проблему пропустил, и все погибло, да. Так вот, ну это дало мне огромные возможности и, скажем, конечно, проявленное трудолюбие в этом, к пониманию очень серьезных биологических процессов, которые потом стал применять на своей жизни, жизни там, ну своей семьи, других людях, и поскольку я изучал со школьной скамьи очень серьезно, с шестого класса я очень серьезно изучал биологию, там, химию, потом уже биохимию в институте, там много биологических отдельных предметов, цитология, это наука по клеткам, да, изучение клетки, это и экология как отдельная фундаментальная наука, которую взаимосвязи организмов изучают между собой с окружающей средой и так далее. В общем, не буду говорить все, вы можете в моем блоге yufralov.ru, там есть раздел обо мне, там вкратце, более подробно, чем сейчас, прочесть. В общем, много чего в жизни пришлось повидать, увидеть, сделать, потому что интенсивность того, как я живу, работу изучаю, ну она огромная. В этом вы все убедитесь и сегодня, кто меня знает, уже это все знают прекрасно. Вот, поэтому не буду больше о себе, а, пожалуй, перейдем к нашей сегодняшней теме. Но вначале небольшой регламент. Давайте мы сделаем с вами так, договоримся. Я вас всех очень прошу помочь мне и организаторам. Если кто-то будет заходить сейчас после того, как мы с вами уже начнем непосредственно вебинар по печени и желчному пузырю поджелудочной железе, да, то вы, пожалуйста, скажите человеку что-то, ну в зависимости, что он вам напишет, направьте его, так сказать, на мысль, а то есть он зайдет, думает, а вот что, почему, там будет задавать вопрос. Если вдруг человек скажет, а я не вижу, не слышу, ну а вы видите, слышите, вы просто порекомендуйте, пожалуйста, что перезагрузитесь, мол, ну и там по ситуации. Сейчас я, то есть чат я не буду видеть, вы, пожалуйста, мне пока не пишите. Вы просто свои вопросы или запоминаете, или записываете, но не присылайте, потому что я буду, и вы будете смотреть слайды, вы будете смотреть презентацию, по которой я буду вам вести, скажем, вот эту лекцию, занятие, вебинар. Это будет первая часть нашей встречи. Потом я сделаю небольшую рекламную паузу, но очень интересную, после которой мы перейдем с вами к второй части. Это уже желчекаменные болезни, это желчный пузырь, это образование желчи, вот как все это происходит, как быть людям с удаленным желчным пузырем, да, как не допустить этого, как растворить камни, ну то есть, короче говоря, и дальше уже панкреатит, проблема поджелудочной железы, как она взаимодействует с желчным пузырем, вот это будет вторая часть. Ну и в завершение будет у нас обязательно ответы на вопросы. Я буду ждать ваших вопросов, но позже, не сейчас. И, наверное, знаете что? Впервые за все мои вебинары я подготовил такую уникальную маленькую... Я сегодня целый день дополнительно сидел, сделал приложение к методичке, к методическому пособию и к вообще глобальному информационному продукту, очень объемному. Я сделал приложение. Что это такое за приложение? Пару слов сейчас скажу, это вас заинтригует сильно, и поэтому вы обязательно оставайтесь до самого конца вебинара, потому что именно в конце я раскрою подробнее, что же я для вас сегодня в виде такого подарка, потому что это будет, скажем так, бесплатным приложением к информационному мощному продукту, который я вам предложу. Что это такое? Пару слов. Здесь был такой французский ученый, врач, биолог, биохимик, умный человек. То есть сейчас я вам пока вкратце расскажу. И он, ну, хотел дольше прожить, он действительно вел адекватный образ жизни достаточно. Но он открыл уникальные свойства овса. И ведь не даром овес, а есть такой иголозерный овес, есть обычный, да, который вы все прекрасно знаете. Это одна из самых крепких культур злаковых. Овес это, ведь вы знаете, что лошади без овса прожить в принципе не могут, а это самые тяговые животные, на которые вся сельскохозяйственный труд приходился весь, крестьянский, да. Ну, то есть лошадь это без лошади, как говорится, не проживешь раньше. И вот без овса она была слабая. Овес уникальная вещь. И вот он придумал, как сделать такой, ну, скажем, типа эликсира, настой особый. И как его особым образом принимать, чтобы увеличить продолжительность жизни, чтобы снять проблемы большие, очень серьезные, с почек, с печени, поджелудочной железы. Так вот, я вам скажу, он нашел такой рецепт, он прожил 120 лет. Для 200-300 лет недавности это неплохой срок жизни. Так вот, я вам скажу, сегодня я вообще этот рецепт весь изучил, поднял. Я сделал, чтобы каждый человек понял, такие сноски, особые рекомендации, потому что там нужно, ну, в общем, это методика. Это я вас так заинтриговал, подробней, в конце, в самом, поэтому дождитесь обязательно завершения нашего с вами сегодняшней лекции. И теперь, пожалуй, давайте так, что еще про регламент. Ну, пожалуй, все. Теперь, пожалуй, можно и начинать. Сейчас я секундочку включу презентацию. И я прошу Дмитрия написать мне скайп, видно ли сейчас презентацию. То есть, видно презентацию, меня уже не видно, видно презентацию. Правильно ли я понимаю, пожалуйста, в скайп, именно так. Ну, и вы все, дорогие друзья, видите презентацию, первую нашу страничку, да? Вот. Если это так, тогда, пожалуй, стоит начать. Ну что ж, тема сегодняшняя очень важная. Печень, она является наиважнейшей не только потому, что, ну, скажем так, печень – это действительно, ну, один из самых важных для здоровья органов, это фильтр, это все. Я расскажу подробно, что это такое печень, какие функции она выполняет, какие симптомы указывают на то, что уже проблемы с печенью. Все это вам сейчас расскажу. Сегодня вы, конечно, и на днях, и сегодня писали очень много важных вопросов. И я постараюсь на многие ответить. Постараюсь не терять время, как всегда. И поэтому, пожалуй, мы перейдем. Вначале у нас все, что связано с печенью. Вот вы видите первый слайд. Пока вы просто смотрите, я вам расскажу немного о печени, действительно, о самой. Итак, конечно, это основа всего, основа жизни нашего организма. Это уникальная, крупная орган, крупная железа, самая крупная. Это лаборатория мощнейшая, которая синтезирует огромное количество необходимых, значит, химических элементов, гормонов, ферментов. Выполняет она более 500 функций. Печень – это очень серьезный анализатор. Это, скажем так, это главный фильтр нашей крови, то есть, значит, всего организма. Она управляет белковым, жировым, углеводным обменами. Она синтезирует и накапливает многие и гормоны, и ферменты, витамины. Печень также разбирает эритроциты. Она разбирает вообще белки, которые через кровь передаются, соответственно, в печень. Отмершие клетки нашего организма, гены и любые вообще клетки, их производные. Она их утилизирует, она их разбирает и собирает вновь, то есть, она может собирать белки. Она синтезирует белки плазмы крови. Обратите на это сейчас внимание особое, потом я поясню, почему это так важно. Она обладает, конечно, уникальными регенеративными способностями. Поэтому даже если печень осталась функциональна всего на 20%, на 30%, человек ещё живёт. Печень, она, конечно, участвует ещё в очень важном обмене железа и обмене меди в организме. Если меди в организме мало, ионов меди, не хватает для обменных процессов, то человек, у него начинает проявляться седина. Имейте в виду, это нарушение медного обмена в печени. Теперь, не просто не хватает, его может хватать, но идёт нарушение. То есть, это тоже, в принципе, говорит уже о дисфункции печени. Печень участвует, конечно, во всех детоксикационных процессах. Например, она расщепляет яды, в том числе алкогольные. Она обезвреживает токсины, она обезвреживает попавших в организм бактерий, вирусов. Насколько это возможно? Ну, конечно, многие вирусы и паразиты особенно берут верх над организмом и над печенью. И вот это противоборство, то есть образование синтез новых клеток печени и их разрушение поедания некоторыми паразитами, у меня была тема о паразитах, очень серьёзная, вы её в блоге у меня найдёте, но сегодня я коснусь паразитов, опасных для печени. И пару слов об этом обязательно расскажу. Особо опасны, конечно, для печени химические вещества, антибиотики, цитостатики, гормональные препараты лабораторного неестественного происхождения. Помните, что ничего нет незаменимого в природе. Это человек, это медики попытались скопировать у природы, пытались найти какой-то иной способ лечения, вытесняя система сама, вытесняла те природные травы, корни, грибы, знания о, так сказать, именно веществах в природе. В ней всё есть, чтобы вылечить любую болезнь, чтобы её не допустить, конечно, но уж если есть, вылечить тоже можно, но мало отдельных трав. Вот люди пишут, а вот почему у меня, ну потому что комплексный подход, это не только препараты, это не только травы, это образ жизни, это определённое, ну скажем так, состояние организма, подготовка к этому, это тюбажи так называемые, очистки. То есть тут это комплекс мер, и тут нужно понять логику, почему я вам буду сегодня, и как всегда я рассказываю подробно, и не просто что-то, а процессы, чтобы вы их понимали, чтобы вы в новой ситуации могли правильно воспользоваться этими знаниями. То есть я вам даю знания и как бы методики, да, подробнейшие, подробнейшие, пошаговые методики, это информационные продукты. Но каждое слово, вот то, что я сегодня и всегда говорю, оно очень важным, если вы будете анализировать эти слова. То есть поэтому давайте дальше. Итак, вот эти яды, печень с помощью определённых ферментов, липидов, переводят в определённые химические, ну неактивные состояния, обездреживают и выводят из организма. Дальше работает, конечно, почки подхватывают, потому как они выводят конечные продукты распада из организма. Да, ну и кожа, конечно, безусловно, тоже. То есть когда я вам рассказывал, и кто посещал лекцию о лимфатической системе, тот тоже прекрасно помнит, как это взаимосвязано, да. Но, конечно, всему есть предел, и печень тоже имеет ресурс. Но об этом позже. Значит, что ещё важно сказать? Печень взрослого человека весит примерно 2 килограмма. Она, конечно, ну понятно, мягкая, тёмно-красная, вы все это видели, да, в учебниках, по крайней мере, в киносъёмках. Представляете? Она расположена за ребрами, в верхней правой части брюшной полости занимает почти всю его ширину. Она не должна выходить из-под ребер. То есть увеличение печени там специалисты нащупывают, и это уже пора, то есть если это такое есть, задуматься, что есть проблема. Значит, печень состоит на 80% из гипотоцитов. Это такие клетки, они формируют, ну, значит, дольки печени. Их 4 доли, то есть доли большие, но долик маленький больше 50 тысяч. То есть теперь, да, желчный пузырь, он расположен под печенью. Ну, а желчный пузырь, как мы договорились, о второй части, поэтому сейчас пока не касаюсь. Но печень ещё выполняет очень важную функцию. Она ещё, поскольку она большая, объёмная, она может спасать кровь, не только селезёнка, но и печень. Человек может выжить, как я уже говорил, если печень работает. Но вот выжить он может, даже если на 10%, но это уже на грани. На самом деле часто на 20-30% у большинства людей она и работает. Всего лишь. И тогда начинается огромное количество проблем со здоровьем, о которых мы будем говорить далее. Запомните, печень не болит, как и почки. Там нет нервных окончаний, как и суставы, понимаете? Поэтому нужно беречь эти органы ткани, нужно следить, нужно понимать, что не дожидаться, когда заболит что-то пограничное, либо уже это приведёт к болезням уже других тканей и органов. За ней надо ухаживать. Нужно понимать меры, профилактику, гигиены, правила соблюдать. Об этом мы поговорим, потому что многие виды гепатита – это инфекционные заболевания. Сегодня мы разберём подробно гепатиты обязательно. Забегая вперёд, скажут, что лечится всё, в том числе гепатит С. Просто лечат, когда неправильно, не понимая, ведь принимают химические препараты. Методики есть разные, химические, медицинские. Так ведь гадится-то весь организм. Иммунитет-то ослабевает. А вирусы? Вирусы с ними борьба одна – это повышение иммунитета. Ну и, конечно, вирусы можно контролировать, чтобы их уменьшить или придавить вовсе. Но об этом позже. Запомните, что если темп регенерации клеток печени не поспевает за процессом её разрушения под воздействием тех или иных факторов, то такое разрушение перерождается в фиброзную ткань, в пустоты. Когда клетки погибают, печень образуется пустота, они замещаются в фиброзную ткань. И это называется перцерозным состоянием. Цероз – это и есть большое количество фиброзной ткани, замещение нормальных клеток. Так вот, печень ткани вообще состоит, вот я уже сказал, с большого количества долек. В каждой дольке расположена центральная вена. Понятно, это кровоснабжение. Эти дольки объединяются, то есть сосуды, и они впадают в печёночную вену. Вокруг вены находится, конечно, и разветвление вен вот этой печёночной клетки в виде пластины, где происходит фильтрация этой мембраны, как и в почках. Так вот сейчас, к сожалению, в наше время нынешнее. Найти человека с нормальной печенью в 30-40 лет – это почти невозможно. Именно потому, что многие факторы неправильного образа жизни, питания и прочее именно приводят к тому, что человек уже к 20-30 годам имеет большие проблемы с пищей, а значит, и остальные проблемы. Да, да, но об этом, как говорится, я расскажу подробно сегодня. Это и есть основная наша тема, да. Значит, очень многие заболевания и остеохондроз позвоночника, и болезни суставов, кожи, мышц, кстати, снижение, например, остроты зрения, слуха, конечно же, ангины, особенно остроты, ОРЗ и прочее, и прочее. Это, скажем, непосредственно, либо прямо непосредственно, либо косвенно, все-таки они связаны с нарушением именно работы многих внутренних органов, но в первую очередь печени. Так вот, давайте посмотрим на следующий слайд. Посмотрите, вы тут можете пока прочесть, я вам скажу, что печень – это еще и накопитель, и распределитель энергии. Так вот, а я объясню, что я имею в виду. Ведь печень запросает гликоген. Гликоген – это полисахарид уникальный, это аналог растительного крахмала, но это животный крахмал, он и называется гликоген. Это концентрат энергии, глюкозы. И когда нужно, организм, соответственно, печень его расщепляет уже до гликозы с помощью специальных ферментов, и у нас есть дополнительный источник энергии. Так вот, но усталость, депрессии, постоянная раздражительность, вялость, особенно если после сна человек просыпается всегда усталым и подавленным, если ему не хочется работать, вот эта апатия, что называется, то это точно указывает на 100%, это указывает на то, что печень очень сильно уже зашлакована. Это может быть что-то еще, но это в любом случае точно. Так вот, самую большую опасность тут играет образование как в самой печени, в протоках, желчные камни, так и, соответственно, в желчном пузыре. Но об этом мы поговорим и о том, и о другом, когда будем разбирать все-таки желчь и коснемся желчного пузыря, тут как раз и про печеночные камни тоже поговорим немного. Итак, я вам потом дам ролик небольшой, который будет о печени, то есть у вас он, скажем так, будет, вы его можете посмотреть. Теперь следующий слайд. Печень получает кровь действительно сразу из двух источников. Вот на схеме тут видно, здесь перед вами слева схема по, ну скажем так, кровеносным сосудам, а справа вообще общий большой-малый круг кровообращения. Вот, и вы можете сейчас проанализировать, что я буду говорить. Значит, так вот, действительно, 80% крови поступает из тонкой кишки вместе, конечно, с питательными веществами, поскольку в тонком кишечнике большая часть всех питательных веществ, съеденной нами пищи, всасывается, и через печеночную воротную вену, соответственно, поступает в печень. Конечно, в этой крови мало кислорода, но много питательных веществ. И вот 20% крови идет от сердца. Это, конечно, насыщенная кислородом кровь, которая идет от артериолартерии через печеночную, соответственно, артерию. Так вот, после вот этого обмена кислорода и питательных веществ, кровь собирается в печеночную вену уже, далее в нижнюю полую вену и поступает в правое предсердие. Это часть большого круга кровообращения. Синусоиды идут параллельно радиальным пластинкам рядов клетка печени. Это как бы отводы от печеночной артерии воротной вены. Вот здесь, в принципе, вы можете посмотреть, и я вам дам прочесть для закрепления вот такую информацию. Это будет очень наглядно. Так вот, как вообще все это происходит? Смотрите, около примерно 1-2 литров крови протекает через печень в час. Представьте, что в сутки это 2,5 тысячи литров. Вот такая гигантская пропускная способность, такая скорость кровотока. Ведь эта кровь должна отфильтровываться. Если человек загладывает лекарства, яд и алкоголь, то эти яды растворяются в воде и поступают, соответственно, в печень. И уже печень загрязняется, печень вынуждена работать на износ. Ресурсы, безусловно, как я говорил, ограничены. И представьте, что тогда может быть. Вот зайдет литр крови, да, он должен пройти за единицу времени, а выходит пол-литра за эту единицу времени, условно, я говорю это, естественно, условно. Что будет, как вы полагаете? Но поскольку кровь ведь поступает в печень снизу, то происходит ее застой в нижней части, поскольку давление возрастает моментально, если печень забита даже на какие-то 10-20%. Избыточное давление в сосудах, которое будет обязательно в этом случае, соответственно, ведет к чему? К тому, что кровь застаивается, сгущается, и вот скапливается ниже входа сосуда в печень, и начинается что? Варикозное расширение вен нижних конечностей. Вот это вот, это просто вы теперь знаете, откуда берется варикоз. Это не болезнь сосудов, это уже проявление в этом. Но причина в загрязненной печени и в давлении, потому что клапана уже не справляются, давление, а в венах есть обязательно клапана, которые держат и направляют кровь в одном направлении, но они ослабевают, и давление скапливается, и вены разбухают. К тому же есть еще другие проблемы. Так вот, очистить печень и восстановить, это вот задача главная. Тогда пройдет и варикозное расширение вен, если, конечно, будет достаточное количество питательных веществ, если постепенно клетки обновятся и заменятся на новые, если будут достаточное количество питательных веществ, нужных в том числе для вен. Понимаете, как все? То есть не только питательные, но и достаточное количество питательных веществ. Почему я в каждом вебинаре и даю вот эти причинно-следственные связи и с одной темы обязательно перехожу на другую, чтобы была целостная картина. Так вот, прямое следствие многих болезней организма, это... Я вам другой кадр сейчас поставлю. Так вот, вообще, скажем так, вот печеночная вообще недостаточность, вот это очень важно сказать, это вообще неэффективная работа, когда под воздействием каких-то ядов, ядов вредных, скажем, веществ, которые в процессе пищеварения образовались, при наличии вирусов, при наличии паразитов, определенных, например, аписторхов в печени, которые едят клетки печени. Так вот, происходит, соответственно, нарушение работы, а как следствие страдает весь организм. Это понятно. Вот частое следствие замедления кровотока в печени, это как раз, вернее, знаете, что? Вот следствие таких процессов, вот у многих людей есть геморрой, то есть набухание геморридальных вен. Вот как раз вот этот самый геморрой, так же, как и варикозное расширение вен, является прямым следствием вот именно того, что печень забита, потому что так же увеличивается давление, это такие же вены, просто проявляются в разных отделах нашего организма, но в основном в нижних, именно по этой причине, о которой я выше вам уже сказал. Так, хорошо, значит, вот еще некоторая информация, так сказать, вам для закрепления, а я вам скажу следующее, давайте я сейчас секундочку подвину себе вот тут слайды, мне не совсем удобно презентацию крутить. Так, значит, смотрите, какие основные функции печени, какие метаболические и прочие функции печени, это очень важно понять. Значит, во-первых, печень запасает витамины, подведем некий итог первой водной маленькой части, в том числе, кстати, водорастворимого витамина В12. Значит, это в том числе обмен железа меди, накопление минералов многих. Печень очень интенсивно использует многие минералы для обменных процессов. Это синтез белков, в том числе гемоглобина, это фибрина, альбумин, белки, плазменные крови, обязательно, ферменты, многие из них специфические. Это, конечно, печень-фильтр, который нейтрализует, выводит опасные яды, в том числе, кстати, даже фенолы, этанол, это очень опасный яд. Ацетон, и, кстати, у кого печень все-таки здоровая, кто ее очистит, тот будет меньше подвержен влиянию окружающей среды в плане экологии. Это тоже очень важно. Так вот, даже токсины, аммиак, продукты распада белков, печень, именно печень, превращает в мочевину и уже поставляет в почки. И это выводится излишний азот, азотистые основания, выводится с мочой. Так вот, печень нейтрализует гормоны, в том числе избыточные, витамины, последствия применения медикаментов и так далее. Так вот, печень образует желчь. Именно печень образует. И потом желчь стекает уже по протокам в накопитель это желчный пузырь, но и непосредственно может отдавать желчь по протоку желчному непосредственно в 12-перстную кишку. Это необходимое вещество желчи для пищеварения. Так вот, но, конечно, природа создала желчь и эти процессы, и такую концентрацию не для того, я вам на живых примерах это потом объясню, не для того, чтобы есть жареную картошку с котлетами. Для этого печень не создала, то есть не синтезирует желчь. Вот. Но хорошо. Энергообмен, запас гликогена я вам объяснил. Также липидный жировой обмен, конечно же, потому что синтез, например, эфиров холестерина, самого холестерина, фосфолипидов и липидов, липопротеидов, это комплекс белков и жиров, они образуют мембраны клеток. Весь контроль липидного обмена это печень. Это, конечно, синтез пигментов, в том числе билирубина, и нехватка его. Вот болезнь витилига, так называемая, это болезнь печени. Это болезнь синтеза пигмента, билирубина в том числе. Это образование желчных солей, секреция, конечно, понятно желчных. У плода в организме матери, например, печень даже выполняет кровотворные функции. Ну и, конечно же, пару слов, то есть я просто скажу, что есть такой один из ферментов, например, трансаминаза, вот этот фермент очень важный, он является лакмусом. При определенных проблемах, ну скажем, когда вот у человека есть подозрение на гепатит, то тогда медики проверяют в том числе показатели этого фермента, активность его. Так, то есть если повышение идет этого фермента в крови, наряду, например, с положительной, например, есть такое понятие тимоловой пробой, то это является одним из наиболее ранних лабораторных признаков гепатита. Он появляется, ну скажем, в периоде еще задолго до повышения билирубина, понимаете, вот это надо знать, это очень важная вещь, я вам сейчас сказал, и появление желтухи, то есть задолго появляется этот признак. Я подробнее в методичке все это изложил. Кто захочет, все это будет потом. Теперь, вы пока посмотрите вот эту интересную картинку, я пару слов все-таки о ней, конечно, скажу, потому что, вот понимаете, вот эта картина, вот женщина, посмотрите, как она деформировалась, она родилась нормальным ребенком, но в результате того, что родители убивали ее неправильной пищей, так сказать, неестественной пищей, ритм жизни, рацион, все остальное, много ошибок делают люди, родители, конечно же, как и врачи. Вот на руке у нее лежит то, что вот этот кружок, который сделал ее кружком, а рядом справа висят булочки, вот это пиво, и все остальное, что не является вовсе продуктами питания, поскольку этого, конечно же, нет в природе, ну, и человек просто пожинает плоды своего, собственно, вот, бездумия, скажем так. левый нижний кадр, это то, что многим вкусно, или сейчас, или было когда-то, по крайней мере, вот это безумие кулинарии, ну, а справа то, что в принципе должно быть, то, что делает печень здорово, посмотрите, там артишок, уникальная вещь, и для печени, и для почек, уникальная, там морковка, свекла, которые являются просто, ну, скажем, основополагающими, так сказать, вот корнеплодами, при их сок, например, в комплекс, в который входит методик, одна из малюсеньких методик, но очень важных, при очистке печени, но об этом позже, о травах, о плодах, это я вам расскажу. Значит, вот еще, посмотрите здесь, буквально немного, и я вам пока что расскажу следующее. Значит, давайте поговорим о симптомах, какие главные симптомы указывают на то, что есть проблема. Кстати, сразу скажу, что при любом гепатите циррозе, слабость, это вот, она всегда идет, даже, ведь гепатит не всегда проявляется активно, учтите, но мы про гепатит будем говорить подробнее, ниже. Так вот, давайте разберем. Тошнота, это всегда связано только с печенью, слабость, постоянная усталость, вот укачивание, если оно есть в машинах, да, вот бывает у детей, это уже вы кормите детей, не так, и, конечно, есть или вирусы определенные, помимо питания, безусловно, взяли верх надрагонин, но помните, вирусы только тогда могут взять верх над организмом и активно размножаться, когда иммунитет ослабевает, иммунитет ослабевает, потому что нарушается процесс пищеварения, через тонкую кишку в печень передаются яды, токсины, в результате, например, потребления животных белков образуются кадаверин, трупный яд, другие токсины, дождитесь, я вам позже расскажу это подробнее, кто не знает, я вообще интересно сегодня это расскажу, и вот это как раз и убивает печень, ну а дальше, соответственно, какие признаки, непереносимость жирной пищи, жирный белый кал, стул, значит, повышенный вес, это всегда, 100% в любом случае, вот повышенный вес, все, проблемы печени уже есть, в любом случае, это боли и спазмы в области печени, это желтизна, например, это, конечно, раздражительность, агрессия, повышенная, спонтанная, бывают рвоты иногда, тошноты, даже не связанные напрямую с питанием, любые, то есть это плохой запах во рту, хотя тут может быть и с лимфой проблемы, это пигментация, нарушение пигментации, пигментные пятна, это плохой загар, это могут быть сосудистые красные звездочки, значит, если, вот если очистить печень, восстановить, о чем мы будем говорить, то пройдут и вот эти проявления в виде пигментных пятен, сосудистых звездочек, так вот, какие еще симптомы? Тяжесть в правом подребении, это бывает при растяжении капсулы печени, потемнение мочи, обесцвечивание кала, одно из, кстати, проявлений желтухи, так вот, ациты, например, увеличение размера живота, да, и на ощупь это сразу все видно, врач может определить, повышение давления системе воротной вены, безусловно, о чем я сегодня говорил уже выше, по которой как раз венозная кровь поступает в печень, так вот, тотальный зуд кожи, особенно он увеличивается на ночь, или вот вечером, на ночь особенно, это, ну, это, например, бывает из раздражающего такого эффекта желчных кислот, так вот, желтизна, склер, белки глаз, то есть желтыми становятся, да, пару слов про голод, вообще про ожирение, лишний вес, это большая беда, потому что мы сейчас едим не потому, что нам нужна пища, потому что действительно настоящий голод испытывает человек, а потому что он хочет, привык, смотрит телевизор, привык, то есть он совмещает, как собака Павлова, два фактора, там какой-то разряд, тока в виде просмотра телевизора, футбола, там неважно, и вот этой своей уже полутрадиции, извращенной полу, так сказать, вот этой безусловному рефлексу, принятие пищи, потому что плюс для того, чтобы получить наслаждение, потому что он живет, человек, для того, чтобы есть, но ведь мы должны с вами жить, то есть есть, вернее, должны мы с вами для того, чтобы жить, а тогда это коренная, как говорится, иная позиция, совершенно два разных подхода к делу, детям надо расти, детям надо давать те питательные вещества, из которых организм, а, будет строить тело, то есть аминокислоты, из которых организм синтезирует нужные нам белки, запомните, и не говорите глупости никогда, нам не нужны белки, нам нужны их составляющие, аминокислоты, и уже организм сам печатает, сколько надо белков синтезирует, в тот момент, когда это ему надо, и столько, и каких белков, каких ему надо, и только организм это знает по умолчанию, Мы никогда этого до конца не поймём. Так вот, но основа — это аминокислоты. Они всегда есть в живых растениях в полном любом объёме. Так вот, но человек растёт в ширину, как правило, с определённого возраста. Почему? Потому что он вот таким образом питается, как вы видели выше. Жир — это, конечно, консервант энергии, и организм запасает жир, если он не может эту энергию, которую он с пищей получает, чрезмерную энергию, которую ему выше крыши, ему не нужно столько, чтобы физически работать, например, 5-6 тысяч килокалл, а бывает, люди едят и больше. И вот это всё переходит, конечно, в жир ещё по этой причине. Плюс недостаточно воды в организме, и это тоже, значит, как источник воды, организм запасает жир. И другие есть причины на то. Холестерин, запомните, он не так страшен, как говорится. Сейчас уже, правда, про это начали говорить. Холестерин ведь нужен для придания клеточной мембране жёсткости. Он нужен для производства гормонов. Из холестерина вырабатывается витамин D, из холестерина образуется желчь. Именно холестерин содержится в тканях животных, это животный жир. В растениях его нет, это правда. Но организм человека сам синтезирует холестерин из белков, из жиров, любых съеденных, и углеводов, если ему, организму, это нужно. Можно питаться только растительной пищей, но не сильно, например, калорийной, высокоуглеводистой, и повысить себе уровень холестерина выше предельного. Даже так можно. Так что никогда больше не повторяйте глупости, что да, холестерин нужен, но не значит, что его надо есть. Потому что корова ест холестерин? Нет, в траве его нет. У неё много холестерина? Да, достаточно. У обезьяны тоже? Тоже. Короче говоря, он синтезируется, вы поняли, из белков, жиров и углеводов. Теперь. Значит, так что, ещё раз, такого дефицита холестерина быть практически не может. Тем не менее, переизбытки холестерина сам организм уже не может расщепить. Вот это проблема. Он может вывести холестерин только через печень. Но, если печень здоровая, вы поняли, откуда ожирение в том числе? Поставление в организм, поставка огромное количество ненужной энергии, лишней в виде большого количества сладостей, там, я не знаю, макарон, там риса, то есть вот этих вот полисахаридов, которых в избытке и организм их просто перерабатывает жир. А потом печень сама становится жирной, она уже не может вот в этом процессе липидном участвовать, скажем, и с ошибками работает. И поэтому человек не может сбрасить вес, даже говорит, я мало ем. Этого недостаточно. Но об этом потом. Так вот, с желчью, да, холестерин поступает тогда в кишечник, ну, всегда, соответственно, и поглощается клетчаткой. Если, скажем, человек в рационе имеет достаточное количество в пище клетчатки, что это? Любые расти, это не отруби, про которые нам все врачи говорят. Это любые, это все не нужно. Нам нужно вот капуста, морковка, все что угодно, зелень любая. Ешьте, только долго жевать надо. Все это есть растительная клетчатка, которую, конечно, выведет, но люди современные этого не едят. Практически, к сожалению, раньше не ели, по крайней мере, вспомните, с которой вот как раз с этой клетчаткой должен выводиться излишек холестерина. А если клетчатки в пище мало, то до 90% холестерина и жирных кислот реабсорбируются из кишечника обратно в печень. И это может привести к заболеванию, в том числе, к чему? К жировому гипотозу. Есть такой болезнь, многие, может быть, знают из вас. Вот эта причина, поняли теперь? Так, это очень хорошо. Значит, я... Вообще, очень интересно, есть факты о печени. Ну, например, что печень вообще потребляет в 10 раз больше кислорода, чем любая мышца той же массы. Представляете? А почему? А потому что там очень много митохондрий. Это такие органеллы, в которых огромное количество находится АТФ, энергетических станций. Митохондрии – это как бы энергетические станции, подстанции электрические нашего организма. А их там очень много, потому что это, как уже я говорил, лаборатория, которая выполняет более 500 важнейших функций химических. Это химический реактор, конечно, и так далее. Ну, будет интересно, вы прочтёте в методичке подробнее про интересные факты о печени. Теперь давайте перейдём к болезням печени непосредственно. Но вот вам такая схема. Посмотрите, здесь всевозможные виды цирроза представлены. Ну, собственно говоря, конечно, обо всех мы не сможем в силу времени рассказать, но имейте ещё в виду такой маленький момент. Интересно, вот об этом я пару слов буквально. Что в печёночной дольке имеются так называемые купферовские клетки. По природе свои вот эти клетки, они вообще относятся к макрофагам. Их основная функция – это захват, нейтрализация старых клеток именно крови. Это тоже очень важно. Я ещё раз говорю, более 500 функций и задач, конечно, всё объяснить. Это просто невозможно. Теперь далее. Посмотрите внимательно вот на эту схему. Вот вы видите классический цирроз. Непосредственно вот фото, справа картинка. Снизу, слева человек, который вот смотрит телевизор, пьёт пиво, и, конечно же, там идёт что-нибудь идиотское. Ну, к чему нас приучили, как баранов, которых, так сказать, только нас поймали на так называемый беструктурный метод управления подсознания. Ну, а справа то, что вот такие вот прекрасные ноги, процесс – это отёчные циррозные ноги, ну, конечно, в запущенной стадии, плюс с полным букетом венозных заболеваний. Так, теперь. Итак, ещё раз. Вы неадекватным питанием? Вот все люди, те, кто питается неадекватно, кто ест много мяса, кто ест много всякого жареного, уксус, не дай бог, разрушает печень почки. Кроме яблочного уксуса, и то в небольших количествах, да, любой другой. И прочее, химии, и так далее, и так далее. Вы просто засоряете, убиваете печень. Пропускная способность печени резко падает. Значит, фильтрационная способность, да, снижается. Организм травится неочищенными продуктами распада тканей, в первую очередь белков, ядами из кишечника, как я уже говорил, которые поставляются. Естественно, потому что всё, что мы в себя поставляем, мы поставляем через пищеварительную систему, а это не просто так воротная печень, прям непосредственно, и не просто так кровь непосредственно из кишечника вообще поступает сразу в печень. Это такая система воротных вен есть только у печени, почек, вот. Ну и там ещё гипофиз, но это уже отдельная совсем тема, это мы, конечно, не будем рассматривать сейчас. Но когда-нибудь, а я со временем разберу всю биологию, все темы, чтобы вы были, ну, как учёные, как лучше любого учёного, врача разбирались в организме. Теперь, теперь внимание, да, в этом связи, что я рассказывал, возрастает дополнительная нагрузка на почки. Вот это очень важно сказать. Значит, лопаются микрососуды, капилляры, появляются кровотечения, вот эти сосудистые звёздочки, о которых я говорил, кровотечение в прямой кишке. Ведь это двойная, тройная, пятерная нагрузка идёт на, особенно у толстых людей, им при беременности. Поэтому до беременности, если уж вы ещё планируете ребёнка, но ещё, конечно, нет, обязательно, обязательно вылечите печень, восстановите её функции, тогда вам, ну, почти ничего не будет грозить. Так вот, конечно, при обслабленном сердце дополнительные нагрузки сумасшедшие. Ведь сердце будет при любой задержке кровоснабжения, что оно будет делать? Оно будет работать с большей нагрузкой. И это опасно, очень опасно. А если человек ещё курит, не дай бог, пьёт, господи, ну, об этом я вообще не говорю, потому что, я надеюсь, вы все понимаете, что это вообще нормальный человек делать не должен. А если ещё кто-то делает, моментально просто бросайте. Если вам жизнь дорога, потом-то будет ясно, и бросите, но поздно может быть, а лучше сейчас это сделать. Вон, лежат люди в больницах с отрубленными, отрезанными ногами, руками, ногами уже, когда идёт гангрена, после оболитерического эндортерии. Понимаете? Это и врачи просто уже многие, ну, просто вот сколько я общался, сколько видел, это сотни тысяч людей. Вина тому, конечно, табак, но не только. Хорошо. Проблему не надо искать там, где её нет. Не в сосудах она. Поэтому, когда вот речь о тромбофлебиите, да, варикозе, это всё, вы помнили, это печень. Всё. Значит, теперь труднее с фиброзной тканью. Конечно, потому что, чтобы её растворить, нужны особые активные вещества, а печень ослаблена. Но это главная задача – растворить фиброзную ткань, регенерировать клетки печени. Всё это, в принципе, возможно. Даже когда есть цирроз. Даже если у кого есть цирроз, это возможно. Но вначале нужно, запомните, обследоваться, пойти на паразитов, простейших, на вирусы. Потому что это тоже могут быть важные причины, приведшие к болезням печени. И вот об этом, давайте так, это вы, ну, скажем так, позже я вам расскажу, какие нужно обследования пройти. Поэтому давайте я это обязательно расскажу и, конечно же, не забуду. Так, обратите внимание, здесь гепатит А как, ну, самый из гепатитов простой, можно сказать, давайте вот пару, вы видите здесь, скажем, средства личной гигиены. Конечно, и это очень важно. Почему? А потому что гепатит А – это, конечно же, чисто инфекционное заболевание печени, которое, конечно, вызвано вирусом. Эта инфекция может развиваться, конечно, у любого человека. Ну и как передаются они? Они передаются при заражении, за нарушение правил гигиены. Это так называемый болезнь Боткина или бытовой гепатит. Так вот, если человек болел когда-то, запомните, гепатит МА, то всегда такой человек будет заразен, впоследствии, даже если он вылечился, в латентной форме все равно вирус будет. И если его кровь попадет в организм другого человека, то этот человек заразится, ну, у него уже будет гепатит В и С, да? Вот очень важную вещь я вам сказал. Поэтому правила гигиены. Пришли в дом, ребенок, ручку дверную тронул, все, руки мыть, никакие учебники не брать. Взял учебник, что в доме лежит, или тетрадку, и он может заразиться. Поэтому, что сложно пойти руки сразу, привычка, если будет. Есть же дурные привычки, они легко даются? Очень легко. А почему же некоторые, это просто, вот разумные люди, такого не могут сказать. Как это сложно, это надо. Но вы-то глупости порой делаете, и вам не кажется, что они сложные. Потому что вы привыкли, и к этим привыкнете. Помыли руки до туалета. Сходили в туалет, помыли после туалета. Дезинфицируйте ручки дверные, прочее. Обувь никуда с коврика не посылайте, так сказать, дальше в дом, чтобы ни дети ходили, никто. Домашнее животное, дезинфекция, прочее. Короче говоря, здесь внимание. Вот то, что я говорил про, была лекция у меня по паразитам, вот она в блоге у меня есть. Каждый, например, от 13 мая мы вот с организаторами «Красота и здоровье» вот этой конференции, мы как раз это проводили. Обязательно посмотрите, потому что там про гигиену более подробно вы просто поймете, тут ведь она единый подход к гигиене. Поэтому сейчас больше об этом не буду. Очень много сегодня надо успеть другого важного сказать. Так вот, какие симптомы? Ну, симптомы, это, конечно, можно ожидать появления лихорадки. И это может сопровождаться, ну, скажем, тошнотой работы, тяжестью области живота в правом подреберье. Это, конечно, слабость. Через несколько дней темнеет моча. Вот это вот уже более серьезный показатель. Желтеют склеры. Кожа, ну, обесцвечивается, может обесцветиться. Ну, как бы желтуха вот начинается. После уже появляется, ну, состояние, ну, скажем, вот общего серьезного недомогания, и вот эти признаки вам комплексно покажут. Так вот, медики что говорят? Чтобы правильно поставить диагноз гепатита, нужно что выяснить? Ну, эпидемиологически сделать анамнез. То есть человек в течение последнего месяца надо выяснить, чем он питался. Это медик должен опрашивать. Имейте в виду, вот это вот, как грамотный медик, что он должен делать? Он должен спросить, чем, подробно выяснить, чем вы питались в течение месяца? Какую воду вы пили? С кем контактировали? С больными? Нет. Как правило, гигиену соблюдали. Затем врач внимательно должен при дневном свете, дневном, да, осмотреть вас, чтобы понять признаки интоксикации, это общее состояние, там, смачу, депрессии, какой расстройств, наличие лихорадки, вот прочее, желтизну кожи, почему очень важно при ярком дневном свете это сделать. Либо при специальных лампах. Так вот, врач должен оценить состояние разных органов систем, ну, конечно, по общей принятой в медицине методике. При пальпации, ощупывании живота, да, непосредственно может обнаружиться увеличение печени, что дополнительно будет говорить об этом. А, конечно, цвет мочи и кала – это основополагающие признаки. Ну, затем результаты анализов – это общий анализ крови, биохимический анализ крови, анализ на маркеры вирусных гепатитов разных АБЦДЕ, кауглограмма, анализ общей мочи – это все нужно сделать. При обнаружении антител гепатиту А на фоне выраженных, соответственно, изменений печеночных проб диагноз уже не вызовет никакого сомнения. Это вы должны иметь в виду. Ну, перейдем дальше. Значит, соответственно, гепатит В рассмотрим немного. Так, вирусный гепатит В. Вирусный гепатит В – это инфекционное, конечно, тоже заболевание, которое тоже вызывается вирусом, специфическим, своим. Инфекция, конечно, обуславлена и, понятно, вирусом, и распространена, а вообще она везде, повсеместно распространена, и каждый может повернуться заражению. Этот вирус передается в основном через кровь. Значит, хронический вирусный гепатит – это очень опасное, конечно, заболевание, которое может, ну, привести к тяжелым последствиям вплоть до гибели человека. Поэтому важно, очень важно своевременно распознать и начать лечить гепатит В. Он очень устойчив к внешней среде, обладает высоким, ну, скажем, защитными возможностями. И при сохранении иммуном ответе у переболевшего гепатитом В человека формируются стойки по жизни на иммунитет. Значит, ну, а вообще-то, вот во внешней среде, если вы перенесли куда-то, каким-то предметом, гепатит В может сохраняться, ну, примерно, неделя-полторы. Даже в засохшем виде, в виде пятна крови, там, на лезвие бритвы, на, я не знаю, там, на обоих, на штанах, на иголки, пожалуйста, больше недели. Поэтому имейте в виду. Это тоже очень важный момент для соблюдения правил гигиены, понимания. Так вот, механизм развития заболевания. Ну, в общем, значит, заболевание может произойти от больного острым или хроническим гепатитом. Это понятно. При попадании инфицированной крови в организм здорового человека. Кровь, часто это бывает на переливаниях, там, у стоматолога, возможно, передача половым путем, естественно, от матери к ребенку, при родах, при родах. Вот через плаценту этот вирус не проходит, он достаточно крупный, имейте это в виду. А через кровь, да. Так вот, через повреждение кожи, слизистых любых. И с током крови он попадает в печень. Ну, попадая в печень, в клетки гепатоциты, там он начинает размножаться, замещает свою ДНК, то есть он переносит информацию в ядро клетки, и наша клетка продуцирует, синтезирует вирусы уже, понимаете. И они когда-то выходят и заселяются в новые клетки. Если это идет лавинообразным процессом, при ослаблении иммунитета, да, то это и есть те проявления внешние и признаки, лабораторно определяемые, о которых я говорил. Вот. А вот оболочечные белки уже синтезируются, которые оборачивают свою ДНК, вирус, это в цитоплазме. Помните, вирусы, это вообще не живые вещи. Это, скажем, это я бы сказал вообще космические существа. Они, это доядерные, прокариоты так называемые, у них нет своего ядра. И они не сами не размножаются, размножают наши клетки, их, когда они туда внедряются. Это серьезное дело. Так вот. Хорошо. Медицина как лечит? Ну, в качестве поддерживающей терапии при гепатите В она использует там гепатопротекторы и, конечно, иммуномодуляторы. Там, например, такие, как зодоксин, ну и другие. Для лечения вообще хронического гепатита используются различные противовирусные препараты еще, всякие интерфероны, альфа-интерфероны, там, аналоги, да, например, например, ну, ламивудин или адеферивид, господи, адефавир, господи, естественно. Но это препараты, имейте в виду, они всегда являются, они не, это побочные действия всегда будут. Как я рассказывал, когда я говорил про почки, там, неважно, про паразитов, чем лечат, всегда есть химические вещества, тем или что туда добавляют точно, мы сейчас не можем сказать, они являются, безусловно, вредными, в том числе. Но ведь активные вещества на самом деле именно активные, они являются растительного происхождения, я вам об этом расскажу. Конечно, есть такая диета номер пять, ее будут сразу рекомендовать, будут рекомендовать убрать соленые, острожаренные консервы, это все правильно, только вопрос, а почему это не убрать, когда человек еще пока жив-здоров, чтобы он дольше прожил, чтобы он не имел эти проблемы, ну, в том числе, ведь врачи ведь правильно убирают вредные воздействия, когда уже что-то произошло, но ведь они же, значит, вредные, коль врачи убирают, а почему позже, а почему здоровый человек должен это есть и может? Это же, понимаете, это такой же идиотизм, когда алкоголь, ребенку нельзя, а что, взрослому можно ядами травиться? Понимаете, в какой шизофрении мы живем? Это же действительно так. Хорошо, теперь давайте, вот я вам открою такую схему, это как бы алгоритм, но я вам теперь перейду к гепатиту С. Итак, запомните, что он передается через кровь. Передаются через кровь, вызывают, возникают характерные симптомы желтухи, тошнота, боль в мышцах, потери аппетита, боль в животе, бывает сильная. Это заболевание приводит, конечно, к циррозу. Большое количество этих самых фиброзных тканей, рубцов, и, конечно, следующая стадия после цирроза – это рак. Поэтому это очень опасный, убить его вообще, вирус, убить его, ну, скажем, убрать полностью нельзя, можно только регенерировать клетки печени и придавить процесс развития вируса. Регенерировать клетки печени необходимо, и чем быстрее, тем лучше в этом случае. Никаких, если есть такая болезнь у человека, никаких консервантов, красителей, химии, в том числе химии внешней, в виде мази, шампуня, гелий, мыла, не должно быть, в виде химических каких обоев, в идеале окон ПВХ, понимаете, это проблема. Ну, я мог бы не говорить это, но вот японцы, понимая, что окна ПВХ, при попадании солнца, ультрафиолета, при нагревании от батарей, они выделяют в том числе, не только фенол, они выделяют уже очень опасные соединения, как же, господи, диоксины, понимаете, а это канцерогены, мутагены, которые приводят к раку, ну, это очень серьезно, ну, а если гепатит С, печень, то ведь она и так имеет проблему, имейте это в виду. Так вот, можно заразиться через капельницы, через переливание крови, через алмазные буры стоматолога, поэтому многие стоматологи, зная со своими, приходят к другим стоматологам. Так вот, он очень стойкий вирус, и поэтому вирусы, кстати, мутируют, поймите, они мутируют сотни раз в сутки, сотни, и вакцины, это глупости полные, нету никаких лекарств, и прививок не может быть против вирусов, это глупости полные, это вредительство, которое пущено в широчайшее применение, для совсем других целей, сокращения численности народонаселения, для того, чтобы дети были бесплодными, потому что в составе многих прививок есть ртуть, формальдегид, силикат алюминия, которые приводят к болезни Альцгеймера, накапливаясь в головном мозге, в жирных полиненасыщенных, с полиненасыщенными жирными кислотами, а их там больше всего, вот это реальная биология, реальные проблемы, имейте это в виду. Так вот, значит, многие лечат годами, тратят деньги, десятки, порой тысяч долларов, это очень дорогие лечения по гепатитации, это все глупости, можно вылечить просто за копейки, по сравнению с этим-то. И вылечить можно, и не слушайте тех врачей, которые говорят, что это не лечится. Конечно, если жрать котлеты паровые, извините меня за грубость, то, конечно, не вылечите. Так, и естественно, вот это вот надо иметь в виду, да, но тут вот просто любой алкоголь, любые, это просто смерть и льно, если гепатит С, это просто, понимаете, этого вообще в жизни не должно быть, но тут я это акцентирую особенно. Итак, значит, не буду говорить про гепатит ДЕ, это модификация известных типов, значит, медики что делают? Ну, конечно, к врачу надо идти сразу. Впервые признаки обнаружены, сразу идите. Лечение будут, конечно, назначать, но вы будете уже знать, если у вас будет методичка, потому что есть, пойти можно двумя путями. Вот этим медицинским, правда, с корректировками определенными, чтобы поддержать печень, тут уже надо знать, какие корректировщики есть печени, в виде трав там и так далее, препаратов других, или все-таки пойти природным путем, которые проверены просто тысячелетиями. Значит, врач должен быть, конечно, гипотолог, надо к профессионалу идти, в любом случае. Безусловно, есть основы, которые похожи на лечение при гепатите Б вышеописанном, исследования похожи, я не буду сейчас это говорить, подробно, шаг за шагом я описываю в методичке. Дальше. Нужно ли готовиться вообще вопрос, да, вот если вот к лечению гепатита С, ну, конечно, потому что тут уже очень серьезное дело, и, естественно, нужно исследование производить, в том числе на сыворотничное железо, например, там через две недели, вот терапии, подготовки, ну, проводится повторный общий анализ крови, биохимический анализ, надо контролировать наличие, например, вирусов и РНК в сыворотке крови, это все идет под счет, это все изучают, что можно при данном типе состояния человека, при его возрасте, там, весе, прочих показателей применять, но я даю методики, которые можно применять, начиная с малого возраста, об этом позже. Значит, теперь стоимость лечения в медицине, ну, обычно, я проводил эти, скажем так, исследования, ну, тут несложно, длительность, во-первых, всегда год, ну, это понятно, и от 6 до 30 тысяч долларов в год обходится обычно это лечение. И то, и то, всегда эта проблема может вернуться, а может сказаться на других проблемах, например, с почками. Так, хорошо, теперь далее, вот, посмотрите сюда, ну, здесь, во-первых, показан там жировой гепатоз, ну, уже вот правый нижний кадр, это раковая уже опухоль, помимо жирового гепатоза и прочих проблем с печенью, здесь показана вот эта вот девушка, которая, так сказать, именно ест то, что обязательно приведет к проблемам с печенью, безусловно. Я вам скажу вот еще что. Значит, конечно, гепатит разрушает печень страшным образом, он нарушает все работы и функции печени, значит, безусловно, и синтез, и переработку, и накопление питательных веществ, значит, разрушается весь организм. Что нужна? Нужна, безусловно, регенерация печени, восстановление ее, если есть вирусы, значит, антивирусная программа, безусловно, работа с желчным пузырем, потому что это все идет в паре, с желчегонными средствами, если нет камней от 6 до 12 миллиметров, потому что они могут пойти, но об этом в желчном пузыре будем после паузы нашей небольшой, значит, я буду рассказывать. Так вот, если нет паразитов, прости, если есть паразиты, а на них надо в первую очередь исследоваться, то нужно уничтожить, если они в печени, либо их выгнать, если это возможно, из организма паразитов. Так, это надо, поэтому первое, это обследование на паразиты, на вирусы, биохимический анализ, иммуноферментный анализ крови, все, что я выше перечислял. Второе, это, соответственно, подбор методики лечения, это как бы план общей действий. И третье, это питание печени, восстановление функций печени, клеток печени. А для этого нужно изменить питание. Для этого нужно пить достаточное количество воды, 25-30 грамм на килограмм веса в день, активной, качественной воды. Кто не смотрел, посмотрите мою прошлую лекцию по воде, она есть в блоге у меня, найдете потом. Значит, как нужно пить, что нужно пить и так далее. Далее, значит, первым делом, если имеются, вот уже вирусные инфекции, необходимо восстановить, конечно, иммунитет и принять это не быстро, но антивирусную, серьезную программу. То есть, исследовать, изучить это и воспользоваться. Значит, дальше, что еще? Конечно, очень есть сильные средства иммунокорректорного типа, например, маточное пчелиное молочко, очень сильное. Это нужно учитывать, что я рекомендую, действительно, я рекомендую, это очень сильное средство, но как одно из системы, то есть, всего лишь как иммунокорректор. Очень сильный, правда. Значит, никаких животных продуктов, если есть у человека, это ни в коем случае не потреблять, вы просто будете лить воду на мельницу разрушения печени, так сказать, образно. Значит, масла обязательно принимать, например, расторопши, в первую очередь, льняное, чесночное, если нет камней крупных, салаты, например. Не смешивать, например, никакие фрукты с овощами, с орехами, фрукты только отдельно потреблять. Это вообще отдельная пища должна быть. Значит, никакой жареной пищи, в самом крайнем случае, если у вас другие проблемы есть, и вам нельзя быстро, резко очищать организм, то вы хотя бы переходите на такое вегетарианство, но 70-80% в рационе должно быть живой, сырой пищи, а оставшиеся 20-30% вы можете использовать, например, вареную гречку, овощи на пару, но не более того. Старайтесь при этом исключить, либо сильно уменьшить количество соли. Или соль, не солить пищу, а соль отдельно в стакан воды, чуть-чуть, полграмма, каменной соли, либо красной гималайской, растворить и выпить отдельно от еды. Это я просто вам рекомендацию такую даю. Значит, малоострой пищи, почти ее исключить. И разумеется, ни капли антибиотиков, никаких гормонов, никаких ядов, никакого алкоголя табака, естественно. В идеале, я понимаю, это сложнее, но можно, в идеале пища должна быть органической, тогда будет лучше, быстрее выздоровление. Без нитратов, пестицидов, без, самое главное, тяжелых металлов, и уж тем более, конечно, не геномодифицированное. Все это возможно, если человек задаться целью, всегда он может найти поставщика, сам вырастить на своих шестисотках, двадцати, сделать запас тоже свеклы, моркови, но не говорите только мне, что это все сложно. Это все несложно. Если человек сделает, лентяй человек, у кого больная печень, а он лентяй, если сделает, все-таки шаг, если разум его пересилит. Так вот, конечно, интерферон должен вырабатываться в достатке, поэтому вырабатываться, так, поэтому маточное молочко как раз позволяет это. Понимаете, вот я для чего это говорю? Так вот, врачи, конечно, будут назначать искусственный интерферон, а лучше настоящий, чтобы вырабатывать. Вы поймите, если что-то, вы гормон, например, вводите искусственно, то организм как бы говорит, что он не нужен, я выключаю функции, и постепенно, кто долго сидит на гормонах, эти гормоны уже просто перестают вырабатываться. И запустить это сложно, но возможно, но сложно. Так, значит, главное, это очистка организма, и в том числе кишечника, от шлаков, токсинов, ядов, но сначала надо убедиться, что в печени нет вредных, значит, паразитов, и если есть вирусы, ну, тут не так страшно, как если есть паразиты, потому что некоторые, как, например, аписторхи, я уже говорил, они просто поедают клетки печени, человек начинает голодать, и питательных веществ не хватает, и они просто начинают активнее поедать клетки печени, и поэтому это опасно голодать, имея аписторхов, или, например, лямбли, на это надо обязательно обследоваться, до любого-любого вообще голодания, любому человеку, и это будет грамотный подход. Конечно, в методика входят определенные, эти так называемые очистки, это тюбажи, да, но это уже, значит, можно применять и при гепатитах, но есть разные тюбажи, и тут есть целая методика, чтобы не навредить, а наоборот. Так вот, конечно, надо иметь в виду, что есть, например, коллоидное серебро, есть, например, кора муравьиного дерева, есть некоторые горечи сильные, которые очень серьезно могут бороться с вирусами, они могут их убивать, но если, например, в чистый раствор коллоидного серебра попадет любой на планете вирус, он погибнет почти сразу. Но мы же не можем, а побочных эффектов оно не имеет, поэтому есть случаи, когда люди, я об этом уже говорил, имея, ну, уже на все готовые, потому что там сумасшедший рак, сепсис там, и люди огромные дозы потребляли коллоидного серебра, они не только выживали, они шли на поправку, конечно, с соблюдением прочих мероприятий. Очень сильно микроэлемент селен борется, в том числе с гепатитом, вообще с укреплением иммунитета, цинк, такой минерал, их, как правило, не хватает в организме, безусловно, кремний. Кора, например, одуванчик, экстракт одуванчика, листья одуванчика в салат прекраснейшим образом положительно влияют на печень, как вообще любые горечи, но тут нужно, безусловно, понимать. И, естественно, полынь – это вещь тоже опасная, тут нужно делать с головой, подходить. Поэтому и нужно либо изучать очень серьезный вопрос, либо использовать методики, которые говорят знающие люди, ну и, соответственно, в любом случае понимать процессы, которые происходят в организме, да? Про это дальше с вами изучать, какие это процессы. Так, значит, потреблять надо, конечно, жирные кислоты, это льняная каша, это любые масла, но особенно полезные, я уже перечислял, какие, не буду говорить. Но я не говорил про кокосовое, это вообще особая польза, там гигантское количество различных кислот, в том числе полененасыщенных, это к тому же антивирусное, противогрибковое средство, уникальное, только лишь бы оно было экологически чистое и правильно приготовленное, без термообработки, иначе не будет эффекта, а то люди покупают в магазинах, не пойми где всякое. А потом говорят, эффекта нет, ну конечно нет, если оно проварено. Вы понимаете, если варится, ну разрушается жизнь, нет уже, все, клетка разрушается. Масла просто они, потом жир может окисляться, там много нюансов, поэтому нужно хорошее, качественное хранить. Вот вы сами вырастили морковку, вы знаете какое качество, вы доверяете соседу, вы доверяете там бабушке из деревни или фермеру био какому-нибудь, берите у него, делайте сами, пожалуйста, это все можно, было бы желание. Так, чем больше таких правильных мер вы будете вводить в свой обиход рацион, тем лучше будет для вас только. Значит, никаких прививок для вирусов не делайте, еще раз, от вирусов. Никаких, все это глупости страшные. Кто не понимает, посмотрите просто червонскую, вот найдите в интернете, потом посмотрите, почему. Значит, так, дальше. Иммунные клетки можно заставить работать как единую команду с помощью природных иммуномодуляторов. Каких? Они все в природе есть. Я просто перечислю пока, без систем, но это, конечно, такие растения, как эхиноцея, это вероника лекарственная, это молочай, да, это ряска, та самая малая на прудах, это расторопша, это номер один, уникальное растение, я о нем сегодня тоже просто сенсационную вещь расскажу в самом конце. Вместе с тем, что я вам обещал в начале про профессора одного, который 120 лет врач прожил, француз, вот используя овес, особый отвар. Так вот дальше, ну, настой, настой. Конечно, это солодка, горькая, это клевер красный, это алоэ, это хороший, качественный мед, потому что он содержит, кстати, фруктозу, а не глюкозу, что очень важно, он усваивается без гормона поджелудочной железы инсулина, понимаете? Но если мед, поэтому мед можно диабетикам, если бы вы были уверены, что этот мед с пасеки, и пчеловод мерзавец, не использовал сахар для подкормки, потому что это глюкоза, сахароза, вот это уже, если будет в меде, да, это будет проблема для диабетиков, но качественный мед, запомните, фруктоза, я вам ценнейшую вещь сейчас говорю, фруктоза, только не химическая, опять-таки же, которая находится в фруктах, там, овощах, она усваивается, в корнеплодах, она усваивается без участия инсулина, поэтому никак не повлияет на сахар в крови, вот это надо иметь в виду. Так, ладно, эти травы, их знать надо действия, как правильно собирать, сушить, хранить, а потом, соответственно, как принимать, на то и есть методики. Про воду я вам уже все сказал, теперь дальше, я сейчас еще скажу, что, ну, давайте так, из-за времени, потом будет интересно, скажу, но просто скажу то сейчас, что, вот и хиноцея, клевер там, да, вот это все подробно, я описываю действия, как принимать, в методичках, поэтому сейчас я говорить не буду, просто мы все, ну, физически невозможно успеть. Так, дальше идем с вами. Про детоксикционные функции печени, дополнительно про барьерные функции и про функции в плане пищеварения, дополнительно подробно, кому будет интересно, это все есть методичка. Теперь, теперь печеночная недостаточность, ну, скажем, вот посмотрите вот на этот кадр, посмотрите внимательно, значит, а я вам пока что расскажу. Так вот, вообще, если этот термин описать, что такое печеночная недостаточность, то это вот такое состояние печени, когда гибнет большое количество клеток, печени, и уже тогда становится просто печень неспособна поддерживать те биохимические процессы, которые должны быть на должном уровне, и она не справляется со своими функциями, а вот следствиями таких дисфункций являются как раз те, сонливость, усталость и все, что я вам говорил выше. Желтуха, механическая желтуха, например, это, ну, скажем, желчный пигмент, билирубин в крови, когда его количество высокое, тогда человек внешне окрашивается в желтой цве. Возникает он тогда, когда просто блокируется движение желчной по желчным канальцам печени, ну, например, следствие, как правило, это происходит вследствие закупорки камнями желчного протока, и вот тогда это, значит, да, это желчный проток, как вы, наверное, знаете, он ведет в 12-перстную кишку, куда желчь и должна выходить, как из самой печени непосредственно, так и из аккумулятора желчи, и это из желчного пузыря, но если он забит, особенно есть такое ампула, так называемая, это где канал переходит в желчный, в 12-перстную кишку, вот если он камнем забивается, а еще это бывает при деформациях структур, их самих долек, например, или протока почечного, да, желчного протока, тогда клетки печени лишаются возможности связывать, вводить из организма пигмент вот этот самый билирубин, и вот вследствие этого пигмент желчи накапливается в крови, и это приводит к окрашиванию как раз кожи, белков глаз, желтый цвет. Такие излишки в крови, вот, да, очень токсичны, они очень вредны для мозга, желтуха поэтому провоцирует, кстати, опухоли мозга, имейте это в виду. И еще может быть некроз головки поджелудочной железы, то есть не только панкреатит, а очень серьезных, вплоть до некроза и смерти человека по причине даже вот этих самых камней, когда они забивают ампулу и встают туда комом, и все. Так вот, об этом ниже, когда после, значит, я буду про желчный пузырь подробно. Печень, конечно, очень оказывает серьезное воздействие, как и было, на сердце, поскольку, поскольку не только сердце вынуждено больше качать, когда печень загрязнена, кровь и давление повышать, но ведь печень обезвреживает, очищает венозную кровь, которая поступает от нее в органы малого таза, и к сердцу в том числе поступает, после очистки печени кровь проходит через печеночную вену в нижнюю полую вену, да, как это происходит, а затем прямо в правое предсердие в желудочек, оттуда уже в легкие, где происходит газообмен и обмен веществ питательных, и вот из легких, богатой кислородной крови она поступает в левое предсердие, сердце, потом в желудочек, и через аорту, далее уже по другим крупным артериям и более маленьким, доставляется во все органы и ткани по уже большому кругу кровообращений, который я сегодня показывал. Так вот, и дальше кровь обратно поступает в печень, питая, соответственно, ее кислородом, питательными веществами, но и принося продукты распада. И вот застой крови в печени препятствует нормальному току крови по венам и яды, токсины, которые уровень повышается в крови, травят, отравляют в том числе сердечную мышцу и, естественно, сердце при быстрых, больших нагрузках, при отравлениях, интоксикации в самих же клетках, ткани, которые тоже должны обновляться, да, и крови, и каждая клетка, в том числе, сердечная мышца, должна обмениваться на новую, выделяться, растворяться, выводиться, но старые клетки и весь клеточный материал, вот если кровь токсична, то страдает очень серьезное сердце в том числе. Так, значит, я вам, давайте так, я не буду сейчас говорить, что такое инфаркт печени, я вам эту информацию подробно, потому что это не такая частая вещь, но тем не менее, и клиника, и диагностика, и лечение, вот это я буду, все даю вам в методичке. Теперь, я хочу акцентировать вам, очень важную вещь, связь печени с почками, да, вот слушайте особенно внимательно, значит, тем более в прошлой лекции, ну, кто ее, конечно, смотрел почки, мочеводелительную систему, мы разбирали, и я там тоже давал с другой стороны взаимосвязь, а теперь со стороны печени. Одно из самых важных, и уж точно, конечно, спасительных для, ну, тех, кто особенно любит мясо, функции печени, является функция уничтожения азотистых остатков, и вот составляющих их, азотистых остатков, аминокислот, да, как кирпичиков белковых молекул, которые попали в печень путем тока крови от всех клеток нашего организма, при разрушении старых клеток, при замене их новыми, этот процесс происходит ежесекундно, на протяжении всей жизни человека. Из этих отходов печень вообще строит новые белки, из старых клеток. Таким образом, вот это внимание, до 95% белков в организме у нас как бы ходит по кругу, то есть, идет рециркуляция белка в организме. И извне всего лишь нужно 5% поступления белков в виде аминокислот, это почти ничего. Поэтому мало человеку действительно нужно в плане белков, а не то, как нам по теории сбалансированного питания глупости эти говорили. Несмотря на то, что, я не знаю, две трети планеты вегетарианцы-веганы, но по крайней мере, сто лет назад, когда эту теорию создавали, 130, да, были. Это просто абсурдно. Как же человек слеп и хочет верить не в то, что есть на самом деле, или даже ученые, а хотят верить в то, во что они хотят верить и на основании своих верований, убеждений. Они строят теории как бы под себя, обманывая и себя, и других. Это идиотизм, но это так. Так вот, в чем была основная ошибка этих ученых, кто писал теорию сбалансированного питания? Они не понимали, не хотели этого предполагать, глядя на реалии жизни, а они просто глядели на что? Как вкусно поесть, привычно, и психология, действительно питание диктует мышление. Это точно. Так вот, часть этих отходов печень переводит в мочевину. Это как раз азот, тот самый лишний, ненужный. И поэтому, конечно, вот это то самое мясо, еще раз говорю, никогда не буду уставать, это не нужно есть. И только вред оно приносит. И потому что идет реакция антигена-антитела с образованием гнойных токсинов, трупного яда, кадаверина, других. И потому что образуются вот эти все, как подагра, например, это следствие накопления урата, натрия, это продукты, это соли как раз азотистые. И так далее, и так далее. И это все, вот эти все продукты распада, гниение, пойдет на пользу не вам, а только патогенной микрофлоре вашего кишечника. Да и она еще поставляет свои продукты распада, которые, конечно, все идут в печень, через кровь, как вы уже поняли. Это вот порочный круг. Итак, эта мочевина поступает и утилизируется почками, выводится с мочой. Но, понимаете, это не все так просто. Что происходит при потреблении мяса, молока? Что такое вот эти самые ураты? И ведь печень расщепляет ядра клеток, ядра клеток, ДНК, РНК, как раз уже до мочевой кислоты, которая тоже адсорбируется почками вторичной фильтрации и выделяется с мочой. А если нагрузка непомерна, если мясо на столе каждый день, да хоть раз в неделю, ведь так оно и есть и что-то и происходит. И вот эти десятки разных факторов складываются, и они плюс медикаменты, плюс дым от машин, плюс все, плюс, плюс, плюс. Не надо всегда говорить за идиотами, повторять глупости. А, все от экологии. Так что легче жить, что ли будет, как страусу голову в песок, но не уйдут ведь другие проблемы от этого. Никогда не повторяйте глупости, а это все от этого. Но не бывает все от этого. Вот ножом, если зарезали вас и вы умерли, то это от ножа. А остальное от этого все, вот так вот, не бывает. Пора бы, конечно, задуматься и убрать тянущиеся ручонки от этого шкварчащего бюштекса. Понимаете? Ну, пора, пора. Так вот, не усердствуйте и с бобовыми. Почему? Потому что там тоже содержится достаточно высокомолекулярный, сложный, состоящий из миллионов, порой, аминокислотных звеньев участки белковых молекул. А они никогда до конца не переварятся. Тут ведь дело именно в этом проблемы, что так устроен наш организм. И в этом суть, и в этом как раз истина того, что какие мы по типу питаний, как бы кто ни умничал, что, ну, не может в процессе пищеварения, если даже у вас прекрасный кислый желудочный сок, если у вас прекрасная желчь выделяется 8,6 pH, то все равно подсчитано. До 40% всех съеденных белков либо гниют, уже переходя от 12-перстной в тонкий кишечник, просто гниют, не всосавшись, не пройдя через поры слизистой тонкого кишечника в кровь. И часть все-таки проходит. Я это объяснял на примере молока, молочных продуктов. Почитайте мои статьи, как этот механизм запускается. И вот если они попали в кровь, запускается реакция антиген. Они являются антигенами, любые белки, любые чужеродные белки, попавшие в организм, в кровь. И вот антитела вырабатываются, и они фагоцитозом поглощаются, уничтожают, поедают эти антигены, образуются просто гной. Клетки отмирают, трупный яд в организме. Вот это самое страшное. И это травит еще все системы, все органы, в том числе печень, почки и так далее. Если вы худеете, не можете набрать мышечную массу на тренировках, это понятно, что печень не в порядке. Печень. Ну, а люди это не понимают, и, конечно, многие худеют на сыроедении. Почему? Там есть две причины. Во-первых, клетки при любом голодании, при переходе на сыроедение, например, это правильно, но там надо понимать, как ты все это делаешь, потому что провокация идет очистки. Клетки многие начинают погибать, полумертвые раньше, которые они кое-как существовали, они быстро начинают организм и худеть. И человек худеет. Но есть второе, когда проходит месяц, два, три, человек правильно питается, а он все равно худеет. Или он начинает качаться, а он худеет. По крайней мере, не набирает мышечную массу, значит, надо корректировать питание, посмотреть, что было достаточное количество аминокислот, значит, у него еще не заработала кишечная микрофлора, и она не синтезирует еще аминокислоты. И значит, конечно, есть проблемы с печенью. И вот тут надо изучать, какая проблема с печенью есть, и в этом разбираться. Так вот, что еще страшного в потреблении мяса? Когда концентрация вот этих недоразобранных печенью, белков, плазмы, крови, например, становится высокой, это приводит к увеличению количества эритроцитов до критических отметок. Параллельно растет содержание гемоглобина в эритроцитах. То есть, концентрация гемоглобина, то есть, железосмеси с белком, в самих эритроцитах, которые переносят гемоглобин. Понятно, концентрация растет. Отчего кожа становится красной, если бы у кого-то это видели, все, вы понимаете, что это значит. Особенно эта кожа красная на лице, груди. Есть такое? Ну, есть было, знаете. В результате высокой концентрации гемоглобина эритроциты увеличиваются в размерах, набухают как бы, и уже не в состоянии пройти в узкие капилляры, чтобы отдать вот этот кислород тканям, понимаете? И через, значит, в результате кровь становится густой, более вязкой, а тем более, если воды не хватает. Тем более, если вы закисляете свой организм, в том числе продуктами питания, которые закисляют, в том числе, конечно, мясом и любыми животными белками. И тогда кровь становится густой, вязкой, движется медленно, нагрузка на сердце растет, на почки, на печени растет, особенно на перифериях, тканях нашего организма, таким образом образуются тромбы. А это что? Инфаркты, инсульты, варикозы, тромбофлебиты. А при чем тут мясо, вы скажете? Прекрасно, прекрасно. Я, конечно, грубо не буду выражаться, постараюсь. Так вот, ведь ежесекунда отмирает примерно 30 миллиардов, ежеминутно, 30 миллиардов клеток. И если печень, вот функционирует, хотя бы не на 10, как я говорил, может, а на 30-40 всего лишь процентов даже, да, ну, допустим, то очень много недостаточно расщепленных белков в мертвых клетках, не переработанных печенью, откладывается в русле крови на стенках сосудов. Это один из способов их утилизировать. Запомните, это механизм, когда слишком много в крови, организм пытается утилизировать. Чтобы снизить угрозу инфаркта, инсульта, организм мудрый, он всегда будет выполнять первично то, чтобы организм не умер в данный момент, понимаете? И это единственное место, да, где можно накопить большое количество белков, не участвующих в обмене веществ. Это где? Это сосудистая система. А именно в артериях, не в венах. Почему? Интересно, да, почему? Так вот, организм это делает для разжижения крови. Чтобы кровь стала более текучей. Помните, если есть такое, не дай бог, первым делом пить теплой воды, можно подсоленной немножко. Если, не дай бог, человек инсульт, первым делом воды теплой, пить, разгустить, то есть сделать более жидкой кровь, понимаете, необходимо, первым делом. Так вот, ладно, как это вообще происходит процесс? Вначале, как бы, вначале, в самом, лишние белки, а если человек есть мясо, у него всегда будет гигантское количество лишних белков, погибших белков, вместе с теми же белками, нашими клетками, антителами, они же тоже белковые структуры имеют. Так вот, всасывается это все в стенки капилляров, в мельчайшие сосуды на периферии. Начинается все с капилляров, конечно же. Там кровоток медленнее, понимаете, почему там начинается? И преобраз... К тому же просветы, им легче забиться, кляп создать. И это преобразуется в коллагеновые волокна, которые на 100% имеют белковое строение. И вот эти коллагеновые волокна, они... Они хранятся в мембранах, которые как бы наполняются коллагеном и могут утолщаться в 10 раз. Вы представляете? То есть мембраны клеток могут в 10 раз. Что это означает? А только то, что все клетки организма или его какой-либо важной части, а они важны и все, не получают должного количества кислорода и питательных веществ. Они голодают. Нарушается их процесс жизнедеятельности. Процесс очищения. Замедляется ток крови. И в том числе в лимфатическая система уже замедляется там кровь. И за 100 идет. А значит, могут грибки вторично поселяться, как в болоте. Так вот, и как следствие, ну, условно, как в болоте я сказал, и как следствие, да, они быстрее, что стареют и погибают клетки, естественно, чем определено природой, программой. Вот вам, пожалуйста, у каждой клетки есть предел жизни. Если мы будем организм свой так насиловать, то мы не живем в столетия, как положено, как запрограммировано геномом, как возможности есть, а просто укоротим ее в разы или в десятки раз. Так вот, а если такому вот этому голоданию подвергаются клетки сердца, ну, поскольку капилляры, микрокапилляры сердечной мышцы могут быть забиты, то сама мышца становится слабее. Работа ухудшается, она слабеет, и когда-то могут мышцы порваться просто под нагрузкой. Понимаете? Это и будет инфаркт. Так вот, включая даже рак, бывает и рак сердца, кстати. Но это уже если в тканях перерождение идет, смотря где, кому как повезет, так сказать, в кавычках. Развиваются болезни всего организма, это болезни всего организма. Итак, это начинается в капиллярах. Но свободного и лишнего белка бывает больше, чем могут принять капилляры, тем более, если человек не перестанет питаться неразумно. Так вот, что дальше происходит? А дальше, после того, как капилляры забиваются, коллаген на себя принимают, тогда вторым этапом страдают мембрамные артерии более крупного порядка. И так по восходящей. Более мелкие, потом более крупные, более крупные. И это может длиться годами. И вот эта внутренняя поверхность стенок артерии становится уже толстой, грубой. Сосуды теряют эластичность, а это значит, что они могут повреждаться. А в артериях давление повышенное, конечно, повышенное, сердце-то качает, кровь именно через артерии, вставляя кислород в клетки, в ткани. Вот там-то и появляются трещины раны, спайки. Вот почему именно там и прикрепляется и коллаген, и как раз атеросклеротические бляшки нарастают на вот этих трещинах и зацепах так называемых, где кальций тоже неорганически может прикрепляться и вокруг себя создавать, как пробка вот эту вот, ловит холестерин. Так вот, это логическая цепочка причинно-следственных связей, про которую я всегда говорю, почему вот нужно изучать, конечно, законы природы обязательно. Что происходит дальше? И это, и что такое атеросклеротические бляшки, да? Ну, вот что это такое, вообще я расскажу на, когда будет конференция по сердечно-сосудистой системе, да? И тут уже подробно по вирукозному расширению, по всем болезням сосудов. Это, конечно, отдельная, очень глобальная тема. Но, значит, пару слов. Значит, камни, вообще камни в печени, вот фиброзная ткань, камни в печени могут быть причиной, как раз, являться и перерождением клеток, в том числе, то есть, они ведь не только препятствуют обмену веществ, кровеносному обмену, да? Но они могут являться, вообще сами камни могут образовываться, и в том числе, потому что могут коагулироваться вокруг отмерзших паразитов, потому что фиброзной тканью замещается, значит, а там есть неорганические минералы, которые вокруг себя, как вот крупинку в раковину моллюска, да, жемчужницу помещают, а дальше нарастают минералы вокруг этой, коагулируются вокруг этой песчинки уже и так далее. Но, хорошо, об этом мы поговорим буквально уже в скором времени, осталось немного и пару слов буквально о вирукозном расширении вен, да? Потому что подробно на кровеносной системе разберем на занятии и другом, но скажу. Еще раз, подытожим, что вследствие выше сказанного всего растет кровеносное давление, когда забиваются клетки печени. Во всех органах растет, но кровь со всех органов через воротную вену поступает в печень. пропускная способность, соответственно, вот забитой печени падает, и, соответственно, давление сосудок снизу растет. Клапаны вены не могут сдержать обратный ток крови. В результате вены раздуваются. В основном, конечно, это происходит в нижних конечностях, что и имеют, не потому, что там, говорят, работа такая на ногах, на ногах, это просто дополнительный фактор. Поймите, не может здоровый человек со здоровой печенью, со здоровыми органами иметь усталость после работы, вообще не может, вообще после работы даже не может. Он не может после тяжелых работ на ногах иметь проблему с ногами, отеки и так далее. Не может здоровый человек. Мы привыкли к этому идиотизму, но это не значит, что это нормально. Я вам говорю, не может. Теперь, значит, врачи могут вырезать участки вен, а можно просто устранить причину, очистить печень и напитать печень необходимыми питательными веществами и, конечно, теми, которые будут питать сосуды, чтобы их постепенно растворить, коллаген в сосудах. Понимаете, это не просто растворить атеросклеротические бляшки. Вывести их. Для этого печень должна быть чистая и здоровые почки. Значит, ведь разрушается при этом весь организм, не только там варикоз или что. Страдает вся сердечно-сосудистая, лимфатическая система, да? Организм травится продуктами распада белков. Все ткани, капилляры. Потому что, например, вот есть кадаверин, я уже говорил, трупный яд, да? Есть путрисцин, другой, есть другие. Это все поступает в лимфу, потому что лимфа выполняет роль канализации. Она берет начало из межклеточного пространства и выводит в разные части, слизистые в основном, в разные оболочки, выводит токсины. Но может и не вывести. Соответственно, понятно. Подробно я лимфу разбирал на занятии, где была вода, лимфатическая система почки. Вы потом посмотрите. Про тромбофлебит подробнее в методичке. Теперь буквально несколько слов. Жировой гепатоз, да? Жировой гепатоз. Ну вот, собственно, вы видите здесь, показан предыдущий слайд, я его переключил. Но понятно, что жир, он расщепляется на глицерин, жирные кислоты. При дисфункциях печени жир попадает, ну как бы, в печень, но не расщепляется в полной мере. Вторичное всасывание идет. Значит, и печень сама жиреет, усугубляет общее состояние себя и всего организма. Но я говорил про это. Поэтому печеночная недостаточность, первый этап, второй жировой гепатоз, дальше, соответственно, цирроз, что угодно. Значит, я не буду сейчас подробно об этом говорить. Единственное, что и стадии печеночной недостаточности тоже сейчас нет смысла никакого говорить. Потому что мы с вами, если это будет интересно, хотя вот все будет в методичках, но тем не менее, будет интересно. Я потом расскажу на вопрос, когда вы просто можете записать. Я дам там подробно травяные сборы при гепатозе, желтухи печени и прочее, прочее. Все об этом чуть позже. Дальше. Так, 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 одну секундочку я смотрю, чтобы перейти нам к следующему этапу. Да, я потом, да, все, травы, все, все, все это я разбираю. Так, а теперь давайте коснемся вот этой темы немножко. Еще раз скажу, что это очень большая проблема паразитов, потому что что может жить в печени? Давайте посмотрим буквально вкратце. Из паразитов и так далее. Могут быть, вот вы видите и хинокок перед собой слева, красные пузыри. Если есть и хинокок в печени, это большая проблема. Вывести этого паразита невозможно, это просто финоциста вот эта разбухшая. Ее можно либо хирургическим путем вырезать, что являлось единственным до недавнего времени, либо человек просто умрет, да, или переродится, это враг и так далее. Это можно разрушить биорезонансной методикой, специальными аппаратами, но имейте в виду, что тогда организм сразу в него выбросится в кровь печень, а она, сами представляете, какая ослабленная, огромное количество ядов, токсинов, и тут не обойтись без специальной программы, методик, параллельно идущих с процессом уничтожения этих паразитов, значит, какая? То есть, это сорбенты мощнейшие нужно принимать, нужно очищать кишечник постоянно, нужно, чтобы оттуда еще токсины не шли, да, значит, препараты, которые в крови будут выводить, очень, которые снимают нагрузку с почек, то есть, это целый комплекс мер, значит, я у этих препаратах, то есть, аппаратах, извините, биорезонансных, рассказываю, но это тем, у кого я никогда не рекомендую использовать его, если нет этой проблемы, там, каких-нибудь, тихонокок, ольвеокок, значит, смотрите дальше, если есть акисторхи, то это уже, соответственно, это паразиты, которые заносят человек с потреблением рыбы, копченый, там, плохо проваренный, неважный, особенно в сибирских регионах поражено 70-80% населения, я вам настоятельно рекомендую, чтобы я сейчас не превращалась это в лекцию по паразитам, посмотрите мою лекцию по паразитам, любую, да, и намотайте, как говорится, на ус, значит, там могут быть таксокары, собачья аскорида, так называемые, там могут быть лямбли, но это уже не паразиты, а простейшие, которые можно занести из любой лужи, из любого озера, даже из колодца, если вода выше плюс 10 градусов, не пейте луж, как это делает, например, товарищ телеведущий, там вот этот, Баженов, который, да, там животных ловит, там гладит, целует, но это, понимаете, это гарантированное из лужи заражение, так сказать, если вода не прокипяченная, естественно, а если она кипяченая, ну тут уж дело нечего, оказалось на природе, тут либо кипятите, либо имеете фильтр специальный, через который пить можно, а кипятите, так отстаиваете, осадки сливаете, да, пожалуйста, что делать, если так оказалось, имейте это в виду, потом есть еще паразиты другие, безусловно, я сейчас, так, эти подробные я в методичках даю, то есть там есть, например, значит, из, отракообразных можно заразиться, есть такие, клонархи есть, которые тоже в печени обитают, как от исторхи примерно, только через ракообразных можно заразиться. Так, теперь, дорогие друзья, внимание особое, да, сейчас уже по времени подошел этап, когда мы перейдем к следующей, очень важной, второму нашему части занятия, это будет желчный пузырь, желчекаменной болезни, причины и следствия, как образуется желчь, для чего она нужна, что делать из желчного пузыря, нет, и, конечно, разбираем уникальную нашу, значит, болезнь, связанную с поджелудочной железой. И в конце, после этого, мы разберем с вами то, подробнее я вам расскажу о уникальных свойствах овса, что же вот это открыл ученый, который 120 лет прожил. И еще расскажу такую же сенсационную вещь одну, про действие одного уникального растения, без которого не обойтись, если кто хочет вылечить печень серьезно, навсегда, в том числе гепатит С. Подробно расскажу. Поэтому все оставайтесь до конца обязательно. А теперь давайте активизируемся и начинайте воспринимать дальше. Значит, желчный пузырь – это орган, очень быстро реагирующий на пищу, которая попадает к нам из желудка в 12-перстную кишку. Значит, желчь выделяется прямо в 12-перстную кишку, буквально через 5-10 минут после приема пищи. Это происходит за счет нейрогуморальной регуляции. Безусловно, благодаря гормонам и так далее. То есть, это все наши процессы синхронизированы, все запрограммированы, и это происходит так. Теперь, железистые клетки печени непрерывно образуют желчь. А желчь, да, внимание, она образуется в самой печени. Вы поняли, железистые клетки печени. Есть и такие. Желчь образуется до полутора литров в сутки, иногда больше. Это желчь по желчным капиллярам в самой печени. Потом далее по, значит, каналам, да, в более крупные соединяются, и по ходам стекает в печеночные протоки. И оттуда поступает либо в желчный пузырь, если пищеварения в данный момент нет, внимание, в этом случае в желчный пузырь печень накапливается в нем, либо в 12-перстную кишку сразу, если пищеварение происходит прямо через, тогда это происходит прямо через общий желчный проток. Прямо от печени, сразу в 12-перстную кишку, минуя желчный пузырь. Потому что и желчный пузырь имеет клапан впускной, и, соответственно, проток. Так вот, весь процесс открытия вот этого сфинктра, значит, сокращение желчного пузыря, да, он синхронизирует, синхронизирует, и контролируется вот нейрогуморальной системой организма, и он происходит автоматически. Вот. Это, конечно, зависит от работы, и слаженности работы, и проблемы отсутствия, да, всех органов соседних, всех, которые с этим связаны. Как пища поступила в кишечник, срабатывают рецепторы, слизистые оболочки кишечника. Сигналы поступают в центральную нервную систему, оттуда уже, из центральной нервной системы, по блуждающим нервам. Сигналы поступают к сфинктрам желчного пузыря и желчного протока, вызывая их открытие-закрытие, соответственно, открытие в данном случае. Раскрытие сфинктра, да, сопровождается сокращением желчного пузыря, и желчь выдавливается в 12-перстную кишку. Но сфинктр желчного пузыря после опражнения, конечно, закрывается, а сфинктр общего желчного протока остается открытым на то время, пока идет процесс пищеварения, и желчь из печени может свободно, соответственно, спускаться в 12-перстную кишку. Как пищеварение закончилось, человек, вернее, так скажем, правильнее сказать, как человек перестал есть, да, и пищеварение все-таки прекращается вскоре, то сфинктр общего желчного протока закрывается, а сфинктр желчного пузыря, наоборот, открывается, и желчь накапливается, начинает собираться, накапливаться в самом желчном пузыре. Общий желчный проток, конечно, как я уже сказал, имеет сфинктр, который открывается, когда пища поступает от желудка в 12-перстную кишку, и закрывается, когда пища проходит дальше в тонкую кишку. Вот это очень важный момент, который я вам так подробно должен был обязательно рассказать. Значит, вот посмотрите здесь внимательно, я ещё раз вам это покажу на схеме. Вот правая картинка, вы видите, желчный пузырь, ну, в данном случае на нём показано много камней. Вот печень находится, соответственно, чуть выше, и по протоку общему, вот желчь, как я показываю, идёт, и вот это вот та самая ампула, которая впадает в 12-перстную кишку, вот этот общий проток. А он соединяет с общей желчный проток, с панкреатический, видите, здесь поджелудочная железа, вот она. И панкреатический проток сливается вместе. Ну, об этом-то мы поговорим ещё обязательно чуть позже. Вот, пожалуйста, здесь вы можете на схеме всё это хорошенько понаблюдать, увидеть. Теперь, значит, дальше. Конечно, существует рефлекторная связь, как я уже говорил, между позывами. Кстати, очень важный момент, знаете, как вот я вам скажу, вот есть позывы бывают к рвоте, да, которые начинаются и такими болями специфическими в высочной области, потом чувством тошноты, горечи, ну, каждый это когда-то испытывал. И после рвоты снимается, ну, скажем так, вот дело в том, что это как раз тогда, когда много застойной желчи, и вот этот сфинктер ОДИ, он просто открывается, и желчь сбрасывается, поэтому наступает облегчение, когда желчь сбрасывается. Ну, куда она сбрасывается, вы понимаете, да? Уже через 12 клапан открывается желудок, и это и происходит у людей, ну, понятно, какой процесс. Так вот, у кого такое бывает, да, задумайтесь, почему застой происходит в желчи. Не должно такого быть. Так, дисфункции желчного пузыря приводят, и они, конечно, связаны непосредственно с появлением боли в области суставов. Это, имейте в виду, это тоже проблема дисфункции желчного пузыря и протоков. Так вот, в области суставов, да, боли могут быть в области нижних конечностей. И, соответственно, хруст в коленных суставах – это начальная дисфункция желчного пузыря. Да, да, имейте это в виду. Многие нарушения в работе желудочного, вернее, скажем так, многие нарушения в работе желчного пузыря, связаны, конечно, со стрессами. Идёт, конечно, воздействие уже на гормональном уровне, поэтому стрессы действительно опасны в данном случае, в данном смысле, конечно. Это усугубляющий, очень серьёзный факт. Так вот, пару слов дискинезии желчеводящих путей. Значит, это заболевание, да, оно связано с нарушением моторики самого желчного пузыря и желчных протоков, ну и как следствие, конечно, неправильным поступлением желчи в 12-перстную кишку для процесса пищеварения. Это на самом деле функциональное расстройство двигательной, сократительной функции желчного пузыря и, конечно, вне печёночных протоков. Так вот, в буквальном переводе это означает нарушение движения. Это так и есть. Поэтому в данном случае речь идёт о нарушении согласованных сокращений желудочного пузыря и сфинкера, а то, о чём я объяснял, почему я так это важно было объяснить выше, да? Так вот, которые, эти сокращения позволяют желчи выходить из желчного пузыря в 12-перстную кишку. А желчь нужна в 12-перстной кишке для чего? Ведь там есть, она активизирует ферменты, во-первых, поджелудочной железы, о которых я расскажу чуть ниже. Желчь – это липидный обмен, это переваривание жиров в пище, ну, не только, но, тем не менее, основная функция. И другие, другие функции, мы об этом поговорим. Конечно, со стрессами, ещё раз скажу, очень сильно связано нарушение работы и выделение желчи. Это, в общем-то, главная причина, ну, одна из главных. Это происходит при длительных вот этих спазмах сфинктера ОДИ, которые регулируют отток желчи. Это частично связано с длительными вот этими депрессиями, страхами, злобой, переживаниями. Вот обязательно с этим тоже связано. Это приводит к нарушению всего работы организма иммунитета, как вы уже поняли. Другая причина, конечно, это потребление острой солёной пищи, жареной – это в первом случае, копчёной – конечно, потребление алкоголя. И ядов, которые поступают с пищей. Конечно, яды, в том числе лекарственные и прочие, о которых я уже говорил. И особо здесь хочу подчеркнуть потребление мяса и так называемых молочных продуктов. Это просто вот почти, что можно сказать, что номер один из питательных отравлений, пищевых так называемых, и влияние на работу и образование камней желчных пузырей. Конечно. Это вообще варёная пища. Вот у сыроедов, у сыроедов нету, если не было раньше, не образуются. Если, конечно, я уж не знаю, какие ошибки надо допускать, я всё исключить не могу, конечно. Но не бывает, как правило. Как правило, вот если сравнить пропорцию, произвести в тысячекратно меньше, чем у людей, которые варят и жарят пищу. И это естественно. Так вот, дальше. Дискинезия вот этих желчеводящих путей имеет, ну, такие симптомы. Это, например, тупые, ноющие или острые приступы. Как правило, приступообразные боли в животе и правом подреберье. Они отдают в правое плечо и правую лопатку. И, ну, бывает часто около пупка. Конечно, горечь во рту. Это тошнота, рвота. Ну, это, в общем-то, понятно. Так вот, общая логика лечебная здесь должна быть такова. Общая. Первое. Это очищение печени, конечно, кишечника тоже. И желчеводящие пути от шлаков токсинов. Тюбажи, которые нужно делать грамотно, системно, комплексно. Необходима подготовка к этим процессам. Необходимо нормализовать выработку и поступление желча в 12-перстную кишку. Нормализация работы тем самым, в том числе, нерву, ровно-гуморальной регуляции, когда организм очищается в общем, и в том числе, соответственно, накопление желчи. А ведь желчь в желчном пузыре, она немножко другая, чем желчь, которая синтезируется самой печенью. Но об этом я обязательно скажу чуть позже. Это важно. Так вот, потом надо устранить, что? Воспалительные процессы, если они есть, которые вызваны, могут быть вирусами, могут быть вызваны накоплением в мешочками гноя. То есть, в виде вот из-за того, что человек ел, ест, потребляет вот эти животные белки, варёную жареную пищу, донатурированную пищу. Реакция антигена антитела, вы помните, образуется гной, он накапливается, он не может весь вывестись, а накапливается он. Это маститы, полипы, это всё, вот всё, всё, и то любые и так далее. Это гной и грибки, уже как паразитирующие там и добавляющие ещё больше гноя, то есть, погибших клеток иммунных нашего организма, которые убили, например, вирусы, например, поели, белковую молекулу съели, утилизировали и так далее. Вы поняли, что это такое теперь? Очень хорошо, что я надеюсь поняли. Устранить воспалительные эти процессы, тем самым и очищать лимфу. А если есть грибки, значит, противогрибковая терапия. Если есть вирусы, обследоваться надо, значит, противовирусное. Улучшать надо состояние нервной системы, стараться не нервничать и так далее. Нужно себя заставить делать больше движений. Активность – это важнейший фактор нормализации работы желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря, и печени, безусловно. Движения. Кстати, например, ну ладно, я там… Есть организмы живые, высшие даже, которые не имеют желчного пузыря, но у них очень большая активная там печень, но про это я не буду говорить, сейчас я боюсь, просто нам не хватит времени, а ведь каждая минута дорога. Нельзя запивать пищу, запомните. Нельзя запивать тем более холодной водой. Будет спазм, и, соответственно, непереваримая пища повышается, дополнительно возрастает нагрузка. Просто удар по поджелудочной железе, которая вырабатывает основные важнейшие ферменты для процесса пищеварения. Это, соответственно, липаза, амилаза и трепсин, которые белки, полипептидные участки белковых молекул, уже доразбирать, должен до аминокислоты. В 12-ти перстной кишке, естественно. Поэтому мед тоже нельзя запивать холодной водой, учтите это. Вода должна быть выше температуры тела в идеале, или хотя бы как она, как температура тела. Запомните, что при недостатке, например, лецитина, один из витаминов группы В, при недостатке щелочных минералов многих, особенно магния, которые, кстати, входят в состав желчи, поэтому, кстати, желчь, она ведь сверхщелочная, она 8,6 pH, нормальной здоровой желчь. Сверхщелочная среда, благодаря тому, что там много минералов, должно быть магния, натрий и так далее, вот этих щелочных минералов. И благодаря аминокислоте таурина, большого количества, холестерин и выпадает в осадок, образуя, в общем, камни, в желчном пузыре. То есть при недостатке лецитина, вот этих минералов, вот происходит как раз то самое образование камней в желчном пузыре. Это вот один из основных факторов, почему образуются камни. Не хватает. Почему? Потому что организм закислен. Потому что люди, которые употребляют мясо, вареную пищу, пьют мало воды, а ее всегда будет мало, чтобы вывести это. У них кислая среда. Кровь организм еще будет контролировать, выделяя, как я уже рассказывал, в кровь запасы из костей, откуда угодно, лишь бы кровь была 7,43 паш крови. А вот уже на остальное может не хватить. И если этих минералов в составе желчи не хватает, если она не такая щелочная, как должна быть в результате, то тогда будут выпадать камни. Особенно потому что не будет холестерин, он просто не будет перерабатываться весь какой нужно. А вы теперь знаете, что холестерин нужен, но только при изменении вот этих обменных процессов в силу невежества человека и неправильного питания и образа жизни, вот это происходит. Теперь, ну, я маленькое письмо человека, такое очень показательное, зачитаю и прокомментирую. Пишет человек, здравствуйте, мне 32 года, попал в больницу с печеночной коликой. УЗИ показало камень 1,9 см, почти 2 см, в желчном пузыре. Через стенки, значит, через сутки пишет человек, пришел я в себя, ушли боли, от операции по удалению желчного пузыря отказался, однако через 2 недели по тупости съел яйцо, яйца и снова приступ. Теперь думаю, соглашаться на операцию или нет, что посоветуете? Все, все-таки боязно жить без органа, но с бомбой внутри тоже страшно. Так вот, про эли пишет человек, очень хорошо, вот вы видите, что врачи, что советуют когда-то? Яйца советуют есть, вот, но яйца есть, белок, белок это чистейший антиген. Ну и дальше идет то, о чем мы говорили, вот это неграмотность, некомпетентность врачей, потому что у них есть предрассудки, они представляют себе пищу, невидовую, несвойственную нам, как естественную, потому что это едят, и потому что они мыслят прямолинейно и примитивно, что там есть набор белков, жиров, витаминов, они не видят биологических процессов в совокупности, они не понимают причинно-следственных связей, они не понимают, что такое видовое питание, как взаимодействуют между собой системы, как во времени меняются они между собой, во времени какие изменения происходят, то есть для этого много чего надо знать. Итак, еще раз, желчный пузырь – это мешочек, это хранилище желчи, но печень, да, вырабатывает много желчи, но безусловно, желчь служит в основном для расщепления жиров, но не только. Значит, желчь делает жиры водорастворимыми, и тогда организм легко усваивает жиры. Желчь, желчный пузырь, он, понимаете, в нем не просто накапливается желчь, она в нем концентрируется, через стенки желчного пузыря влага уходит, вода излишняя, и до 10 раз там концентрация выше, чем желчи той, которая непосредственно вырабатывается печень, и учтите это, и поэтому если у человека нет желчного пузыря, это вопрос серьезный, это не просто хранилище какое-то, и надо просто координировать, контролировать питание, тогда уже, а ведь эта концентрация тогда нужна, когда случайно или по невежеству, когда человек съел много той пищи, которую хоть как-то организм попытается расщепить, растворить, утилизировать, и для этого и нужна такая концентрированная желчь. К тому же, поймите, она же еще дезинфектор. Почему? Первый дезинфекционный барьер в нашем организме это желудок, в нем PH полтора, сверхкислая среда, и многие вирусы, бактерии, грибки должны там погибнуть, но они не погибают. Почему? Знаете? Потому что, как у нас у идиотов, первое, второе компот, ну подумайте сами, что происходит, когда человек запивает компотом? Пища, или водой запивает, она, недообработавшись ферментом, пепсином, желудочным соком, проталкивается в 12-перстную кишку, разбавляется, во-первых, кислота туда пошла, уже попала, понимаете? Уже кислота в 12-перстную кишку, а там среда должна быть щелочная. А второй барьер, второй барьер, сверхщелочная среда, уже не имеет такого, потому что организм не может выбросить из желчного пузыря большое количество концентрированнейшей желчи. И тогда второй барьер, защитный, дезинфекционный, тоже не работает. Поэтому таким людям надо есть действительно правильно, говорить, мало порции, но не постоянно, потому что тогда не будет работать процесс, ну скажем, синтеза нашей микрофлоры. Тут более сложный момент, я его абсолютно подробно буду разбирать, это ведь система пищеварения, когда у меня будет вебинар на тему пищеварительной системы. И как всё это между собой, посмотрите, важно и связано, правда? Конечно же. Так вот, все почти болезни печени начинаются с того, когда желчные протоки в печени начинают забиваться желчными камнями, которые изменяют обмен веществ печени, ведь затрудняется кровообмен в дольках, понимаете, клетках печени, тогда снижается и выработка клетками печени желчи, а это приводит к нарушению соответственно процесса пищеварения. И вот этот идёт замкнутый круг, что называется. Какие же есть функции желчи? Во-первых, это вещество является пищеварительным ферментом в жировом обмене, само по себе. Желчный катализатор всех ферментов поджелудочной железы, то есть она ускоряет реакцию, и она как бы активизирует ферменты поджелудочной железы, те, о которых я говорил, в том числе трепсина, который должен разбирать, доразбирать уже полуразобранные белки, до аминокислот. Желчный концентрат щелочных минералов и наш спаситель, поскольку нейтрализует кислоты из желудка, которые всё равно проходят с пищей полупереваренной. И это, конечно, дезинфектор двенадцатиперстной кишки от гнилостной микрофлоры, если это работает, если концентрация достаточно, если всё в порядке, если хватает щелочных минералов, если человек не закисляет свой организм. Дальше. Желчь, она необходима для всасывания жирных кислот и жирорастворимых витаминов. Каких? Витамин А, Е, В и витамин К. То есть вся группа витаминов В, это всё жирорастворимые витамины. И необходима желчь для этого, для всасывания жирных кислот и тех витаминов, что я перечислил. Это очень важно, правда? Необходима желчь также для усвоения кальция и витамина К, как я уже сказал, при недостатке которого очень активно развивается геморрой, например. И другие болезни, в том числе варикозы и тромбофлебиды. Итак, значение желчи. Желчь вообще, я, конечно, вот сказал, но ещё что должен объяснить, что, ну, в целом, конечно, это такая вязкая, жёлтого цвета, да, такая сильно щелочная жидкость. Она горькая, поэтому человек, когда испытывает изжогу, это значит, когда желчь, из-за нарушения работы в клапане между желудком 12-персты киской, желчь попадает в желудок. Тогда идёт изжога, отрыжка, то есть, вот это вот большая проблема. Так, если жир не усваивается организмом, да, извините уж, конечно, такую подробность, кал на поверхности воды, это вот первый признак, что жир не усваивается. Значит, вспомните пословицу, в которой люди не совсем нормальные говорят, что там не тонет. На самом деле, должно тонуть. Извините, конечно, должно. Это значит, что желчи недостаточно, или она неактивная, или есть проблема с протоком, он пережат, или камни встали. Вот, что это значит. Недостаточно выделяется желчи, печень, сама забита клетки, которые синтезируют, забиты микрокамнями. Так вот, содержит желчь, например, если мало солей в своём составе, то она, или она слишком вязкая, не такая текучая, как должна, то тогда это значит, что организму не хватает воды, пить нужно. Это очень большая проблема. Камни образуются в том числе, быстрее образуются, если воды организму не хватает. А человеку, как правило, не хватает воды, особенно, человек вот как чувствует жар, да он берёт и поест яблоко даже. Я уж не говорю про какую-нибудь варёную пищу. Это неправильно, надо пить. Эта вода это основная пища наша. Это без воды невозможно, все эти биохимические процессы. Она разжижает кровь, она разжижает желчь, понимаете, это очень важно, имейте это в виду. Но вода должна быть какая? Активная, насыщенная органическими минералами, желательно ОВП-200, окислительный, восстановительный потенциал, чтобы она являлась ещё антиоксидантом, а не наоборот окислителем. И так далее, и так далее. Дальше. Если жир не полностью переваривается и усваивается, то часть его остаётся в тонком кишечнике. И попадая в толстый, вот эти остатки, недопереваренные, они бактериями уже разрушаются, кстати, паразитируют, в том числе разные патогенные штаммы бактерий и в тонком, и в толстом, в большей степени в том числе. Многие в жире нерастворённом просто прячутся, и вирусы многие в лимфу, например, транспортируются, попадают именно так. Так вот, это всё выводится, конечно, скалом, да. И всё бы было ничего, если бы, ну скажем, не взаимосвязь этого явления и усвоение кальция, да. Потому что если не переваривается жир до конца, не усваивается кальция, имейте это в виду. Вот это очень важно. Тремя прям я вот хочу пометить, как бы условно-восклицательным знаком. Не переваривается жир в полной мере, не усваивается кальция, оттуда проблемы в том числе. А кальций должен закрепиться, а для этого крем не нужен, поэтому нужно потреблять кремний. Что это такое? Это спорожь, крапива, это папоротник, это, так сказать, если нет возможности такой, есть он в препаратах, например, кораллового клуба, я подчеркну, он должен быть водорастворимый, в ионной форме, в каких? Гидроселл, микрогидрин плюс. Не для рекламы это говорю, прям меня, вы знаете, так раздражает и обижает, когда пишут, такие вот. Ну, я мог бы этого не говорить, но не все имеют возможность. Я сам понимаю и говорю всем, и сейчас вам говорю, лучше из растений, живых, но у кого есть такая возможность, это хорошо. Нет, сделайте для своего организма по-другому хорошо. Итак, если не хватает кальция, организм берет его откуда? Из костей. И что? Особенно если организм закисляется из костей, кровь, как я уже говорил, он должен держать в постоянной константе 7,43, так вот. И вот это вот усугубляется, оттуда остеопорозы, ну и так далее. Значит, если стул имеет коричневатые, такой зеленоватые, бледные оттенки, то это значит, что поступление желча в кишечник затруднено и замедлено. Как правило, это из-за камней, которые препятствуют свободному току желча. Она еще может идти, но очень слабо, заузится просвет просто может быть, может и такое еще быть. Так вот, желчные соли превращают, это тоже важно знать, нейтральные жиры в эмульсию. Разбирая их на мельчайшие как бы капельки. В результате этого их поверхность просто, ну, многократно увеличивается, и как и площадь, собственно, соприкосновения с ферментами. И тогда ферменты могут быть активны и быстрее разобрать. Тогда просто жиры легко перевариваются, легко всасываются. Тогда повышается активность, соответственно, и поджелудочной железы, и кишечной липазы, и пищеварение, идет спокойно и нормально. Далее эти соли, скажем, стекают желчь вниз по кишечнику, реабсорбируются в нижнем отделе тонкой кишки, имейте в виду очень интересный момент, который вы, наверное, нигде не слышали. И заново также возвращаются в печень, а затем уже опять желчный пузырь и в составе желчи концентрируется. То есть видите, как организм экономит, как он, нужные минералы щелочные участвуют в определенных процессах, спускает, всасывает, опять строит. Это круговорот. Это тоже как круговорот белков. У нас очень, на самом деле у нас, конечно, нельзя сказать, что система замкнутая, мы едим, мы выделяем, но теоретически она может быть ближе к замкнутой. То есть вообще у нас есть, по крайней мере, эти процессы, вы поняли, что они есть. Хорошо, и это. Значит, это тоже круговорот, как я уже говорил, поэтому еще раз, 95% белков вторично используются и так далее. Теперь люди, страдающие закупорка желчного протока, ведь нарушается и синтез поступления в крови у них витамина А, например. Кстати, витамин А в чистом виде, в чистом, содержится только, например, в хлореле, такая водоросль, да, то есть он так, бета-каротин, его начал превратить в витамина, а тут в чистом виде. Это очень важно для тех, у кого плохо синтезируются, понимаете? Это очень важно. Поэтому я еще раз говорю, ну вот человек пишет, я прошел методику, а я вижу, что он методику прошел просто половинчатую. Он, например, взял только препараты кораллового клуба, он не видел, он не захотел, например, использовать травы, тюбажи, подготовку к этому процессу, нюансы, он не учел, что у него есть еще, например, вирусы, он не учел, что у него еще есть кое-какие проблемы, а у него, например, витамин аниус, а не усваивается витамина, есть такие-то нарушения, дисфункция такая, вы понимаете, насколько это важно? Поэтому еще раз говорю, которые я даю методике, это огромные наработанные знания, я вам даю в разжеванном виде, которые невозможно так получить, я вам даю так, чтобы вы могли каждый человек их применить и получить результат. Но я вас всегда прошу, вот я уж теперь стараюсь настолько время лишнего трачу для себя, вот бывает пишешь, а люди это не понимают, поэтому приходится так писать сейчас, что прям вот я не знаю, просто разбирать досконально, ну что делать? Значит, хорошо, желчные камни, они состоят из чего вообще? Из холестерина, кальция, поэтому твердые, из пигментов, поэтому они окрашены в разный цвет, да? Других минералов, естественно, слизи, бактерии, паразитов, остатков их, трупиков там, и токсинов, ну и прочих компонентов. Соответственно, желчь, она должна быть текучей. Если соотношение холестерина, да, например, и лецитин, очень важная составляющая часть, и желчных солей, один к трём. Значит, всё, про круговорот я сказал. Лецитин, кстати, очень важен в процессе, вот, если нарушен процесс желчьообразования, если вы лечитесь от желчных камней, хотите их растворить, он очень важен в процессе пищеварения, он будет помогать вашей, поддерживать желчи, и поэтому я рекомендую его применять. Если вы его будете применять в виде ампул, которые в коралловом клубе, да, то вы просто, я советую, не ешьте желатиновую оболочку, просто в салат выдавливаете, и всё содержимое. Это же очень просто. Хорошо. Теперь мы идём как бы дальше. Уже подходим к, ближе уже к поджелудочной железе, их взаимосвязи, но ещё немножко о желчном пузыре. Итак, в случае отсутствия желчного пузыря, ещё раз, желчь тогда из печени постоянно будет стекать 12-перстную кишку прямо непосредственно от печени, да? Постоянно будут раздражаться стенки тонкого кишечника. Имейте это в виду. Не правы те, кто говорит, ничего страшного, если нет. И это, вот так, постоянное раздражение приводит к постоянному обновлению, как ожоги происходят, понимаете? Слизистые, слизистые оболочки многих клеток. А поскольку там, где идёт постоянное обновление в результате раздражения, да, ожогов, то это может привести к раку тонкой кишки. И как бы вот не хотел я скрывать от вас, я всё равно скажу, что 80 людей по статистике, которым удалили желчный пузырь через 5, 10, 20 лет, бывает позже, это часто приводит, 80% людей к раку тонкой кишки. Поэтому, обязательно переходите на адекватное питание, чтобы вам требовалось меньше желчи, во-первых, для того, чтобы переваривать эту пищу. Меньше жирного ешьте, но это само собой. Вы поняли, что холестерин так нужный нам, любой полезный, вредный, он образуется, если организму он нужен в результате расщепления растительной живой пищи прекрасным образом. Значит, теперь удалили, если, далее, камни активнее забивают саму печень. Понимаете? Если вы не изменили ничего практически в своём питании, то уже камни будут образовываться не в желчном пузыре, а в самой печени, более интенсивно. Так вот, если дискинезия, да, в желчном воде, значит, что? Значит, камни при неадекватном питании, значит, поэтому тут, кстати, лецитин, я подчеркну ещё раз, необходим. Его в этом случае, если есть камни, если есть камни в протоках, где угодно, вот стандартных, которые в коралловом клубе, до 8 ампул в день, по, ну, где-то за 2-3 раза в день, 2-3 раза в день, по 2-3, в сутки, в процессе приёма пищи, помните, да, не надо желатин это есть, просто выдавливайте в салат, ну, допустим. Камни в желчном пузыре становятся ещё тому же субстратом, как помните, я рассказывал про ураты, про и другие соли, там, мочевой кислоты, когда в почках, вот, например, разрезают камень, значит, и, а внутри уреоплазма, и вот она питается уратами, она их собирает, притягивает на себя, вот то же самое здесь, значит, камни в желчном пузыре становятся субстратом, приютом для многих видов, вирусов, например, и болезнетодных, прочих, бактерий, при массовом попадании в кровь, соответственно, значит, при проявлении повторных, тем более, возникает, например, хронический, вот, как раз гепатит, и когда поражается, как я уже рассказывал, при размножении вируса, когда наши клетки их синтезируют в огромных количествах, вот это происходит, а этому способствуют камни в печени, самой в том числе, повреждаются сосуды при этом, если есть камни, печеночная ткань, это приводит к нарушению, к тому же еще и кровообращения, то вот протоки имеют еще какие, поэтому боли, когда камни идут адские, затем вот другой, ну, скажем, организм, как бы камни продвигает вперед на выход, он пытается это сделать, при этом возникает как раз та самая сильная боль, потому что они царапают, повреждают стенки, которые изобилуют рецепторами, так вот стенки вот этих протоков желчных, да, теперь, эта боль и является печеночной коликой, вот что такое, это не печень болит, это как раз камни идут, неважно где, по печеночным, микроскопическим, желчным протокам, по крупному общему протоку, вот это и есть, если болит сильно режет, то это идут камни, или они застряли, и могут просто переапезодически колоть при движениях, когда мышечные мышцы, так сказать, при разгибании и сгибании на печи давят, и, соответственно, давят и на камни, которые притиснуты в протоке. Более того, при этом процессе, когда происходит спазм, сам желчный пузырь растягивается, а если он набит камнями, представляете, что происходит, то вот и болезнетворные сокращения спазмы спазмируют и сосуды, и стенки, вот происходит это. Значит, пару слов, ну, значит, холецистит, да, безусловно, там будет табличка по факторам, но это уже по, так скажем, питанию, некоторые нюансы, например, возможные, ну, скажем, патогенные механизмы, там я рассмотрел, например, факторы риска развития хронического холецистита, такая табличка, это будет методичка, а пока я вам скажу так, что если при движении вот этих самых камней, внутренние оболочки желчного пузыря, стенки, желчного пузыря, протоков, раздражаются и поверхность, и повреждаются их поверхности, безусловно, при этом, при колке камня, острые, конечно, то происходит воспаление этих оболочек, что и называется холециститом, вы поняли теперь, что такое холецистит? Это раздражение протоков, стенок желчного пузыря, камнями, такое воспаление может сопровождаться различными инфекционными инвазиями, это часто бывает, в первую очередь, с тофилококками, сейчас, одну секундочку, я попрошу Дмитрия, просто сейчас не совсем понял ваш вопрос, вы его просто поясните подробнее, значит, я сейчас говорю о холецистите, меня, наверное, люди слышат, ну, я надеюсь, все нормально, иначе бы вы мне сказали, и продолжу пока, что, значит, смотрите, еще раз, вот это воспаление, холецистит, это воспаление, оно может сопровождаться совершенно разными инфекционными заболеваниями, но в том числе, и в первую очередь, с тофилококками, а это что такое, коки любые, это бактерии, я сегодня говорил о вирусах, тут бактерии, это не путайте, еще, вот буквально, давайте так, для повторения матьючин, я немножко по-другому вам скажу, еще раз, вот холецистит, известная на слуху у всех вещь, да, это что такое, это когда стенки сосудов, например, или желчных протоков, или стенки желчного пузыря, да, раздражаются, повреждаются, происходит воспаление, очень часто эти воспаления сопровождаются, и даже вызываются именно с тофилококками, патогенной кишечной палочкой, вы помните, что кишечной палочке много видов, в том числе есть полезные для нас, симбиотические, которые, например, кстати, должны, но не у всех это происходит, к сожалению, они должны синтезировать витамин В12 в том числе, не только его, но в том числе, и это происходит у кого-то, но не у всех, но об этом подробно, когда будем про пищеварительную систему. Теперь, напоминаю, более 50 видов кишечной палочки. Итак, лямблии, тоже могут быть причины этих воспалений, некоторыми паразитами это может провоцироваться, даже аскоридами, даже аскоридами, анкилостомами, потому что анкилостомы, я вам рассказывал, у нее кремниевые мощные зубы, она прям прогрызается, когда человек идет, например, по рассе, босыми ногами, это не значит, что нельзя, но это происходит, они могут в кровеносную систему и идут сразу через воротную вену, попадают в печень, они могут жить в печени, через желчные пузыри, через него они могут попасть в поджелудочную железу, вызывая в том числе там проблемы, в том числе вплоть до некрозов, паразитов, имейте в виду сразу, вот все, что я сегодня перечисляю, выпишите потом, проверьтесь, перед началом лечения печени, да, или желчного пузыря, обязательно, это грамотный подход к делу. Значит, анкилостомы, китайская двуузка, так называемая, есть кошачья двуузка, да, это аписторхия, а есть китайская двуузка, вот о чем я говорил, это можно заразиться через ракообразных, раков, крабов, аписторхия очень серьезные вещи, они могут жить в организме до 40 лет, то есть они в организме не размножаются, но жить до 40 лет могут, поэтому имейте в виду, обследуйтесь, сделайте иммуноферментный анализ крови, прям придите в клинику и скажите, я хочу сделать иммуноферментный анализ крови, на аписторхию, кошачью, то есть китайскую двуузку, анкилостому, на скорит, на лямблей, на такие-то, такие-то вирусы, какие вирусы, например, Эпштейн, Бара, Герпес, в том числе патогенные шестого типа, можете потом выписать, да, сейчас, или запомнить, ну, запомните, вы не запомните, но я перечисляю, это уже останется, да, значит, через дру, значит, какие еще, цитомегаловирус, герпес, так сказать, вот я сказал, да, плюс гепатит, С, Б, там, А тоже, вот это надо обследоваться, и тогда будет картина ясна, что делать дальше, то есть как начать, и вот в методиках я своих описываю, как, при том варианте, при том, я все это объясняю, значит, дальше, значит, паразиты и простейшие, они являются часто причинами образования застоя желчи, и образования камней, конечно, из-за нарушения оттока желчи, сгущение идет, дальше песок и камни, высокая концентрация желчи, вот, значит, если через стенки пузыря это происходит, когда она не может выйти, и она сверхвысокая, и она просто идет интоксикация, потому что через стенки желчного пузыря желчи попадает в кровь, не в кишечнику, она должна попасть, 12-перстную кишку, а попадает в кровь, происходит детоксикация, и происходит желтизнак, кожа, склеробелаз, ну, о чем мы говорили, это, значит, бывает, холецистин, какой? хронический, острый, острый, это интенсивные, резко возникающие боли в правом подреберии, характерные, которые отдают правое плечо, правую лопатку, правую ключицу, язык может покрыться серым налетом, это очень характерно, напрягаются мышцы брюшной полости, болезненность в области печени, при гнойных, гангренозных формах происходит интоксикация организма с такими проявлениями, как, например, голодная боль, слухость во рту, анорексия, ликоцитоз происходит, значит, по повышению уровня сахара в крови наблюдается, ну, и так далее. Значит, если из-за камней секреция желчи резко уменьшается, то пища, поступающая от желудка в 12-перстную кишку, где должна в должном количестве смешаться с желчью и панкреатическим соком, который несет ферменты поджелудочной железы, содержащим необходимые ферменты, да, вот, которые я говорил, а потом с кишечным соком, переваривается не до конца и не в полном объеме пища, понимаете, происходит следующее, после, вот, это очень важный момент понять, вот сейчас тоже особое внимание, что происходит тогда, поскольку секреция желчи уменьшается, то сокращается способность ферментов поджелудочной железы, я говорил про их взаимосвязи, сокращается, переваривать углеводы, жиры, белки, но полипептиды, так как для полного переваривания они должны активизироваться желчью, вот эти ферменты поджелудочной железы, в результате до 50 более процентов микроскопических частиц пищи остаются достаточно крупными, чтобы всосаться в поры слизистой тонкого кишечника и поступить в кровь, и током крови попасть в ту же печень, где дальше печень строит необходимые белки в ткани, дальше через кровь попадают вот эти питательные вещества и строятся там клетки, обновляются, вот этого может в результате этой проблемы. И почему же удивляетесь про худобу? Да, при неправильной работе фечень, дисфункции, посмотрите, как взаимосвязано это и с пищеварением, ведь мы сегодня тоже этого касаемся, а как же, я всегда говорю, одно неразрывно с другим, чтобы полные процессы у вас, вы представляли. Дальше. В результате такого дисбаланса и дефицита питательных веществ обменные процессы в организме нарушаются. Возникает недостаток, например, жирорастворимых витаминов, А, Е, Д, К, ферментов и других биологически активных веществ. Если организм не справляется с переработкой жиров, то в результате их дефицита, например, витамина, перестают усваиваться, о чем я говорил, или очень сильно замедляется его усвоение, а он усваивается, организм, только в тонком кишечнике, то тогда страдают эпилителиальные ткани эпителия, это любых органов, устилающие поверхностные ткани, которые входят в состав всех органов, да, вот как лимфатической системе, кровеносных сосудов, тогда страдает иммунная система и зрение, падает усвоение кальция и витамина В, вот, пожалуйста, остеопороз, вот другие причины, вот эти взаимосвязи важны, понимать их надо. Поэтому я так подробно говорю всегда, чтобы вы понимали вот эти причины, следствия и понимали, что от чего идет. На том дело не заканчивается на самом деле. Дальше. Недостаточная ферментация пищи, о которой я говорил выше, приводит к тому, что она загнивает в тонком и толстом кишечнике, сразу размножаются там патогены и микроорганизмы, которые поедают гнилостную пищу. Вот почему у одних людей, он ест мясо, а у него нет запаха изо рта, а у другого есть, потому что мясо в любом случае, неестественно, наша пища, она приводит, но в одном случае у человека более крепкий иммунитет, вот эти функции еще работают, и у него справляется организм, но это не говорит о том, что это нормально. Вы понимаете, просто один гадит себя, используя свой огромный потенциал жизни, тратит, а другой быстрее это тратит, но ведь от этого не зависит, как они процессы идут и так все равно. Просто есть запас прочности, но у одного человека один, другой другой, и дальше идем. Эти процессы, значит, патогенные микроорганизмы, они поедают вот эту гнилосную пищу, вареную, жареную, они выделяют свои продукты, жизнедеятельности, токсины нам в организм, которые являются очень токсичными, травят нас постоянно. В результате воздействия токсинов на слизистые кишечника, закисление среды кишечника, несоизменно, который сразу идет, да, неукоснительно, и дефицита воды, который всегда был, проникает, значит, токсины в кровь, возникает, ну, и в кишечнике идут гнойные, гнилостные процессы, что возникает? Брожение, метеоризм, соответственно, дезентерия, понос, запоры, запоры тоже могут быть, безусловно, язвенный колит, полипы, как следствие вот этих постоянных процессов, нагноение и образование мешочков гноя, грыжи всевозможные, потому что дисфункции идут, в том числе нарушение кровообращения, воспаление аппендикса, формирует те бактерии, которые должны расщеплять растительную живую клетчатку, и на выходе уже образуются витамины, в том числе B12, не всех этот процесс идет просто, я говорю, и аминокислоты, все, без исключения, академик Уголев давно это доказал, и не только он. Теперь, происходит непроходимость кишечника, это может быть, может быть заворот кишок, так называемый, а также болезнь крона, вот почему люди, которые долго не ели, говорят, мясо нельзя сразу есть, вот на фронте там, мясо ни в коем случае, а то будет заворот кишек, и шел, говорит, сразу, когда человек голодал много дней, да потому, что это неестественная пища, неестественным образом расщепляется, и конечно, организм уже приспособился без этой мерзости, а когда ввалили в себя от голода, так сказать, по невежеству, поддались на голод, так сказать, да, брюхо, ферментов-то не хватит на это никогда, пища-то же неестественная, организм поэтому и не приспособлен, такого никогда не будет у хищника, когда он неделями не ест, а потом поест, и у него будет заворот кишек, почему? А потому, что для хищника это естественная пища, но для нас-то нет, люди, тысячи факторов, все до одного, как один говорят о том, разбирая любую систему организма, что животные белки, мясо, это чертово, то есть, трупы мышц, мышечная масса, трупов животных, для нас пища неестественна во всем, и всегда, что бы мы ни рассматривали, вот вы, и это сегодня, я надеюсь, поняли еще сильнее. Дальше. Так первопричиной был, что неправильный образ жизни, мало движений, стрессы, питание, особенно на ночь, питание мясной пищи, жареной, вареной, ну, особенно, конечно, жареной, вот это неадекватное питание, это привело к образованию камней, самовой печени, дальше цепочка тех явлений, что я говорил. Помните, ведь достаточное свободное выделение желчи способствует не только качественному пищеварению, но и дезинфекции кишечника от грибков, бактерий, вирусов, многих паразитов, но не всех, к сожалению. К сожалению. Паразиты это никак с иммунитетом вообще не связано. Поэтому два барьера, помните, кислота желудочного сока и сверхщелочная среда, значит, желудочного пузыря, берегите его. Конечно, щелочная среда, безусловно, и панкреатических соков. И она тоже дезинфицирует кишечник, двенадцатиперстную кишку. Конечно, просто там надо будет корректировать у тех, у кого нет желчного пузыря, питание, о чем я уже говорил. У толстых людей наблюдается холестероз, так называемый, когда, соответственно, холестерин откладывается в слизистой оболочке желчного пузыря и в результате чего происходит нарушение сокращений желчного пузыря, нарушение работы лимфатической системы. Потом, холонгит, это острое воспаление желчных проходов, ходов, желчных протоков. Часто это вызывается, ну, скажем, сочетающийся с кистами общий желчный проток. Это бывает у тех, у кого есть часто кисты общего желчного протока, либо рак желчных протоков. Холонгит, имейте в виду, первый симптом, не доводите до этого. Да. Значит, теперь, что касается самого лечения. Методики очень подробные, я даю по всем этим видам. Там и овощные соки. И как принимать что? Что сок черной резки очень сильно растворяет эффект камня, но не только он один, и нельзя просто его пить. Значит, что спать уж, если в крайнем случае есть такие проблемы, на животе надо, потому что это усиливает, помогает оттоку желчи. Значит, шарик на живот класть, катать надо, массажи делать, очень хорошие, здесь, конечно, висцеральные массажи будут только плюс. Правильно, грамотно массажисту. Но это не панацея, как кто-то про пиявки написал, ё-моё, ну что, вирусы пройдут, что ли, исчезнут, если пиявки вы будете ставить, ну о чём вы говорите? Поймите, любой, вот просто массажист сделал массаж, и вам лучше. Вы что, вылечились? Вот так же и пиявки. Какая глупость. Я призываю вас, вот кто слушает меня давно, ну не быть примитивными людьми, не судить плоско. Надо смотреть как минимум трёхмерно на вещи и понимать, что, ну, вот я рассказываю вам о гепатите, я вам рассказываю о, например, цитомегаловирусе, другие вирусы, или там, паразиты. Да вы хоть что с пиявками делаете? Хоть удавите их тысячу внутрь, хоть что? Хоть обклейтесь. Вы что, уничтожите вирусы? То есть вы что, уничтожите, так сказать, паразитов? Вы что, так сказать, камни растворите? Ну, вот давайте будем всё-таки разумными людьми и не будем говорить глупости. Теперь дальше. Помните промышечная тонность, гибкость, движение, обязательно активный образ жизни. Почему? Нагибание, приседание, вот поясного отдела, вперёд к носочкам пальцев, вот как гимнастика в советское время была, это очень правильно и важно. Почему не было этих проблем у трудового крестьянства? Как правило, не было питание, чистый воздух, достаток воды, активный труд, бани, потребление воды, потому что потеешь, бани, вода, и так далее, и так далее. Пока не пошли извращения в питание, алкоголь и так далее, всё было более-менее прекрасно. Все болезни эти стали молодеть, поэтому вот, а дальше болезнь печени, болезнь всего организма. Хорошо, подробнее там есть абсцессы печени, не буду про это говорить, бактериальные абсцессы печени, это в методичке увидите, кому будет нужно, интересно, поймёте всё. Там дополнительно про рефлекторная карта стоп, что за что отвечает, какая точка на ногах, тоже даю вам, на руках, тоже самое даю. Так, теперь немного вот, что называется, с акцентами, буквально с акцентами, вам повторю кое-что, и перейдём дальше. В печени что может жить? Паразиты, острицы, таксокары, эхинокок, печёночные сосальщики, китайская двуустка, да, значит, анкилостома, на всё это проверяйтесь. Вирусы какие? Цитомиоголовирус, например, витилиго, вот эта болезнь разных, пигментаций, нарушений часто первопричина разрастания, ну, большого количества наличия в организме активного цитомиоголовируса. Значит, в печени, он в печени тоже обитает, живёт. Пятна на теле, вы понимаете, про что я говорю, витилиго многие слышали, или кто-то, не дай бог, знает это. Так, на себе, что называется. Это грибки, бактерии, стафилококк, да, например, прочие. Простейшие, например, лямбли, так, химические поражения могут быть, алкоголь, табак, микодиумикаменты, радиация, понятно. Какая диагностика? Биорезонанс всегда стоит сделать. Вегето-сосудистые, вегето-резонансные, там, различные методы существуют. Можно, но это не по-настоящему. Вы первое сделаете, хорошо, вам покажут, есть, то-то, 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 то-то. Второй этап, вы пойдите, сделайте УЗИ. На УЗИ вы поймёте, что? Форму, размеры, например, там, камней, состояние протоков, желчных, да, какие камни, деформации, всё это вы увидите. Второе, третье, проверьте на иммуноферментный анализ крови на простейших вирусах глисты. Всё, что я говорил. Два перекрёстных метода, вот, иммуноферментный анализ, он точно даст всё. Теперь, сделайте МРТ, томограмму, если УЗИ недостаточно. Это уже четвёртое, что называется. Можно обследовать всё до капилляров на МРТ, на томограмме. Потом, можно уж совсем, чтобы исследовать подробно, если есть там гепатит, что-то, обязательно тогда, конечно, обязательно. Биохимия, на что, билирубин, норма, помните, 21, не должно быть прямого билирубина в крови, не более, ну, скажем, двух единиц. Значит, это вот прямого, а не прямого, до 20 может быть. Потом, вы можете сделать, желательно, АСТ, АЛТ, норму до 24, скорость разрушения печени, она показывает, вот эти параметры АСТ, АЛТ. Вот тот уникальный метод, второй, который я вам хотел, сенсационную вещь сказать, в конце, он как раз эти показатели, буквально за 3 месяца курса, приводит почти к верхней границе нормы, что считается почти невозможным, когда гепатит С. Теперь, кровь на гепатит, А, Б, С, сдавайте, и принимайте меры гигиены, распишитесь, договоритесь с семейными, со всей семьей, что вы будете выполнять, то-то, то-то, то-то. Напишите себе, разлинуйте табличку, план действий, на страничках, для каждого члена семьи, потому что у них у каждого режим свой, там дети в школу, значит, поправки делайте. Идите на консультацию к инфекционисту. Всё, теперь дальше. Методики мои помогут вам излечиться 100%, если вы примите комплекс меры, прочтёте всё несколько раз и напишите себе план действий для себя лично. Значит, на коже могут быть пятна, красные сосудистые звёздочки, красные такие глянцевые точки, это глубокие поражения печени вирусами и ядами. Откуда как раз круглые глянцы вот эти вот, да, например? Ну, например, капиллярная гемангиома, так называемая, вот это частая причина вот этих глянцевых красных точечек. Так? Значит, если есть лямбли, аписторхи, тут очень важный момент. Там целый комплекс программ, но помните, это полгода. Это не так просто. Да, есть уникальные препараты в коралловом клубе, например, описток, но он сам по себе, вот его надо совместить, например, с корой, не только муравьиного дерева с дуванчиком, есть там такой препарат, а кору осины нужно купить и правильно приготовить, приготовить, совместив в курсе. Потом, применять, безусловно, можно чеснок, если нет камней, как я уже говорил, потому что это сильнейшее желчегонное средство. Лис черного ореха, коллоидный серебро, селен, это помогает. И хиноцея. Помните, что есть такой уникальный препарат фан-детокс, он кореец, который создал один ученый, я рассказывал как-то, что он действительно, он выдвинут на нобелискупиями, он восстанавливает печень, но если вы в комплексе мер, это вот есть проблемы, которые, вот например, у человека, он хоть пей фан-детокс, но у него и вирусы, и грибки еще, то есть, например, да, там паразиты и камни еще имеются, и есть другие проблемы, но значит, не так это будет действовать. Но если вместе с артишоком, если вместе с расторопшей правильно принять курс, если много воды, если вечером не есть, ложиться спать определенное время, спать на животе, то есть, п-б-б-б-б-б-б, то тогда да. Дальше. Аписторхи тоже вещь серьезная, да, обязательно кара осина должна применяться, от трех месяцев курс надо делать, это сильные горечи нужно применять, помимо настойку шифровника, кукурузной рыльца, обязательно есть много хлорела, селена, и так далее. Значит, теперь вот, ну, ладно, это я упущу, значит, травы, тюбажи, я подробно рассказываю, какие тюбажи, что это такое, там, значит, ну и прочее. Лечение холецистида травами, да, вот прям трава, первый день, второй, что нужно, как дальше, как совмещать с тюбажами, подготовка к более серьезным процедуре тюбажей, уже второго, третьего уровня, это лучше сделать с малого до серьезного, я разбираю подробно методику моряца, я ее даю просто, вот 6 утра, там, то-то, то-то, но даю противопоказания, что, почему нельзя, какие поправки нужно внести, а при беременности, например, по морюцу можно или там, то есть вот эти вот, короче, вот это вот все подробно я там рассказываю. Потом, уникальные даю перечень необходимые, это все в методичке, значит, травы, компоненты для лечения при, вот, печени, пролецитин, одуванчик, там все, ну ладно, все подробно. Домашние средства лечения холецистида, уже основанные на травах, в том числе на овес, используя овес. Значит, народные средства, так, просто перечисляю, ну и даю наводки, как совместить, что с чем. Но мои методики более комплексные, но я, тем не менее, это тоже даю. Значит, все причины возникновения холонгита, там, подробнее разбираю. Признаки симптома холонгита, это я подробно, просто, я просто сейчас это не успею сделать, я еще хочу ответить на ваши вопросы. Значит, все. Дальше. Но пробил резонанс, я сказал, да, уже, да, все, что прибор, если только очень серьезные вещи, можно им разрушать паразитов. Помните, паразитов надо гнать, выгонять. Ну хорошо, а теперь давайте все-таки вернемся немножко назад, вот я вам сейчас вернусь чуть-чуть назад, и расскажу вам про поджелудочную железу. Значит, теперь, давайте об этом, и перейдем к вопросам. Поджелудочная железа, это тоже уникальная лаборатория по производству нескольких ферментов и гормонов. Например, ферменты липаза, амилаза, липаза расщепляет жиры, амилаза, углеводы, трепсин, да разбирает белки. А также гормонов, инсулин, который, соответственно, должен превратить, значит, глюкозу во фруктозу, чтобы она усвоилась. Потому что глюкоза имеет право, это правосторонний изомер, а он должен быть левосторонний, чтобы он подошел, у нас все живые структуры в организме имеют левостороннее вращение, а глюкоза, она правосторонняя. Вот почему неизбежен, ну, вернее, так, как у кого-то раньше, позже, сахарный диабет. Ну, едят бездумно, вареный рис, так сказать, макароны, тортики, а там все концентрированные углеводы, они не то, что правосторонние, они еще и мертвые, к тому же, и все правосторонние, их все надо сделать левосторонними. На это тратится гигантское количество энергии, на это тратятся ферменты, на это тратятся гормоны, и поджелудочная железа работает на износ, а представьте, вы поели еще и макароны, и мясо, что будет? Трепсин вырабатывается вот в таких количествах, в каких, вы знаете, сейчас его искусственно получают, но для этого строится завод колоссального размера, чтобы получить грамм трепсина за единицу там времени, и наш малюсенький орган, как все у нас создан, но когда мы, что и доказывают, что это не пища, это извращение, макароны по-флотски, все сразу поджелудочная, и гормоны выделяет, инсулин, она выделяет трепсин, и амилазу, и липазу, и работает на износ, а если там еще вирусы, а если есть паразит, ну вы поняли, да, меня? Непосредственно, сама природа нам все показывает, не мое мнение, плюйте на врачей, на всех, кто такое не понимает, потому что, ну как, это же природа, это не я говорю, я просто констатирую, я понял эти процессы, они же не сложные, мы просто задурили себя, слишком сильно. Хорошо, дальше, идем. Так вот, эти ферменты и гормоны непосредственно участвуют в процессе пищеварения, да, почему об этом надо говорить отдельно, ну будем потом. Панкреатическая поджелудочная железа, то есть вот панкреатическая, да, она же поджелудочная, она располагается в изгибе 12-перстной кишки. Вот вы, собственно, здесь на табличке, правая нижняя, да, видите хорошо, вот она, поджелудочная железа, вот она, на верхней правой табличке поджелудочная железа, видите, прекрасно, да. Значит, и вот она находится в изгибе 12-перстной, да, как бы своей головкой. И главный ее проток, он сливается с общим желчным протоком, идущим из печени, значит, соответственно, и желчного пузыря образует ампулу. Я вам сейчас, а вот здесь хорошо видно, вот она ампула, вот в этом месте, вот она, где сливается желчный проток и панкреатический, вот они слились, а вот здесь ампула, которая в 12-перстную кишку выносит эти гормоны и ферменты. Значит, таким образом в 12-перстную кишку поступают через общий желчный проток сразу, если съедаемая пища первая, вторая, третья, все подряд, инсулит, желчь, панкреатический сок вместе с трепсином, липазой, амилазы и, конечно, все это вместе. И вот мало того, что поджелудочный износ работает, особенно если в питании присутствует, как я уже сказал, мясо, тем более жавяное. А, значит, и это вызывает что? Это вызывает износ самой поджелудочной железы, запускает порой автоиммунные процессы, а потребление мяса, животных белков вызывает автоиммунные процессы. Их такие заболевания, как сахарный диабет первого типа, муковис, седоз, любые, так сказать, иные поражения своим же иммунитетом клеток родных организмов, это все автоиммунные процессы, это все происходит из-за накопления гнойных токсинов, ядов, из-за потребления животной пищи, денатурированной, в том числе, тем более. И вот организм, он начинает просто поедать свои клетки. Как я подробно это разбирал про молоко, кому интересно, посмотрите все мои три статьи обязательно. Но здесь речь о другом. Если в желчном пузыре, соответственно, есть камни, 7-12 мм, они пошли, вот давайте теперь разберем этот механизм. Вот пошел камень, движение, вы уже знаете, как это происходит. И если они вдруг встали в ампуле, вот в этой ампуле, забили ее, как кляп, что происходит? Тогда происходит следующее. Поджелудочная железа выделяет свои ферменты. Ну, конечно, она приостанавливает, ведь все равно она работает в результате нервной регуляции, пищи поступила в желудок, она должна вырабатывать. Но камень стал кляпом. И, конечно, желчь выделяется полным ходом. Желчь печенью выделяется, желчный пузырь переполнил, желчь идет по желчному общему протоку и не может выйти в 12-перстную кишку. И под давлением она идет, потому что больше давления желчи, в 12-перстную кишку. поскольку желчь активизирует ферменты поджелудочной железы, в том числе трепсин, начинается активное расщепление своих же собственных клеток. Вот тот самый автоиммунный процесс, вот этот тот самый гнойный, некрозные процессы, головки поджелудочной железы, самой желудочной, поджелудочной железы, вот что происходит. Поэтому имейте в виду, это очень серьезно. И когда мы говорим о тюбажах, почему вот сам изучу или что, ну вот в этом-то и проблема, что навредит себе опасно, что нельзя, если 7-12 мм камни есть, чтобы они не пошли, вот этого не произошло, делать сразу там причистку по морю всю серьезную. Например, надо растворить камни, пить определенные травы до того, подготовиться, проверить, не идут ли камни, нет ли подвижек, чем, как, вот это я все объясняю в методичке своей, понимаете? В инфопродукте вот в этом. Так, хорошо. Так вот, соответственно, не только это может привести к панкреатитам, да, но там и желтуха, и диабет двух типов, инфекционные, прочие поражения, онкология, все что угодно. Значит, для печени полезны, значит, очень упражнения физические. Это ножницы, велосипед, да, подскоки, особенно резкие такие, вибрационные, пятками о пол стучать. Обязательно это надо делать днем, утром, вечером, после сидения долгого на стуле. При подскоке резкие, резонансные такие, если по здоровью позволяет. При выполнении упражнений нужно поочередно отнимать вот от пола пятки, например, на один сантиметр, да, вот такое хорошее упражнение, не сильно опускать их на пол. Таким образом 30-60 раз. Ну, скажем, и делать это несколько раз в день. Я даю очень подробную схему строения поджелудочной железы, и в том числе, где островки лангерганца, которые вырабатывают, например, инсулин, да, панкреатический, вот этот островок так называемый. И вот это подробно схемов в приложении. То есть вот подробно разбираются некрозы и прочее, об этом сейчас не буду говорить, конечно. Про интерферон очень интересную вещь там рассказывают. Так, теперь. Теперь, 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 а теперь, это вот тоже такая очень хорошая и важная табличка, мы ее пока оставим, пока. И теперь, пожалуйста, давайте вам будут, конечно, ссылочку для удобства вашего наши организаторы еще скидывать в чат, если и какие-то вопросы технические, организационные, если вдруг что-то не получается, вы тоже пишите, вам обязательно организаторы наши эту информацию скинут. Так, 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 а я же вам обещал очень дать важную информацию, вернее, две группы информации. Ну, давайте расскажу еще раз. Чуть-чуть вернусь. Значит, смотрите, очень много проблем со здоровьем, особенно принимая эту методику, которую я даю в приложении системно, огромную роль играет и может сыграть правильно приготовленный овес по рецепту, тому самому рецепту, который, в общем-то, я, ну, скажем, восстановил, откинув идиотизм последнего века, как приготовить правильно, ну, настой, скажем, назовем это, овса пророщенного, не просто какого-то, ни в коем случае не кипятить, это, господи, какой кошмар, там же белки донатурируют, многие питательные вещества, витамины разрушатся, эффект-то будет, если и будет в десятки раз слабее. А я дал именно тот, благодаря которому этот француз, ученый, очищал свою печень, почки, кишечник, помимо того, что он вел правильный образ жизни относительно, и он все-таки, этот рецепт, я его даю подробно, вот в этом приложении номер один, он будет у тех, кто приобретет этот, значит, курс, методику, весь инфопродукт, там он будет просто, это мой подарок, я его сегодня сделал, я его вообще не хотел укласть в этот инфопродукт, я решил дополнительно это сделать, весь день сегодня потратил, и я этот рецепт, который у меня лежал долго отложенный, я его полностью восстановлено, причем, заметьте, пошагово, здесь даю в системе. Значит, как это сделать, как принимать, там очень подробные инструкции, как до еды, как перед обедом, после обеда и вечером, в каких пропорциях, как увеличивать и сколько дней, вот это все подробно рассказываю. Там 4 страницы, 4 страницы, подробно написанной методики. Дальше. Значит, второе, что я хотел сказать, а второе, можно сказать, сенсации, потому что это действительно методика, уникальная, про которую я говорил, про вот этого француза, это что? Это расторопши. Да, та самая уникальная, трава сорная, колючая, которую мы привыкли не любить, она в своем составе содержит уникальные вещества, единственные на 100% официальные даже медицины, доказанные, что они на разрушают, что они, скажем так, что они восстанавливают клетки печени, регенерируют, к тому же расторопши, уникальные продукты, которые содержат в себе все незаменимые аминокислоты, очень многие жирные кислоты, витамины и минералы, в том числе и селены, кремнии и все что угодно. Так вот, что я хочу сказать? Если, я даю там какую методику? Поштучно, по росткам, увеличивая дозы, как проращивать, сколько дней, и как хранить пророщенные, правильно пророщенные, без инфекций, чтобы их дезинфицировать, я тоже это рассказываю, не просто так, вообще там уникальная информация, как любые проростки, овса, иррош, ячмень, что вы проращиваете, как правильно дезинфицировать многократно, чтобы не занести, с ними, с зерном, вирусы, грибки, бактерии, в свой организм, понимаете, это крайне важно, я вам, я там даю как третий, бесплатный бонус вот этот, даю методику, как это сделать, как дезинфицировать семена до обработки, после того, как они набухли, и первый росток пошел, и когда уже ростки есть, там уже, и вот это тоже там говорю, и вот, если вы примените эту методику по расторопши, к той методике, к тем препаратам, ну, например, кораллового клуба, да, который вы можете там подробно в методичке понять, изучить, если вы не подписаны, подпишитесь там через мой реферальный код, это все есть в блоге, есть в инфопродукте, это не важно сейчас, выберите ли вы только народную методику, но если вы примените эту дополнительно к основной методике, любой, комплексной, моей, то я вам, ну, это, сказать, эти эксперименты проводились, я подробно описываю, есть один профессор, он в центральной клинической больнице работал, так вот, он проводил эти эксперименты с расторопшей, даже при том, что пациенты ели вареные котлетки, но, конечно, они там в другом изменили жизнь, питание, и понятно, но тем не менее, значит, почти у всех людей при строгом соблюдении принятия ростков расторопшей вместе с методиками теми, которые были, ну, отчасти губительными, медицинскими, науть, официальными, через год полное было восстановление и устанавливалось, что человек уже не является, то есть, больным гепатитом С, даже больным гепатитом С, это значит, любая болезнь печени будет, так сказать, печень будет восстановлена, но, если есть вирусы, все-таки, особенно другие и прочие, цитоми, и прочее, вот, поэтому я говорю, надо применять комплексно, как действовать вам, я рассказал, пошагово, методики мои, это позволит, дополнительное приложение, вот это мой подарок вам сегодня, который входит в этот продукт, он содержит три подарка, первый, по овсу, как вообще жить долго, как любому человеку от маленького возраста, это питательнейший продукт, это мощнейшее средство очистки, организма, кишечника, печени, почек, как использую это, быть здоровее, второе, набрать мышечную массу, вот про тех, кто спрашивает про мышцы, как быть, вот эта методика с овцом, она позволит вам набрать мышечную массу, но для этого надо очистить и печень, а значит, помните вирусы, но не буду повторять, паразиты, все так вот так, то есть, вы получите план действия, и будете действовать, и соответственно, вы добьете своей цели, однозначно, теперь давайте, да, и третье мое вот этот подарок, который там просто в этой степени, это про проростки расторопши, и еще про то, что как можно сделать уникальный, ну скажем, обработка любых семян, чтобы вы просто потом не занесли, паразит, кстати, это же еще применяется, чтобы грибки на семенах не пошли расти, когда они проращиваются, если вы просто для сельского хозяйства пытаетесь сделать, так, ладно, это все бонусом, значит, нет, я захотел сказать, что является, значит, вот какие методики к этому приводят, сама, как это делается, я же вам еще раз говорю, это четыре страницы печатного текста, которые еще нужно, если их устно произносить, их надо, там изложено все очень четко, чтобы это произнести в устной форме, нужно пояснять, тогда это отдельное занятие, я вам сказал, что мой подарок будет, что я расскажу про это, как люди это нашли, какие это, то, что рецепты, они есть в методичке, да, они есть, это приложение к методичке, не в самой, вы получите, кто приобретет инфопродукт, ссылку, где будет, на файлообменник, ссылка, в которой, пять файлов, один из них, это сам информационный продукт, методичка, 53 страницы аж, второе, это будет, соответственно, там, видеопособие, инструкция, прочее, 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 и еще это будет отдельно приложение номер один, вот там и есть вот эти методики, о которых я сейчас рассказывал, уникальные. Значит, смотрите, в расторопши, в коралловом клубе, вот уже важные вопросы пошли, в артишоке, коралл-артишок, во-первых, сам артишок является мощнейшим гипопротекторным средством, в том числе и почки, и печень, он чистит, но это к тому же вещество, который, знаете, что еще, чем уникальный артишок, тем, что, либо свежие ешьте, в блендер кидайте, либо в коралловом клубе купите, так вот, он содержит вещества, которые активизируют синтез белков в печени, то есть, тем самым, для тех, кто хочет набрать вес, качаться, пожалуйста, это имейте в виду, и там очень много расторопши, но расторопши там в сухом виде, вы можете купить семена, я указываю в методичке, как размолоть семена расторопши, куда их как добавлять, в методики общей, вместе с тем, что такие-то травы, так-то прием, такие-то тюбажи, но поймите, что помимо этого, это прекрасно, это очень хорошо, но если вы добавите, как я говорю, пророски будете, это все, это будет просто, понимаете, это гарантированное быстрое выздоровление, я говорю максимум год при гепатите С, но через 3 месяца вы увидите, что показатели, врачи будут удивляться, все будут приходить уже в норму. Так, подробно про кисту рассказываю, значит, я вообще сегодня касался вкратце, но подробно говорю в методиках, просто сейчас это уже, я ведь акцентировал, что есть вещи, про которые я инфаркт там на припече, и про такие вот тонкие вещи, которые уже не у всех, я буду, ну, не так, я рассказываю там, потому что давайте сейчас так, сейчас у меня не сразу все вижу, я у вас так, салаты, сколько, я не считаю о еде, вы знаете, смотрите, не надо вот так подходить, вы, наверное, 20 дней имеете в виду методику огонян, да, это я говорю про Марину, блестящую, смотрите, что я сразу хочу сказать про методику огонян, она очень грамотная женщина, она правильно говорит все, но есть один момент, который я хочу акцентировать, если у человека есть паразиты, лямбли, печень, ни в коем случае никаких голоданий вообще делать нельзя, потому что сначала их надо убрать, ведь поймите, начинается голодание, очистка, питательных веществ не хватает, печень начинают они разрушать еще активнее, печень не выполняет свою функцию, она травится, нагрузка на почки, ну короче, все, что я говорил, логику вы, наверное, поняли, поэтому сначала паразиты, если допущены могут быть ошибки, нехватка питательных веществ, не всем можно голодать, тем более 21 день, я поэтому в методике своей подробно рассказываю, как с чего начать, и я там рекомендую не делать голодания больших, я рекомендую делать тюбажи с правильным питанием, с применением трав определенных, с применением соков, то есть там комплексные мероприятия, причем по дням расписаны и просписаны еще по времени дню, утро-вечер и так далее, и расставленные акценты, многие вы видели сегодня, какие важные акценты сделал, там они подробно, амарант очень полезен, и я акцентирую в приложении номер один к методичке, еще про амарант, что, значит, проростки по чайной ложке в день дополнительно вам дадут бонусы к ускорению процесса любого выздоровления, в том числе вот то, о чем мы сегодня тема касаемся, обязательно, только методичку, вот давайте так, вообще-то я ее только, ну, вы, конечно, напишите, напишите мне просто там в блог зайдете, потом на почту, но вообще не понимаю, а, ну, понимаете, очень жаль, потому что это ведь, смотрите, это очень сильная вещь, но это все равно полумира, вам необходимо все-таки методики в идеале, потому что тогда вы будете знать все, от и до, и вы распланируете свою жизнь, режим и все остальное, иначе просто это не получится, но это уже тоже большой дел, ладно, напишите мне, посмотрим на почту, теперь, так, давайте так, я мог, вот смотрите, то, что я вам сказал про приложение, это просто дополнительный бонус, это мой подарок, вообще есть инфопродукт, в нем все разложено, я хотел вас заинтриговать именно тем, что я впервые сделал очень серьезную, основополагающую, разобрал тему, которая давно многим ученым не давала покоя, вот эту методику, извините меня, на это ушло очень много времени и прочее, я вам заинтриговал, да, как обещал, я рассказал, что это такое, но методика сама, она описана на четырех страницах, или даже на пяти, на нее потрачено очень много времени, сил и так далее, я ее даю вам, не отдельно продаю, или что-то, я понимаю, что этот инфопродукт необходим, тем, кто хочет быть здоров, и по крайней мере, печень, и все, что я говорю, но это будет просто бесплатный, понимаете, это как бы, это вот, я мог бы, вы приобрели продукт, а я вам потом просто пришлю ее, понимаете, в чем дело, вот так, так, теперь, тюбажи, это так называемый, дренаж, то есть, это желчегонные определенные средства, начать их надо с самых слабых, с самого малого, многие травы являются желчегонными, но не такие сильные, как чеснок, который, например, входит в состав курса кораллового клуба, колована, но многие слышали про него, он уникальный курс, очень хороший, но там есть в составе чеснок, или его вытащить оттуда, значит, или же, соответственно, я рассказываю про тюбажи, начиная с самых простых трав, многие из которых вы можете прочесть, где-то, какие травы обладают желчегонными средствами, но даю это в системе, чтобы у вас были проверки того, как вы можете понять, нормально ли это для вас, допустимо или нет, это целая система, что ее надо, вот чтобы понять, как начинать, ее надо прочесть, и а вы знаете, что всех убедительно прошу, когда вы получите, купите вот этот продукт, получите его, вы начните с того, что заново, вот эти 53 страницы прочтите, когда вы будете прочитывать, вы обязательно ручку бумагу возьмите, и начинайте выписывать, начинайте выписывать то, что касается вас, потом, когда вы все прочтете, все полностью, а там знаете, как построено, там вот то, что мы сегодня говорили, и там, где это надо, по логической цепочке, идет методика, например, гепатит мы закончили, я же перешел дальше, гепатоспора, а там методики, чтобы не перескакивать, вы это себе помечаете, составляете программу, а потом сверяете с тем, что у меня там есть комплексные программы, добавляете туда, приложение первое, получаете мощнейшую систему, запомните еще, что я вам даю, какой еще мой подарок вам, если у вас, лично у вас, будут после прочтения всего этого, вопросы, непонятности, вы спокойно, составляете группу вопросов, что не поняли, только я спрошу, не так, чтобы я вам говорил тоже, что там уже сказано, да, я не могу на это, но я пойду на этот дополнительный бонус вам, что вы можете прислать мне эти вопросы, я сделаю приложение номер два, и всем вам, кто купит, купит этот инфопродукт, когда накопится некое количество, этих вопросов, мы разберем, дополнительно, я разберу, и я вам пришлю, мы вам скинем по базе, тем, кто купил этот наш, вот этот инфопродукт, естественно, бесплатно, это будет еще дополнительный, это будет, как бы, знаете, как занятие, будем считать это, то есть, это будет связь и дальнейшее, вот что это такое, то есть, я вам очень много бонусов дополнительных дал, а вы говорите, что я там что-то не показал, не рассказал, ну, хорошо, так, 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 именно аналитика, это очень важно, действительно, аутоиммунный гепатит, ну, приравнивайте гепатиту С, так, 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 теперь давайте так, пожалуйста, если есть, так, а ну-ка по воде, нет, не дает, вода, содержащая органические, понимаете, минералы могут быть в ионной форме, в коллоидном растворе, так называемой, вообще интересная эта тема коллоидных растворов, тогда эти минералы уже не упадут в осадок у вас в организме и не закупорят стенки, там, трещины в сосудах, туда не нарастут холестерин и бляшки, поэтому, я поэтому рекомендую, когда говорил о воде, вообще пересмотрите мой вебинар о воде, но я рекомендую обязательно, понимаете, это самый простой и дешевый просто метод, только я сам так применяю, сам, значит, руки не доходят, очень дорогие фильтры поставить, да и денег порой жалко там, есть очень хорошие, я вообще сделаю маленький вебинар, потом про фильтры от и до, но берется коралловый кальций, в коралловом клубе покупается, coral mine, и вы просто добавляете на литр, на полтора литра воды пакетик, он воду насыщает неорганическими минералами, например, там, именно неорганическими, в коллоидной форме, все, они полезны, они усвоятся, к тому же там повышает ОВП, в минус идет, к тому же там коэффициент поверхности натяжения, ну, в общем, не буду я еще пересказывать по воде, обязательно посмотрите, это плюс, это огромный плюс, и вот ту воду, что я всегда в любом методиках говорю пить, я всегда акцентирую с коралловым кальций, потому что самый простой, по-другому, мы, понимаете, живем не на Онежском озере, но кто живет там, опять-таки, не в Петрозаводске, может, конечно, брать воду оттуда, как я помню, кто помнит, конечно, рассказывал историю, когда, так сказать, бабушка, она после второго инсульта уже ничего не ела, она только пила, и внук возил ей воду, ей было 88, и буквально с голубины брал, он такой рыбак, он знал, как все это делать, он ее поил, и у нее просто на 40-й там примерно день пошло такое выходить, она ничего, просто уже умирать готовилась, она вон сейчас бегает, работает и так далее. То есть вода, это очень важно, поэтому я, посмотрите о воде, мой вебинар, я там все это рассказываю, объясняю. Значит, просто благодаря продукции Коралловый клуб можно сделать это, понимаете, гораздо проще каждой. И вот я что хочу сказать, значит, у меня в блоге, либо в этом методическом пособии, там есть ссылочки, а мой блог, просто зайдете, там есть раздел слева, столбца, Коралловый клуб, вы в него просто входите, там реферальный код, ссылочку, мышка, нажимаете, попадаете на официальную страницу Кораллового клуба, и по реферальному коду, копируя мой реферальный код, регистрируетесь, вам приходит уведомление, вы зарегистрированы, с этого момента вы получаете 20% скидку, то есть не розничная цена будет у вас, а клубная цена, цена клуба с 20% скидкой. И вы можете в любом городе страны или СНГ, если кто не найдет свой город, отделение, письмо напишет, мы пришлем вам, где в вашем городе будет именно официальный Коралловый клуб, где вы можете это купить, да, например. И по воде, да, я, поймите, вот кто любит камни в огород кинуть, вот реклама там это, вот деньги на этом заработать, я вам скажу такую вещь, что я, во-первых, говорю это в том случае только, если это самый простой, дешевый, доступный способ, если он необходимый. Я говорю только про те препараты, а не про все Коралловые клубы, которые уникальны, которые могут помочь, но не про другие. И в своей методичке я вам даю разные варианты, как без него, как с ним, как лучше, как комбинировать, все это рассказываю подробно. Поэтому там мощнейшая аналитика, правильно один человек написал, вот абсолютно правильно. Так, при удаленном желчном пузыре еще раз говорю. А, нет, рака, да, там вам важно что? Никакого закисления организма, то есть никакого мяса, молока, так сказать, это вы поняли. Никаких очень закисляющих продуктов, ведь не только азотистые, а еще макароны, рис вареный, то есть то, что долгоиграющее, то, что является клеем. Вы помните клейные обои из муки, да, которая в советское время, вот этот же клей, ну вот вы это делаете. А закисление, значит, соответственно, щелочные минералы, щелочная вода пить вам больше, зелень, которая щелочная всегда, да, значит, потому что там много магния, других минералов. Жирную пищу чуть-чуть можно есть, масло тоже, но минимум орехов. Масло можете с салатами, но малыми частями, не тазик, поэтому просто чуть чаще. Да, вам будет сложнее, потому что у вас микрофлора тонкого и толстого кишечника не сможет быстро адаптироваться, если вы перейдете на сыроедение, то есть у вас будут, может быть, худеть вы можете. Ну вот для этого, в общем, короче говоря, если ферментов будет не хватать, а вы поймете, что будут дисбактериозы, например, вздутие, газы, и вроде вы правильно питаетесь. Сначала, если у вас газы, или вот посмотрите на что, а не употребляете ли вы какие-то сухофрукты вообще, например, или орехи, или фрукты с орехами, не дай бог, будет дисбактериоз газа. Если вы все правильно, не смешиваете пищу, едите отдельно салаты или зелень с овощами, все хорошо вроде бы, фрукты отдельно от овощей, а у вас газы. То тогда купите, не пожалеете, например, комплексы бактерий, ферменты, такие как, например, мегаацидофилус, или там, допустим, я просто сейчас говорю, те препараты, например, кораллоклуба натуральные, которые именно на травах, то есть там состав определенных трав. Например, дегистейбл, это комплекс пищеварительных ферментов, которые содержат бромелайн, например, это папаин, кстати, есть папайя отдельные ферменты, очень сильные, вот вы видите состав. Клетчатка, там свекла специально обработанная, дегидрированная, там и так далее. Вы можете взять, допустим, вот этот ассимилятор, это пищеварительные ферменты, тоже растительные, у которых много витамина А, который плохо усваивается, если есть такая проблема, вы уже слышали, я сегодня говорил об этом, да, просто папайю фермент. Это имейте в виду, если вдруг не надо, пищеварение хорошее, так не берите, слава богу. Значит, дальше, малыми порциями жирный, а так вы постепенно, понимаете, печень, если она будет чистая, она, конечно, будет выделять желчь, но, соответственно, поскольку вы, как сказать, это будет происходить не так сильно, не так много, то, соответственно, просто не нужно будет так много желчи, меньше будет выделяться, но печень не будет при этом забитой, она будет чистой. Тогда вы, соответственно, не будете так часто раздраждая стенки кишечника. Соответственно, регенерационная способность улучшится, вот тогда все будет хорошо. А блог очень просто, да, вот благодарю ее фразу, очень просто. Значит, присутствует, если вы, Наталья, в первый раз присутствуете или там во второй, начните обязательно, я рекомендую всем новичкам, кто в теме адекватного питания, здоровья, новичок, начните смотреть мой блог только с видеоролика, который от 18 июня этого года. Это основополагающий ролик, который введет вас в тему адекватного питания, и у вас отпадут многие вопросы, которые были из-за предрассудков, убежденности, из-за вот этой вот матрицы, в которую мы все прокатились, а вроде так вот все едят, наши бабушки. Ну, поверьте мне, все говорят одно и то же, врачи то же самое, все одни и те же глупости. Вот, чтобы понять это все, вы просто посмотрите ролик от 18 июня, и вы уже многое поймете. Так, можно продукты при строении употреблять? Смотрите, очень хороший вопрос. При термообработке 70 градусов уже разрушается ДНК, она плавится, разрушаются белки, первичная структура белка, но на грани. Вот, скажем, 65 еще нет, да, если 70 минут 5, то тоже большинство сохранится. Дальше. Я советовал бы все-таки термообработку делать градусов до все-таки 60. Ну, тогда ферменты вообще-то погибают при 43-45. Ферменты, они тоже белки. Но все-таки благодаря другим ресурсам организма, и ферменты будут больше, это, конечно, энергозатратная вещь. Но вот если бы вы до 43 градусов, тогда да, я понимаю, многое не приготовить. Поэтому, если уж вы делаете типа супа и не можете без этого, не кипятите его, доведите градусов там до 70, киньте туда порезанную там морковку, вот только потом уже и закройте крышкой, пусть постоит. Вы получите бы достаточно отварные, привычные по вкусу овощи, но все-таки вы сохраните больше питательных веществ. Если у вас есть проблемы перехода на сыроедение, безусловно, сразу резко нельзя переходить, особенно тучным людям, особенно у кого много шлаков, токсинов. Но сделайте плавно, как я сегодня уже говорил, ешьте пока гречку варенную, ешьте пока овощи на пару, или вот то, что я сейчас рассказал. Так, разве пропал звук? Напишите, слышно меня? Потому что вот Анна тут написала, что звук пропал. Пожалуйста, напишите, слышно ли меня? И я прошу Дмитрия тоже мне дать в скайп, не пропал ли звук. Сейчас я уточню, есть ли звук. Так, значит, ультразвуковая есть. Ультразвуковая мойка для овощей не решит проблем всех. Я советую обрабатывать овощи. Например, возьмите на литр воды столовую ложку соды, размешайте, положите туда овощи после промытия их минут на 10. Потом промойте и ешьте более-менее спокойно. Значит, это так. Ну, про семена увидите в инструкции. Это я вам сказал про овощи, например. Да, это хороший, правильный вопрос, очень верный. Так, кисломолочные продукты из натурального молока. Что такое кисломолочные продукты? И это белки, казеин, другие ценные, так сказать, продукты для телёнка. Ну, например, если мы говорим о корове молоке. Было взято у коровы. Оно уже окислено, прочее, но бог с этим, ладно. Оно, вы туда добавили какие-то бактерии, добавили ферменты из желудка коровы, и у вас началось брожение. И образуются кисломолочные продукты. В результате этого вы получаете продукты распада мёртвых бактерий, их выделение, и, соответственно, вы получаете токсины. В том числе, да, плюс там есть один, там меньше высокомолекулярных, тяжелейших животных, вот этих белков, казеина, самого тяжёлого белка для расщепления. Но там будут всё равно ядные токсины и продукты этого распада. Поэтому я не советую никакие кисломолочные. Это же, поймите, извращение, но природа как предусмотрела? Мать кормит, а маленькие животные, млекопитающие маленькие телёнок, ягнёнок, он сосёт молоко, вакуум высасывается, тогда не происходит окисление, а молоко, жир в нём, находящийся моментально, окисляется. И поэтому возникают очень большие проблемы. Простите про молоко подробно, что я писал. И, кстати, частично я про молоко рассказал в лекции этого 18 июня, посмотрите, вы всё поймёте. Вымыть зелень правильно. Конечно, зелень более нежная штука. А зелень, вы правильно пишите, она может содержать, если навозом грядки удобряли, содержать очень много яиц, гельминтов, червей, которые попадут вам, приклеиваясь через зелень, укроп, петрушку, и попадут к вам в желудок, пройдут дальше, и получите вы то, что вы уже поняли. Поэтому её лучше замачивать. Найдите свою дозировку, чтобы пища при этом не страдала, вкус и прочее. Всё-таки соды – это лучший вариант. Либо уксус, небольшой раствор, там 2-3% раствор уксуса. Пожалуйста, это очень сильно хорошая будет дезинфекция. И вы, по крайней мере, очень многое, если не убьёте, всё, то пригубите. А потом, если вы не будете ранее, чем за полчаса до еды пить воду или что-либо другое, если вы не будете после еды пить сразу, а пройдёт час хотя бы, то тогда у вас кислота желудочного сока будет очень хорошо работать, как барьер, как дезинфекция. То есть, а потом уже, как я объяснял, щёлочь поджелудочного и панкреатического сока и этого, желчи. Так, 5 часов мультиварки, сохраняются витамины. Ну, смотрите, витамины, скажем, сохраняются частично, не все. Частично – да, это лучше. Но давайте, если вы так варите, 65, 5 часов, 5, я бы, конечно, много 5 часов, много. Часа бы 3, пусть чуть-чуть они будут хрустящие, недоваренные овощи. Не надо их варить, чтобы они аморфными стали. Вы меньше витаминов сохраняете, чем если бы делали, как я вам сейчас говорю. Так, теперь, но пусть это будет процентов 30, не больше в рационе, по объёму съеденного за день в вашем рационе питания. А 70, чтобы были живые овощи, ну, в большей степени овощи, в меньшие фрукты. Старайтесь, чтобы они были выращены на хороших почвах, чтобы содержали много минералов. Так, отсюда мята становится. Я понимаю, я понимаю, тогда попробуйте уксус 2-3%. Я говорю, нужно поиграться, либо то, либо то. Всё остальное, азонатор и это, это всё ерунда. А ультразвуком это очень вредная вещь. Она меняет память воды в клетке, она меняет структуру. Не надо это применять. Азонатором можно, ещё раз говорю, ну, в принципе, можно. Ну, можно обрабатывать. Это тоже как вариант. Только не дышите этим. 5 часов, конечно, много. Так, расскажите про бессолевая закваска. Я рассказывать сейчас не буду, потому что вы откроете мой блог, и там есть моя лекция совместная с Бутаковой, которую я недавно проводил за круглым столом вместе. И там, в форуме, там есть ссылочка на советы Ерёмина именно по этой закваске. То есть, вот как ферментировать в банке трёхлитровой размолотую в блендере капусту, чтобы там уже бактерии и за счёт процесса аутолиза, то есть растворения своими же ферментами клетки, выделяется, и бактериями, естественно, перерабатывается клетчатка активно, и выделяется очень много аминокислот. И это прекрасная пища для наращивания мышечной массы, увеличения просто веса тела, кто, конечно, кому это противно, просто не будет по вкусу, да? Так кормящей матери можно. Можно, но вот именно без голоданий длительных, кормящей-то матери или беременной женщины, вот тут нюансы. Есть у меня это в методиках всё, конечно. Конечно, все эти предостережения, начинайте с самых простых методик, самых простых лёгких тюбажей, с лакмусов, с проб, так сказать, которые там указаны специально. От хлеба. Вот знаете чем? Хлеб обязательно надо отказаться, потому что хлеб – это те же макароны, это крахмал, это клей. Печень вы будете заклеивать, как её в своё время убил Норма Нокер. Правда, потом он всё-таки избавился, перейдя на очень серьёзно разработанную методику свежевыжатых соков, в основном подчёркивая овощных соков, и он всё-таки убрал к себе эту проблему, очистил через кризы. Но сейчас это сложнее, его методика работает, как и правильно говорит Аганян, потому что сейчас люди слабее во всём, иммунитет слабее, других факторов очень много, которых не было при Норма Нокере. Поэтому я даю их с учётом этих всех поправок, всех-всех-всех. Так, ну слушайте, ну вот нет, дело выбора, правда, ведь человек может и после этого есть и макароны, и ризотто, только спросить себя надо так, вот представьте, что лежит человек на прикованной кровати после инсульта год, два, десять, он что-то думает, да сказать не может, он мучается, но понимает порой, может быть понимает, порой люди умирают, так ничего не понимают, а кто-то поймёт и скажет себе, ну неужели я такой раб желудка, ничтожество такое, что из-за своих идиотских пристрастий, я потерял свою жизнь, даю мучиться своим родственникам, людям, там, государству, которые тратят на это деньги из-за того, что я пожрать любил, то, что вообще не является пищей. Вот скажите себе так, ну когда-то я себе сказал, я что, какая-то, как Достоевский там перефразирует, ну там, мерзавец, да, или я человек, я любил кофе, оно надо мной стало брать верх, смотрю, две чашки, три, хочу, я говорю, я что, слезняк? Я сказал себе, да, много лет назад, что никогда к этой гадости я больше не притронусь, и я это сделал именно по причине нездоровья в то время, да, а именно потому, что я человек сильной воли, и я не могу позволить, чтобы надо мной что-то брало верх. Вот найдите себе в силу разумного человека и сказать себе нет тому, что объективно не является никакой пищей вовсе, что является концентрированным, сначала вареным, потом жареным, сушеным, потом опять вареным, клеем, какие макароны. Я понимаю, что полить, как в этой песне, острым перцем, там, приправы, потом не будет плохо, но это лишь потом. Но давайте будем людьми все-таки. И чем заменить хлебцы? Сыроедные хлебцы и дегидраторы. Пробуйте семена льна, там, гречки пророщенные, все, там, пожалуйста, и при 40 градусах дегидрируйте, будут вкусные хлебцы, похожие на хлеб, по вкусу, по ощущениям, и вам будет очень легко, вам будет очень легко. Ну вот Аркадий опять пишет, прошу кого-нибудь написать мой блог еще раз, скинуть, какой мой блог. Значит, второй семинар по воде, где я разберу, я жду человека, вот этого директора фирмы, очень серьезный, который разработали уникальные, и их производят сейчас в Корее, самые дорогие, к сожалению, в мире, но уникальные приборы, которые выдают все физико-химические свойства, аналогичные клеточной, внутриклеточной воды. Тогда вот посмотрите мою лекцию о воде, и вы поймете, насколько это важно, но она, это прибор дорогой, но я не могу без него, а я хочу его проанализировать. Он обещал, что сейчас новый придет, тип прибора еще лучше, и вот после этого у меня будет полный анализ других приборов, от простых до сложных. И вот тогда я сделаю вебинар, об этом будет объявлено в моем блоге, обязательно второй вебинар о воде. Так, этот продукт, нет, значит, если у вас вы уже приобретали инфопродукт номер 10, то тогда вы лично, да, вот если вы приобретали, не надо приобретать этот продукт. Дальше, блог, сейчас, пожалуйста, я попрошу кого-то написать мой блог, он очень простой, ну, давайте, кто вот блог мой не найдет, хотя ссылочку люди в чат уже посылали, это, скажем, в любой поисковой системе в Яндексе наберите Фролов Юрий Андреевич, и первое место будет мой блог. Ну, и все ссылки так или иначе будут на мой блог. Значит, вот понимаете, бездрожжевой хлеб, он отличается от дрожжевого тем только, что там нет тех дрожжей, которые даже при термообработке страшной, сильной, 160-200 градусов, остаются живыми. И потом уже грибки, поселяясь у нас, термофильные грибки, они просто поедают клетки многие, они поселяются в лимфатической стене. Ну, то есть, об этом я подробно и Жданов говорил, ну, не биологические нюансы, но рассказывал, все это правильно, не надо ни в коем случае дрожжевой хлеб есть, это просто страшная отрава, это просто катастрофа. Но вот хлеб, еще раз, в любом случае хлеб – это продукт, который забивает печень. Клетки печени будут прорастать там в фиброзной ткани, заклеивают клетки печени, вот что это будет. Значит, так, как лучше оплатить из Канады, это вам организаторы сейчас обязательно скажут, там есть нюансы, наверное, они лучше это знают. Черная соль. Черная, гималайская соль, розовая, красная, они более полезны, сравнивать нельзя. Натрий хлора поваренная, во-первых, она поваренная, минералы там мертвые. Но неорганическая соль, это черная там, добывается в основном в каменоломнях, если она еще не варилась, потом бывают мерзаться и так делают. Но в этом случае, если она честная, добыта в каменоломнях, это бывшие моря, которые испарились естественным путем, и там накопилось гигантское количество минералов, до 60, бывает, очень полезных. Поэтому красная соль в этом смысле достаточно полезна. Значит, зеленый чай, смотрите, будьте аккуратны с чаями, вот почему. Если чай лежит хоть в минимально влажных условиях иногда, то есть вот воздух, влажность, плюс к тому, даже если идеально все было сделано, то через 60-70-80 дней там начинаются развиваться грибки. И это очень опасно. Грибковые инфекции, смотрите мой вебинар, вы все поймете. Я что советую? Либо хороший свежий чай, например, из Тайваня, или какие-то дорогие красные, желтые чаи, которые только пришли, свежие, вы точно это знаете, зеленый тот же, на порции распределите и заморозите. Если вы его заморозите, то после размораживания никакие свойства не теряются, грибки не будут, вы остановите время. Вот это мой вам очень ценный совет. Значит, приложение тогда напишите на почту, если вы именно, потому что мы посмотрим по базе старой, если вы десятый продукт брали, то мы вам предложим отдельно это приложение номер один, это вы просто вот в виде исключения, ну, напишите мне на почту. Так, из Донбасса спрашивают, но организаторы напишут. Я думаю, что из Донбасса тоже через Робокассу можно оплатить через какую-то платежную систему. Ну, по крайней мере, вам, наверное, напишут сейчас организаторы. Так, вот, слушайте, выпадение волос – это очень серьезная проблема. Вы знаете, что я сделаю по этому поводу? Я пару слов сейчас скажу. Но я сделаю мини-инфопродукт, маленький такой, дешевый, который просто я все методики изложу там и объясню все, то есть чисто по волосам, потому что очень многие спрашивают, а я то там, то там по паре слов, но это, конечно, нужно сделать отдельно. А на большой вебинар это не тянет, ну, сами понимаете. Я вам скажу сейчас вкратце, что такое. Значит, это проблемы, их несколько. Первое – грибки, которые поселяются в эпидермисе. Второе – в частности, это разные штаммы. Кандид, другие грибки. Второе – это есть кожный клещ, так называемый. Меня про это очень часто спрашивают, демодекоз. Я про него тоже подробно расскажу, и это бывает в нем причина. И выпадение волос, и прочее. Это нехватка, безусловно, минералов. По той причине иной, ну, как правило, кремния. Потому что волосы обязательно должны построить, это белки и минералы, в том числе кремний, очень много там. Имейте это в виду. Есть способы, нужно активизировать подачу крови к капиллярам, к луковкам, к фолликулам, к луковкам, откуда растут волосы. Шампунь нужен для этого натуральный, не химический. В идеале мыло использовать дегтярное, тем более, если сибария. Есть при сибарии методики целые, я о них расскажу. То есть, вот что касается волос, будет такой мини-продукт выпущенный. Очень недорогой, чтобы каждый мог купить. И вообще, забыть эту проблему, если, конечно, не полениться и исполнить ее. Так что расскажу потом поподробно. Иван, чай полезен. Опять-таки, вопрос с хранением. Ферментированный правильно, можете заваривать градусов до 60 в воде после обратного осмоса, даже 60 градусов. Прекрасно заварится, будет вкусно. И многие питательные вещества, минералы ценные, они будут органическими, они очень полезны. Поэтому применяйте, никаких проблем. Так, аэровидические, я, если это не вареные, не жареные продукты, то хорошо, если они выращены на хороших почвах, хорошо, но мы же этого не знаем. Что-то узнавайте у продавцов на фирме, задавайте вопросы. В целом, аэровидические специи, это вообще хорошая штука, если знать, как ими пользоваться. Конечно, это же травы. Но только не тогда, когда есть проблемы, определенные с печенью. И ведь печень, есть положительные свойства, есть отрицательные, даже у трав. Поэтому надо знать, сколько, какие дозы, когда. Это все понятно. Как чистить от паразитов, если гонять желчь опасно при камне? А, так ведь, подождите, ну вы чистите, естественно, не только желчегонными. Это желчегонные средства. А вы чистите теми, которые являются паразитогонными, если так можно назвать. А если уж надо уничтожить паразита в органе, ну, например, он, я объясняю, сидит в ткани, или трехинелла, которая в мышцах, да, например, ну не дай бог, то ее можно биорезонансом, а потом нужно очень хорошо применять сорбенты, чистить печень и еще там ряд препаратов, но это уже я рассказываю там подробно в паразитах, там, там, там. Так. Так. Значит, зеленый чай. Ну, я бы сказал все-таки больше, вот понимаете, тот зеленый настоящий чай, который на чистых почвах, который выращен действительно сорта, и неподдельные, из Тайваня, дорогие, можно иногда, я не пью, я часто, я бывает, у меня есть очень хорошие чаи, привозят знакомые, но я их, как бы это сказать, когда знакомые приезжают что-то, такую чайную церемонию произвести, вот это я делаю, а так я пью только воду, лично я. Так. Есть ли йод продукты коралл-клуба? Конечно. Во многих йод есть чистый, йодный, органический, там, есть во многих продуктах, йод, вартишоке и так далее, конечно, есть. Да-да-да, келпи, все правильно. Так. Волосы от гормонов выпадают. Так, а если волосы от гормонов выпадают, там будет... Ну, гормоны – вещь особая. Я, естественно... Да, конечно, вот вы, вот смотрите, был, я сразу скажу, был такой, например, препарат, химический, да, но назывался силокаст. В свое время, лет 20 назад, я сам, у меня были выпадения волос, связанные с тем, что я много антибиотиков принимал, когда у меня был порез и попала инфекция серьезная. Мне пришлось принимать антибиотики, курс очень серьезный, потому что нарыв уже рука стала пухать, почти в кость инфекция перешла. И вот у меня волосы стали выпадать. Я стал применять силокаст, его намазывается на голову, расчесывается, там пробор делается, кисточкой намазывается силокаст, потом, значит, целая процедура, потом ждет, там полтора часа оно смывается, и вот это очень дает сильную, ну, помимо того, что витамины, так сказать, прочая минеральная подпитка, это давало эффект очень сильный на годы. То есть, я скажу так, можно воспользоваться, найти силокаст таким образом. Значит, что касается голова лысая. Не всегда это значит, что будет, так сказать, это невосполнимый процесс. Когда вы наладите процессы в печени, в организме, уберете инфекции, в том числе кожные, если грибки они есть, да, клеща этого, кстати, я про клеща тоже там это сделаю методики, считается, что он не лечится, а только народными средствами он лечится, очень серьезными народными, используя чеснок, настойки на чесноке, там прочее, не только на чистоте, или не только, там я даю, я дам методы, при которых вот репчатый лук, хрен, он, понимаете, с одной стороны, смотрите, давайте так, с одной стороны лук, хрен, чеснок, это очень полезные продукты, потому что они являются не только желчегонные, а они являются антипаразитарные, антигрибковые, антивирусные средства, очень сильные. Например, чеснок используется обязательно при лечении вирусных инфекций, в том числе. И поэтому давайте так, значит, если печень, есть серьезные проблемы, там гепатит С, да, вы не злоупотребляете этим. Если нет цирроза, впрочем, применяйте, пожалуйста. Здоровая, относительно даже здоровая печень, я вот на своем примере скажу, я могу съесть, я ем часто, я вот два месяца подряд, например, как мой лук шикарный, мой прям с огорода пошел, я ем минимум полкилограмма лука в день репчатого. Естественно, свежего в салат с маслом, там, кедровым, либо льняным. Вот, ну, естественно, авокадо, потому что иначе так просто его трудно есть. Ну, хотя, значит, или огурец, там, или авокадо. Вот я это ем полкилограмма, да? То есть, я примерно ответил на ваш вопрос, но если есть проблемы, да, конечно, надо очень аккуратно к этому отнести. Значит, биокурунга, там основано на кислоте. Значит, смотрите, биокурунга вы не покупаете. Я понимаю, согласен с вами. Вы покупаете те пробиотики, что я вам перечислял выше просто. Их вполне достаточно, ассимилятор, там, какой-нибудь там, допустим, ну, вот то, что я вам говорил, да, вегистейбл, там, вполне будет достаточно. Вот и все. Еще раз, вот смотрите. Например, омега-3, жирные кислоты, они есть омега-3, например, 60 капсул, ну, и другие дозировки есть в коралловом клубе. Они из животных продуктов. Но вы веган или не хотите это, хотя это не будет, ничего страшного для здоровья не будет, я вам сразу скажу. Но если вы не хотите принципиально, есть IQ. Всегда в коралловом клубе есть замена. IQ – это уже на растительной основе полинонасыщенные жирные кислоты, да, которые необходимы для развития мозга человека, ребенка, естественно. Горчица помогает росту волос. Да, есть такая методика, когда горчицы моются, значит, горчицы, там, яичный желток, можно горчиться с пеплом золой березовым, там, и маслом определенно втирается в голову, моется, в том числе, да, и горчице очень полезно телом мыть, тело наше, не мылом, а горчицей. Или мылом, вот как я выпускаю, например, в основе которой только растительные масла, эфиры, более ничего. Так, при гепатите С, нет, именно от паразитов, да, при гепатите С, у меня все это есть в методиках. Но вам в идеале, если есть такая комбинация и то, и то, совместите методики по… Не совместите, а разберитесь в методиках, где по паразитам и вот по гепатиту. Но вообще, где гепатит, то есть вот в этом продукте, я даю ведь и информацию по паразитам, поэтому вы там найдете, в принципе, что делать именно вот в этой комбинации. Если есть начало, надо паразитов, но, понимаете, тут параллельно, ждать с гепатитом С нельзя. Вы просто будете делать параллельно. Там очень много продуктов совмещаемых, которые бьют сразу, например, по паразитам гонят, и которые вирусы, ведь это же вирусы, вирусы уничтожают. Там вы это найдете. Так, значит, советую есть мясо и печень. Я вот, Елена, вот честно, Елена Голл, я не понимаю ваш вопрос. Неужели вы не слушали вебинар? Вы пишете, советую ли вы есть мясо и печень для восстановления белка. Вы не сможете восстановить белок, как вы пишете, из мяса и печени. Почему? Ну, вот прослушайте эту лекцию еще раз. Я ведь акцентировал раз 10 в разных аспектах, что такое мясо. Это антигены, это ураты натрия, это яды, токсины. Ну, как вы можете восполнить? Еще раз, я же объяснял, что из аминокислот строятся в нашем организме белки. Организм мудрый, сам знает, когда и сколько, как построить, какие белки. Но они строятся из кирпичиков, из основ белковой молекулы, из 26 аминокислот. Все эти 26 аминокислот есть в двух-трех любых растительных компонентах. И поэтому, если вы их едите, и у вас нет проблемы с печенью, нет проблемы с пищеварительной системой, вы ее постепенно, если с печенью нет, наладите пищеварительную систему, используя методики мои, например, то вы тогда сможете усваивать прекрасно, как я это делаю. У меня вес никуда не колеблется. У меня белков хоть отбавляю, потому что во всех сферах все функции работают в порядке. Хотя я не ем уже больше 7 лет ни грамма животного белка. Ни грамма. Откуда белки? Дорогие друзья, они синтезируются. Ну, почему? Это Америку? Ну, как обезьяна получает белки? Ну, как? Ну, только не надо слушать тех идиотов, которые любой ценой пытаются оправдать свои извращенные желания съесть мясо и говорят нам, а они вот там слюной намазывают веточки, муравьев там едят, слушайте. Ну, вот по всей теории вот сбалансированного питания, ну, не хватило бы им этого. А гориллы вообще этого не делают. Они вот 200 килограмм, они человека одной ударом убьют. Ну, кроме каких-то особо мощных людей. Так вот, ну, будьте разумными людьми. А ведь о чем я говорил? Ну, вот пересмотрите, я вас прошу, вот кому я сейчас это адресую, просто забыл имя. Посмотрите мою от 18 июня лекцию полностью, чтобы вам еще серьезнее понять, что такое животные белки и всю эту логистику. Ну, посмотрите обязательно. Хорошо. Вот, да, благодарите у меня за вебинар. Да, ну, кто уже сейчас уходит от нас, и я вас благодарю за то, что вы присутствовали. В принципе, мы сейчас уже будем заканчивать, я думаю. Картофель как употреблять? Значит, смотрите, вы можете, на Руси вообще его не употребляли, его начали с 1870-х годов активно потреблять. А в 40-х, в 1840-х были крестьянские бунты даже, потому что заставляли их выращивать картофель, а крестьяне считали его ядовитым. До этого все заменял овес. Вот я про овес сегодня даю приложение номер один, это ценнейшая информация. Но, значит, я вам что хочу сказать. Картофель есть, в принципе, не надо. Я понимаю, что это сильный наркотик. Я страшно любил жареную картошку раньше, а сейчас я ее не хочу есть. Честно вам говорю, не хочу. Значит, чтобы вам помогло вот в процессе перехода на правильное питание, вам надо удовлетворить просто нервные центры в головном мозге. Для этого берите в пищу такие вещи, как вот я, например, делаю хренодерку, ткемали. Кто знает, что я занимаюсь биопродуктами, выпускаю их, продаем. Вот там вкусы по айурведе как раз все кислые, сладкие, хрен там дают, соответственно, ну, понятно. Все вкусы. Я вот просто ем салат, например, могу туда положить и этого или другого, и я удовлетворяю все свои вот вкусовые пристрастия. То есть вот просто не хочется ничего другого. И вы не захотите. Думайте просто, как с гордонобразием сделать живые нормальные соусы, или купить его, где продаются они там, так сказать, если такие. Ну, или сами делайте. И все, проблем нет. Значит, мои лекции другие, легко прослушать, это я Ирине Дмитриевой и другим говорю, зайдя на мой блог, youfrolov.ru, либо наберете в Яндексе фролов Юрий Андреевич, и вы попадете на мой блог, и вы там посмотрите все. Начинайте обязательно с лекции от 18 июня, именно с этого, как бы вам не хотелось начать с другого, если он новичок в этом деле. Чтобы вы все поняли, вот иду. Я вам просто даю логику, знаю, как все надо, с чего начинать. Вот, Ольга пишет благодаря, я тоже вас благодарю, и всех, кто сейчас уже уходит от нас. А вот, значит, я так понимаю, что эта лекция будет обязательно на этой страничке доступна. Организаторы это подтвердят еще несколько дней, пока идут продажи нашего инфопродукта. Значит, поэтому вы можете зайти завтра, пересмотреть и так далее, эту же лекцию, которую сейчас вы слышали. Молотые ракушки для потворки кор. Значит, смотрите, а их добавляют в землю для минерализации. Так-так-так, очень хорошо в землю для минерализации. Вообще для минерализации-то вы можете и неорганически, вы можете доломит, известняк добавить, потому что, да, для ощелачивания почвы, если у вас почвы кислые, так сказать. А если для еды, есть такие фирмы, которые производят, например, Irwin Natural, компания американская, молотые кальции из ракушечника морских раковин. Но зачем это надо, если Coral Mine, другие продукты в Кораллум-клубе, которые, кстати, дешевле, так сказать, есть кальций отдельно, пожалуйста, это всё есть. Это, так сказать, ну, молоть, конечно, раковины, я вам не... Ну, зачем этим заниматься и покупать где-то раковины, причём надо ещё знать, какие раковины. Хорошо, я брал они молочные, так, ем рыбу, варю. Ну, рыба меньше проблем, чем с мясом, конечно, меньше, но всё равно есть варёное. Ну, понятно, если не... Ну, я советую постепенно отказываться. Овощи, фрукты, мёд, орехи. Редко. Мёд только утром советую, вечером не ешьте орехи, не смешивайте ни с мёдом, ни с фруктами. Вес ушёл немного и остановился. Что делать? Ну, смотря, что вы хотите. Если вы хотите вес увеличить, прибегните к моим методикам по ОВСу, например, который я сейчас предлагал. Ну, значит, ешьте, например, больше пророщенной гречки, того же овса, просто проростков, жуйте только долго. Ешьте больше семена маранта, вот сегодня говорили абсолютно правильно. Ешьте хлореллу, в ней очень много аминокислот, соответственно, все белки, все вообще аминокислоты в ней есть. Все. Спирулина. Это вы можете купить где-нибудь или тоже в коралловом клубе, например, как вариант. Это тоже к пище добавляете. Яиц, только не варёных, тогда да. Если вы яйца сварите с корлупу, то, извините, вы получите уже неорганические кальции, которые вам пойдут только на вред. Поэтому всё-таки, ну, смотрите, можете яйца только с корлупа, ну, а вы поймите, ну, значит, держите корлупу сначала в соде, часа два, в хорошем растворе, чтобы сальмонолиоз не подцепить, да, или, так сказать, прочие инфекции. Вот только это учтите. Вот всё можно, пожалуйста, так можно. Только учтите, вот что я вам сказал. Так, а что такое, я вас очень понимаю, Ольгу кто-то понимает. Нет, ещё раз говорю, пожалуйста, если человек теряет массу, перейдя на сыроедение, у него есть чётко определённые проблемы, или связанные с паразитами, инфекциями в печени, нарушение её дисфункции, ведь она синтезирует белки, поймите. Она разбирает и синтезирует плазменные белки крови, значит, в ней есть проблема, скорее всего, но могут быть другие ещё проблемы. Просто это нужно, ну, их, как правило, в этом. Значит, кокосовое молочко – очень питательный, ценный продукт, огромное количество минералов содержит. Калия, кальция – это правда. Вот вообще, вот есть очень хорошие чистки на… Я сейчас был у моих знакомых, друзей очень хороших, Денкора такой, кулинар, известный сыроедный во всём мире. Мы снимали ролик, я его скоро на сайт, на блог у меня выложу, там есть такие методики чисток на дуриане. Ну, кто, может, имеет возможность поехать в Таиланд и два месяца быть на дуриане и кокосовом молочке. Великолепная вещь, но, конечно, не панацея. Я ещё раз говорю, есть микромир, паразиты, это отдельно, учтите. А вообще, как чистка и как питательные вещества, шикарные, особенно если в природе в дикой или, так сказать, но всё-таки в полудикой хотя бы выросло, то дуриан, кокосы, это вообще кокосовое масло – уникальный продукт. Кокосовое молочко, если это молочные кокосы, тоже. Так, мол, это из скорлупа яиц, да, я же сказал, дают кальций, но если они не варёные, вам дадут, они органические кальции. Варёный – неорганический, он пойдёт во вред. Кокосовое молочко, да, прекрасно. Кокосовое масло в магазине «Джиганат» продаётся. Вы знаете, не знаю, я только одно знаю масло, называется «Агрилайф». Так вот, только «Агрилайф» – это масло, которое производится в Таиланде. В Таиланде много масел производится, и мой друг его поставляет. Он жил полгода, значит, в Таиланде, он изучал этот вопрос. Эта марка производится масло под личным контролем, и один из учредителей – король Таиланда. Он очень серьёзно относится к биопродуктам. Это не просто биоорганик, потому что сейчас очень много подделок, и биоорганик. А вот это да, но его, к сожалению, из-за того, что мерзавцы, которые завезли под видом органик гадость, и в известнейших даже дорогих супермаркетах, даже в очень дорогих, продают сейчас это под видом органик. А цена совсем другая, она цена, ведь всё объективно. Цена, понимаете, она на хорошие вещи не может быть дешёвая, потому что это невозможно. И вот они поставили в розницу такую цену, мерзавцы, которая почти является себестоимостью после растаможки качественного масла, которое, естественно, априори более дорогого. И вот это привело к тому, что последний продаётся, и больше не будет никогда такого масла у нас в стране, как его и не было ещё 2-1,5 года назад. Это масло вы можете купить наше, вот это, ну, моего товарища. Либо в сыром обеде магазин такой в Москве, он отсылает другие города, пожалуйста, я не боюсь дать им рекламу, значит, а я даже знаю, что это да, либо у нас. А у нас это вот с моего блога, зайдя в блог, вы перейдёте, если захотите, раздел проекты, и там есть продукты от Фролова. И вот в нём вы, пожалуйста, увидите 300 видов биопродуктов, если захотите приобретать у нас, в том числе масло. И есть ещё определённые акции на это масло, по достаточно низким ценам вы сможете его приобрести, не найдёте, спрашивайте. Так, значит, в чечевице есть белок, ну, конечно же, есть, и очень много. Я уже говорил, что бобовая – это такая продукта, в которой очень много высокомолекулярного белка, и поэтому он, с одной стороны, всё-таки не очень полезный продукт для постоянного применения, но если вы чечевицу прорастите, проростки, то это будет очень полезный продукт, потому что тогда сложные белки переходят, ну, скажем, вообще в растениях белки в составе находятся, знаете, вместе с углеводами, они легче расщепляются, это очень простые, там в основном полипептидные участки, то есть белки не сверхвысокомолекулярные, где десятки миллионов там могут быть аминокислот, а до двух миллионов, они легче расщепляются, пройдя через пищеварительную систему, и в 12-перстном кишке они уже всасываются в виде аминокислот. Но не употребляйте, ешьте не больше 50 грамм от силы 100 за раз, а не чаще раз в неделю. Варить, ну, можете отварить, но я не советую, потому что варёные белки, донатурированные белки. Значит, Дэн Кора вернулся в Россию и два дня назад уехал, мне написал смс-ку уже в Америке. Скоро поедет опять он в Азию. В общем, ну, я репортажик такой интересный, мы у него на квартире сняли, я выложу, поэтому можете посмотреть. Так, какие он делает шикарные хлебцы, ну, как я их называю, чипсы, они сыроедные, естественно, из гречки, и использую паприку, такие острые. Ой, какие, это вот никто так не... Ну, конечно, он мастер, что там говорить. Так, значит, я вообще их не ем, а вот когда он приезжает, заказываю специально. На все полезен... Вы знаете, кисель, он, понимаете, он варится, да, если, то он уже всё-таки не полезен. То есть там есть те... Там больше не вещество работает, там больше информация. В общем, это принцип, на самом деле, весь лечебный принцип всего, что варится, он может быть только на передаче информации, то есть на принципе гомеопатии. Малое вещество влияет на процесс, передача энергии. А вот если вы сделаете, как я рекомендую, вы получите десятикратный эффект, понимаете, лучше, десятикратный. И, естественно, да, там не будет уже брожения, как здесь, тем более с кусочком хлеба. Да вы что, тогда будет брожение, безусловно, это не полезно. Тем более там дрожжи в хлебе, да если бы даже не было. Там есть закваска, всё равно там есть грибки, только другие. Конечно, это вредно. Будет брожение. Ждём продукта... Будет обязательно про волосы, это да. Шсоробит не работает с наложным платежом. Ну, я работаю, пожалуйста, по безналу официально, всё, через расчётный счёт. Ради бога, обратитесь ко мне, и я Анне говорю, Киреевой, и, так сказать, зайдите на мой сайт nadgard.com, ну или перейдите в раздел проекты на мой сайт, и, соответственно, там будет прайс, правый верхний угол, на моём сайте nadgard.com, где вы можете скачать его, посмотреть и, пожалуйста, сделать заказ, и мы можем вам выслать в другой город, в любой автотрейдинг мы обычно отправляем, от определённой суммы только там всё указано, раздел прочтите, да. Так, польские учёные приоритет синичный скорпус, на стальной воде воду, в локацию и иной форме вода щелачивается. Значит, ещё раз вам говорю, значит, если любой минерал подвергается термообработке, верьте не учёным, где написано что-то, а своим глазам. Вы же верите, что если вы скипятите воду жёсткую, то кальций и другие минералы выпадут в осадок, правда? Верите, тогда больше не говорите такое. Если вы видите, что он выпадает в осадок, значит, то же самое происходит в любых овощах, фруктах, если вы сварите выше 65 градусов, минералы по законам физики и химии выпадают в осадок, то есть переходят в неорганическую форму, которая не может усвоиться организмом человека и любого животного, а только корневой системой растений. Всё. Значит, кокос у вас по вкусу не нравится, а тогда возьмите, например, водоросли, в АКМ, замочите водой 50 градусов, там, да, соль лишнюю слейте, она, соли будут солёные слишком, значит, и добавьте в тёплую туда масло кокосовое, прям столовую ложку, да, размешайте, и вы попробуете какая-то вкуснятина, и вы спокойно сможете есть кокосовое масло. А потом я, может быть, вы такое ещё не пробовали, как масло, но я вам, тем не менее, дал рецепт. Итак, всё проращиваем. Да, проростки очень полезная штука. Приведу вам пример. Берёте проростки, например, ну, скажем, того же амаранта и витамин С, который есть, например, в определённой пропорции в семенах. Когда вы проращиваете, то через 5 дней количество его увеличивается в 10 раз, а через 8 дней в 20 раз. Ну, как вам это нравится? Всё, да, вы всё поняли. То есть вкус варёный. Вам потому нравится, что вы к нему привыкли, вас родители приучили с детства. Ваша кишечная микрофлора, большей долей которой патогенная, к этому не только приспособилась, но имеет возможность только так жить. Когда вы лишаете её еды, они начинают вот эти бактерии, вирусы, грибки погибать. Они травят ваш, во-первых, организм, во-вторых, они посылают как бы сигнал через нейр, гуморальную систему, через нервную, в мозг и, мол, давай жрать. Вот и всё. То есть это чисто наркотические привычки и всё. Сбитень широко применяли на Руси. Он полезен. Значит, если сбитень варится, то он, конечно, полезен лишь тем, что он действует опосредованно, через информацию. Но сбитень можно сделать всё-таки и сыроедный, да? Применяя блендеры, просто подогревая до определённой температуры. Вообще на Руси раньше, я об этом рассказывал во многих своих лекциях, ставили ту же репу, вот выражение проще шпаренной репы, её ставили ленивку, так называемую, выстывающую русскую печь. И к утру она ферментировалась, а температура там не была выше 60, и этот продукт был, в общем-то, живой. Так. Осадок на баллоне, если в него минералку без газа. Это плохо. Вообще минеральную воду пить нельзя газированную. И вообще минеральная вода не полезна. Почему? Почему от неё есть, посылают на воду, а людям лучше? Объясняю. Во-первых, эти люди, как правило, в жизни свою воду не пьют. Они пьют чай, компот, водку, что угодно, только не воду. И когда их посылают на воду, а эти воды, конечно, минерализованные, очень щелочные, 8 или больше, то только потому им лучше становится, что они, с одной стороны, организм защелачивают, и это многие беды убирает из организма. Но они гадят организм, потому что эти минералы неорганические будут потом сказываться на болезнях почек, на виде атеросклероза, если он дальше будет обсасывать теляшечью ножку, там и так далее, как привык это делать, и так далее. Вот вам, пожалуйста. То есть это и плюс, и минус. Не надо употреблять. Пейте хорошую воду, лучше дистиллированную, чем абы какую. А минералы получайте из живых овощей, трав, соков и так далее. Ногти слоятся, продольные бороздки. Есть проблемы с печенью, и второе, нехватка минералов, таких как калий и кремний. Кальций и кремний. Магний. Магний тоже. Белые точки, особенно если на ногтях появляются. Так, яблоки, запеченные в духовке с медом, вредны. Они растворяются в организме, благодаря огромному количеству ферментов. А знаете, что такое ферменты? Это тоже белки. Только организм и витамины, и белки берет уже из организма, а не из этих продуктов. Потому что запеченном яблоке ни ферментов, ни витаминах не остается. И поэтому, чтобы это хоть как-то переработать, а часть берет на себя переработки кишечная микрофлора, патогенная, которая нам токсины, яды выделяют, а часть, да, ферменты все-таки переворачивают их и в левостороннюю структуру, и разбирают. Но, на это уходит много энергии, сил организма, и это уходит на это часов 6-8. А живое яблоко за полтора часа переваривается. Думайте сами, что делать. А мед ни в коем случае варить нельзя. Ни в коем случае. Это вообще большая проблема. Настойка номер 7 Кораллового клуба с алкоголем. Нет, ну, знаете, если там алкоголь, вот честно не знаю, потому что я рекомендую не настойку номер 7, а набор трав номер 7, и, конечно, там алкоголь. А если в настойке алкоголь, ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Тогда это плохой продукт. Нельзя. Значит, надо именно набор трав номер 7 принимать Кораллового клуба. где, конечно, никакого спирта не... Вообще, что на спирту, ни в коем случае не применяйте. Больше бед будет, чем пользы. Скорлупу можно не варить, а озонировать. Зачем? Я вот не понимаю, варить, озонировать, дезинфицировать, чтобы... Ну да, можно озонировать, конечно, в этом смысле. Кормлю грудью, веганское питание. Когда день провожено питание, как вы рекомендовали, вареные гречки, овощи и фрукты, перерыв, наслечиваю тошнота. Да, ну, смотрите. Значит, вы уберите фрукты, посмотрите, будет ли без фруктов тошнота. Во-вторых, попробуйте играть маслом. Добавляйте, убирайте, будет тошнота, не будет. Конечно, это может быть связано с тем, что поджелудочная железа не очень хорошо работает. Причину разбирайтесь. Смотрите на вирусы, грибки, ну, грибки в меньшей степени, на вирусы, значит, на паразитов, всё, что я говорил, слабый, сильный голод, а молока меньше. Молока меньше приходит, применяйте те, соответственно, травы, которые увеличивают молока, употребляйте проростки, расторопшие проростки амаранта в пищу. Кокосовое масло очень будет прекрасно. Льняную кашу, так называемую, которую я рекомендую, конопляное молочко можно. Значит, эти паразиты, печень чистится. Могут быть паразиты, печень, да. Если попробуйте разобраться, проанализируйте, как вы питаетесь час за часом, что было вчера, позавчера, вспомните, на какие продукты какая была реакция. Если вы не сможете самостоятельно сделать вывод, хотя, я думаю, имея вот эти инфопродукты основные, ну, по крайней мере, вот это, и логику ту, которую я довожу, да, вы попробуйте проанализировать, но не сможете, напишите мне. Только, значит, распишите, что и подробно, но достаточно необъемно, потому что я, сами понимаете, насколько я занят, каждую секунду считаю. Значит, капустный квас, как часто можно пить? Можно сделать курсы, месяца два, три, то есть, чтобы сейчас на это время не тратить, вы посмотрите Еремина, он более чем подробно рассказывает, у меня в блоге это есть. Так, пью воду, настою на пяти камнях, я все понял, шунгит наверняка и прочее, и прочее. Очень хорошо, потому что у вас, почему бороздки, ну, вот смотрите, у вас это все опосредовано. Ясно, что эти камни поставляют, как правило, хотя могут и органические минералы, смотря какие, откуда, кремний тоже может быть органического происхождения, если там в состав включены раковины, там моллюсков, там, допустим, каких-то древних, может быть. На чем и основан коралмайн, который добывают древние раковины кораллов. Значит, ну, вообще, это дезинфекторы в основном, и вы можете просто этим придавить, например, кишечную патогенную микрофлору, что улучшит, соответственно, усвоение органических минералов уже из другой пищи, и поэтому вам лучше. То есть, может быть, оттуда, может быть, оттуда. Так, что по поводу грибов, можно в каком виде? Грибы, вообще, пища тяжелая, грибы, это наши предки использовали как лекарство. И я, можете, конечно, можете, конечно, но в сыром виде, естественно, лучше. И, кстати, даже в Италии, кто-то про Италию упомянул, там очень практикуются многие грибы в сыром виде в салаты добавлять, что все-таки, как отголосок прошлого, пришел к нам с тех времен, когда люди все-таки употребляли пищу, как она есть, как природа создала ее, без жарки, без варки. Так, вырастила, расторопши, прочее, прочее. Ну, давайте, знаете что, я, пожалуй, так скажу, все остальное вы найдете в моих этих гомеопат-делках на спирту, там капли, закон воды помогает. Работает там то, что, я еще раз говорю, не вещество. Никогда такие микродозы вещества не могут работать. Там работает информация. Вот почитайте и посмотрите о воде, как структурируется воды, что такое память воды. Там то же самое. Работа идет через волновую квантовую физику. То есть, зная законы физики, биологии и всего прочего, можно понять, как это происходит. Итак, дорогие друзья, я рад, что вы остались со мной почти до пол первого, ой, до пол нуля, до 23, почти 30. Я благодарю вас за... В хвоща есть кремний, да. Я благодарю вас за хорошее, так сказать, я надеюсь, за то, что вы меня слушали. Я надеюсь, мое выступление было полезное вам. И само даже выступление огромную несет информацию, колоссальную, несет логику, смысл. Я надеюсь, что это поможет вам в жизни, поможет вам решить проблемы. Ну и, соответственно, так сказать, вам и вашим близким. Поэтому я вас благодарю. Надеюсь, вы тоже меня поблагодарите за... Я надеюсь, неплохое, хорошее выступление. Мне оно, в принципе, достаточно самому. Сегодняшнее так понравилось, прошло достаточно кратко и для такой информации. И объемно. Поэтому я вас еще раз приветствую и уже хочу попрощаться наоборот. Так что давайте увидимся. Это объявление, то есть этот вебинар обязательно будет еще несколько дней доступен. Вы сможете пересмотреть завтра. Многие люди не смогли сегодня прийти и придут завтра, посмотрят. И, конечно, так сказать, если вы сочтете нужным для себя, вы имеете возможность сегодня и завтра целый день приобрести по сверхнизкой цене вот этот уникальный курс огромный и к тому же все те бонусы, о которых я вам говорил. И в том числе мою личную консультацию в этом случае по данной тематике, которую вы можете изложить и прислать. Если не найдете все ответы и что-то не получится, то вы это можете сделать в крайнем случае. Я прошу вас бескрайние нужды. Это не делайте, потому что поверьте и поймите, насколько я занятой человек, сколько я веду направлений, более 20 видов дела у меня, бизнеса. Я, тем не менее, нахожу время и веду такие лекции, потому что действительно грех эти знания держать в себе. А эти знания я даю бесплатно, а платно я даю только то, и никто камень в меня кинуть не сможет, что я, что называется, нажил, настрадал годами. Мои огромные знания в разных вопросах и мое время, которое очень дорогое. Я не зарабатываю с этих лекций, с продажи вот этих продуктов, столько, сколько бы я за тот час заработал, занимаясь другими видами своего бизнеса. И я вам даже скажу такую вещь. Я бросил мой рыбный, ну, аквариумные рыбы, да, вот этот аквариумный бизнес, только для того, чтобы ввести вот эти вебинары и давать вам знания вот эти. И я на это пошел шаг. Хотя он гораздо был прибыльнее, чем то, что я сейчас делаю и на что трачу время. Поэтому, пожалуйста, это тоже цените. И те люди нечистоплотные, которые пытаются и здесь какую-то сказать, свести все на деньги, подумайте разумом, какие знания я даю, и будьте разумными людьми. Ну, всего вам хорошего. Вы все благодарные действительно слушатели, особенно, когда остался до конца. Я с вами прощаюсь, еще раз вас благодарю. Если что-то не ответил, обязательно отвечу в следующий раз. Всего вам хорошего. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok